Так, ну что, надо смотреть, как там на турики дела уже. А все, он начался уже почти пятнахо призовой. 71 человек зачекнился. Сейчас, короче, чаю-ро-сетку запилят. В общем, ребят, кому, кто не знает, с чем связан турнир, на день рождения я на свое обещал турнир запилить. 5 тысяч выделить, что я, собственно говоря, и сделал, но уже догнали до пятнахи практически. Так что спасибо всем тем большое, кто поддерживает и мой канал, и турнир данный. В любом случае будет круто, ждем сетку. Вот, сейчас пару минут дал. Юрец на сетон. Сейчас, короче, еще, если хотите пополнить, пополняйте сверху. Делается это просто. Ну, здесь вот сбоку. Посмотрим, если поддержусь будет и мне норм сегодня, то тогда запилю еще в призовой сколько-нибудь. Попробую. Я думаю, все норм будет, короче, ребят. Ну, а завтра GSL-чик, как обычно, я не знаю. Скажите, если проблемы какие-то на стриме будут наблюдаться, сообщите мне обязательно об этом. Потому что что-то пока я смотрю... С гудгеймом-то, я чуть не понял. Фу, слава богу, короче. Я уж испугался, ребят, что не идет стрим. Нет, он идет вроде как. Просто не с первого раза запустился. F5, если у кого-то не работает. Twitch, YouTube тоже работают. Сейчас все нормально. Есть Twitch и YouTube дублирующие. Помните об этом? Помните об этом? Так, опа, сетка подъехала, ребят. Юра запилил сетку. Отлично, короче. В общем, давайте смотреть. Сетка подъехала. Так, Блая с гномом. Фоллинджер в сетке Блая рядом с Блаем очень близко находится. Первые туры пока что Бу-1, Бу-1, Бу-1. Три тура, но первые вообще тут мало людей как бы находятся. Так, Newfix, Питэш, Брингер, Арктур с Темой. Арктур Блая сетки с ним в одной восьмой уже. В Бо-3 может встретиться, если пройдет туда, конечно. Вот, но это пока непонятно, если Фоллинджеры вообще Блая пройдут. Вердос с контролом. Кстати, можно глянуть сейчас. Браток вердоса сетки. Так, Саби, Мозгучан, Неродим, Торстейн. Димага здесь ниже находится. Ваня еще ниже. Элзэ ниже в димаге сетке. Мин, Дотфренд, Рицоу. Так, Хеллрейзер в нижней сетке попался. Вот, Мастер Васи, Вастрева в нижней сетке. И КАС в нижней сетке рядом с Ревой. Ну что же, можно Реву поостримесить, по-моему, с КАСом. Вот что я подумал даже. Так, все, сейчас сетку добавлю. Твичек, пацаны, держите. Сетку тоже на ютубе держитесь. Да я что с ютубом, пацан? Я сетку убираю сразу же. Так, давайте к Реве, может, прыгнем. Я что-то не вижу, правда, на канале нифига. Есть вердос. Контрола, правда, не видно, походу. Вот, я надеюсь, Юрец мне поможет. Здесь, я думаю, Юра поможет, да. Ребят, просьба всех зайти на канал, у кого, кто не зашел, потому что там будет проще, на самом деле, друг друга искать, и нам будет проще, как бы. Вот. Короче, если я, оппонента нет, я не знаю, пиаре... Пишите в чате турнира, если, короче, оппонента нет, ребят. Вот. Будет Юра там репортить, как бы. Мне в батле тоже можете отписывать, я буду репортить, стараться, как бы. Вот. Так, Сарева на связи. Так, а где он вообще? Что-то я Ребу-то не вижу. Сейчас, короче, посмотрим. Может, он здесь сидит? То есть, чуть не видно Реба, какого-то он делся. Я надеюсь, что он не полностью оффлайн-то ушел. А, он стримит сам. Вот в чем дело. Так, у Реба еще и Днюха оказывается, но я вот-то поздравляю. Днюха... Короче, сейчас... Отпишу ему, короче, чтобы он на канал шел. Спасибо. 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 Так, сейчас еще раз напишу. О, все, зашел Реба, наконец-таки. Здорово, Фарандыч. Ну, все, Спирит Сан здесь. Вердос там тоже что-то ожидает. Так, Вердоса, мать. Ну, ладно, короче, играет. Пусть Реба играет. Давайте Вердоса посмотрим, раз он настаивает. Вот. А Реба-то с кассом, короче, застанем мы. Если он пройдет дальше, конечно. Но он должен пройти, плюс у него свой стрим есть. Так что, вот такие вот дела. Давайте посмотрим. Пока все равно не сильные. Ребят, и просьба та, как на ГГ переезд сейчас, ребят. Большая просьба, что сделать, на самом деле. Очень большая просьба, учитывая переезд Гудгейма, и то, что не все хорошо работает, друг другу помогать, то есть, если у кого ГГ... Так, короче. Помогать просто, ну, то есть, советовать на Твич пойти или куда-то там еще пойти, почему, потому что... У-у-у-у-у-у-у-у-у... Так... Так... Продолжение следует... 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 Опа, стимится контрол, пошёл замес, отодвигаемый щеку назад, делки прыгают био, танки пока стреляют, дамажат, минок, жаль, что не было минок, сентриа уничтожена, но гвардиан уже своё дело сделал, контрол пытается контролить максимально эффективно, контрол пытается контролить, контрол должен контролить вообще, вот. Так, СССР улетает, всё есть в описаниях каналах, ё-моё, не надо меня спрашивать, пожалуйста, вот, надо спрашивать у людей в чатике, я не буду вам ссылки сейчас скидывать, вот, вам помогут. Какого-то, ты можешь прежде загадку, какого-то цвета снега во дворе Вердоса? Ответ очень прост, кристально чистого, беленького, почему? Потому что вся моча ушла на то, чтобы обоссать бичей и нерадивых комментаторов с ССК-2ТВ, и это абсолютно правильное решение. Каких-то там с ССК-2ТВ, не всех старых. По олдскуру, как у Вердоса уже было, 2-2 доделывается, вторая атака почти доделалась. Вот, это просто мемчик, как бы, а не чтобы кого-то обидеть, естественно, про эти все темки, вот. Сотик людей уже на Твиче, кстати, и на Ютубе есть люди, сколько, кстати, на Ютубе? Тридцатник, больше даже. Ну, распределились по плеерам, у кого ГГ родной работает, у того и работает. 147, 122. Слушайте, контрол отбивается, но почему бы ему туреток не поставить? Посмотрите, мейн вообще ничем не защищен, туреток нигде нет. Были бы сейчас дарки, вообще печаль бы была. Вердос, кажется, давление хочет продолжить. Так, идёт вперёд, минки будут копаться у контролл. Ой, он побежал, ты минки-то копай, ты чё? Контролец. Ай, призма улетает, не получилось ловить. Один всего колосс, минки прямо вперёд заходят. Чуть ни одна из них не стрельнуть не успела, я чуть не понял, почему. Надо контроллу отступить немножечко назад. Ай, куда ты сгрузится-то прямо здесь? Куда он вообще? Ничего себе контролл, наглец просто. Взял такой, загрузился, полетел через силу. Нагу Вердос на две минки приходит. Что он творит? Колоссами затанчил, конечно, удар. Но это печаль какая-то. Ещё минка залпа делает. Куда-то контролл идёт, никуда-то непонятно вообще. В размину он уже испугался, похоже, Вердоса. Смотрите, три медимака на мейн, четыре на вторую. Слушайте, интересное решение от контрола. Но дома-то ничего нету. Сейчас Вердос зайдёт и всё аннигилирует вообще. Слил Ревчику уже. Блин, Ревчик касс не хотелось мне пропускать. Но похоже, что придётся пропустить. Телепорт на мейн Вердос домой сделал. Убивает. Всё здесь легко, достаточно. Но на третьей базе, конечно, база погибнет. Третья, как вы видите. Зилы-то возвращаются с задания домой. Почему вперёд Вердос их не бросил? Я без понятия. Смысл сюда Зилы-то не бежать, учитывая, что здесь по воздуху-то никто не бьёт. А, ну здесь вот эту дефануть можно базу с другой стороны. Сейчас будут агрессивные блинки. Револьвер. Тиран. Ну, тиран-то он, наверное, тирана. Вот по Расе нет. Бывает, ха, бывает. У Вердоса бомбит иногда посезонно, там. Вот. Просто Вердос считает, что ты пока ещё не готов его элегантные билды исполнять, поэтому, видимо, и бомбит. Так, ещё Вердос за-отперёд бегает. Я до ШКЗ. Контрол здесь сидит. 127, кстати, его лимита. 3-3 грады. 2-2 есть у контрола. 3-3 в продакшене. 3-3 в продакшене. ЖИЗНЬ! Нормально разобраться. Вот в чём печаль-то вся заключается. КСМ-ки на третью переводятся. Цеха с мейна на четвёртую уже полетел. Слушайте, контрол отсюда всё сюда как бы забирает, переводит. Уже дистанс майнинг пойдёт сейчас. 170 лимит скопил. Надо 3-3 градики делать ему. И нафиг ему лезть вообще надо. Так. Бомбят минки, зилоты Огребаются Идет вперед викинги Колосса минусует контрол одного Ну вердоса я б сказал Так он довел тирана Почти 200 ему дал сделать Элегантных забеганий Что-то я много прям не вижу Где они эти забегания в тыл Где архоны в этом миксе Почему в миксе одни зилоты на минках будут отливаться Здесь 24 плюс 16 40 зилотов просто 80 лимита зилков боевого Только подумайте Очень опасно это Здесь одни пилоны Надо спускаться вердосу вниз Что вердосу делать Дает контролу опять позицию занять Минки копаются Зилоты пошли вперед Сталкерами надо как-то дать зилкам пройти Но дальше падают колосс Контрол отступает кайт Зилки вгрызаются в армию тирана У них 3-3 грейды А билта только 2-2 Викинги садятся падают Там дестабилизатор сзади пришел Сразу трех забомбил ГГ контрол пишет Все таки ну Все таки подрались Вот так вот Я понимаю ребят Всех нельзя посеять идеально Но видите уже какие в первом туре битвы Опасные идут Фоллинджер с Блайм Сверху будут играть Кстати говоря в 1-16 Я вижу Арктура еще оппонента Пока нет У братка оппонента нет Он тур прошел Контрол Так вердос выиграл с ВЛК Будет играть не знаю как только ВЛК Вероятно что вердос на братка попадет Если браток дальше пройдет Но я думаю должен пройти Так надо вниз короче отправиться И понять что постримить Так ултивания кстати интересные Элзэк скиллос интересный матч Давайте вот куда-то я туда пойду Култивания Элзэк скиллос вообще норм Касса репчик должен быть кстати Где касс играет или нет вообще Опа Прыгаем сюда Это еще даже более интересный Получается матч Так И это Бу-1 Кстати все еще Самое интересное Просто долго очень будет Турик идти Если не делать Бу-1 Начальник Потому что хочу Все решающие матчи Полуфиналы Матч за третий финал По очереди Подпульнуть Ну контрол хорошо отыграл Должен я сказать Пока что Ну Почти что Почти что вровень Короче Ребят А вы помните про рекламу От блоки отключайте Поддерживайте меня и мой канал Подписывайтесь на премиум Вот Ну и поддерживайте соответственно Турниры и мой канал Все поддерживайте Турик еще только начинается Я думаю сегодня будет интересно Я думаю что надо Такие турики Как бы сделать Традиции проведения Я не знаю Во сколько будет Это все Во сколько времени То есть Ну если буду много стримить И будет поддержка Ну хотя бы На таком уровне Как сейчас Я думаю Пет еще месяц раз Я смогу легко Выделять Как бы на это Вот Но это зависит от того На сколько я плотно Видимо стримить буду Так 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 А кто у Каса Еще в сетке вообще есть Кроме Ревы Мастер Васи У него есть И дальше Дальше ХЗ Кто? Дальше Аверс Там Люцифер Хеллрейзер в части Сетки Каса Также по-моему Находится Не понимаю В верхнюю часть А Култивания Димага Уже наверх Пошел Да Наверное Не знаю В общем В один Ревчик против Каса Не знаю Что за аккаунт Такой Но Какой-то Вот аккаунт У Ревы Тут есть Не знаю Так Ну полетел Собственно Ребят Карта Блэкпинк У Каса Был Билд Газ Барак В Рипера В ЦЦ В факторку Реактор На бараке Пошел Рипер Вперед Марика Не добавляет В Сигелике Потом У Ревы Семнадцатая Хата Газ Пул Две Королевы Делаются Скорость Заказана В пуле Кстати Это Позиция Для пула Интересная То есть Он просто Вижен Типа Дает Вбог Сюда А кстати Интересно Он Виджен Дает Смотрите Он просто Дает Виджен На Запрыгивающего Рипера Интересно Очень Даже Это Все Так Начинается Контроль Против Лингов Лингов Рева Отводит Вступает В бой Так Ребят Если Кто-то Тупит То Скидывайте Ему Ссылку На Другие Плеера Потому Что Многие Что-то Тупо Резит На Твич Или На Ютуб Трудно Переходить Так Сейчас Я Даже Короче Роуч Ворон Лэйр У Ревчика Гелика 4 Еет На Встречать Геликов Почему Нет Тут Где Собаки Есть Хоть Одна 7 Где-то Есть Они На Рампе Там Трудно Трудно Мейнере Я Реал Против Лингов Против Геликов Лингов В итоге Каз Приехал И уехал Ничего Не Получается Ну Кстати Сейчас Будет Калэйр Можно Просто Рачей Будет Подмасить Какое-то Количество Плюс Реведжеров Видимо А Здесь Свич Здесь Свич Идет В Био На Твиче Не Будет На Твиче Нет Смены Каче Толка На Ютубе Она Есть Вообще Так Узер Что-то Стрим Не Запускается Не Знаю Почему А Ему Говорю Приходи Стримить Может Быть И Не Надо Ему Запускать А То У Всех Упадет Прикольно Смотрите Реву От Выстрела Либератора Дрону Сейчас Спас Надо Только Переконтролить Отвести Дрончиков Отсюда Надо Королевой Сбоку Зайти Чуть Пока Не Делает Ревчик Вот Есть Твич Есть Ютуб О чем Вы Говорите Я Ютуб Скидываю Иногда И Он В Описании Канала Есть Моего Соответственно Так Гелики Вперед Поехали Чуть Везде Здесь Зашав Какой-то Происходит Или Как Назвать То Ну Либератор Здесь Минус Будет Он Королева Не Успеет Минус Ну Пришла Еще Королева И В итоге Все Живое Регенится Будет Первая Здесь Спорку Да Просто Увести Сюда 2 Эволюшена И Инфестейшн У Рева Пошел Здесь Кстати Крипом Все Срослось Спорка Быстро Сюда Перейдет 56 Дронов На 44 Ну Нужны Грайды Нужен Хайф Какой-то Да Видимо Потому Что Как Здесь Без Хайва Сражаться Там Треть Цеха У Нас И Все Норм Вообще Исходное Качество На Гудгейме То есть Оно Одно Сейчас Не Меняется Оно Нормально Работать Должно Соответственно Слушайте Ну Игра Затягивается И Такой Приобретает Макро Оборот 1-1 У Ревы Позже Чем У Каса 1-1 Милишная Здесь Хайф И Беллинг Нест То есть Надо Кричелинги Беллинги Со Скоростью Плюс Переход В этот Плюс Переход В Ультру Быстро Идет Гелики Здесь Пытаются Идеть Что-то Пошатать Королевами Тут Реву Пилят Крип Новый Такой Уже Я бы не сказал Что прям Дофига Крипа Но есть Отодвинутый От второй По крайней мере Базы А третий Да Гелики Заезжают Кас Накидываются На собак Реву Внутрь Врывается От гелионов Ну Как-то Провальный Контроль Геликов По-моему Собаки Все Сгрызают Ну А С другой Стороны Собак Пожечь Там Если Возможность Подвернулась Да Смотрите Армари Немножечко Не в тайминг Но Практически Идеальный Тайминг Так Ссылку На твич Нет Вопрос На Ютуб Всем Зайте На Кто В чатике Спрашивает Типа Тот И в сообщении Нет Они смотрят Обычно Ну То есть Кто Повнимательнее Тот Найдет Быстро Как бы Все Отвич Ютуб У меня Давно Есть Поэтому Нужно Просто Тыкнуть Туда Так Ультралис Кеверн Делается Ребята Адреналин Заказан Сейчас Доделаются 1-1 На 2-2 Заказать Ближе К кассу По грейдам Рева Станет Конечно Полимит Пока Проседает Но Главное Не унывать Смотрите 2-2 Сразу же Пошли Молодец Ребчик Четко Делает Ну вот Под ультру Нужны Оверы Кстати Есть Запас Лимита Ультралис Кеверн Почти Готов Четвертая Делается Крип Тянет Тоже Вперед По чуть-чуть Касс Делает Выход Ну здесь Кстати Собака Рева Все Видит Надо Заказать Ему Каких-то Юнитов Боевых Сейчас Ультру Видимо Придется Заказывать Четвертую Кстати Возможно Надо Вот здесь Сразу Заказать Четвертую Мое мнение И отменить Вот эту Как Касс Придет Ну В общем Продать Эту Хату Ультралом Грейт На броню Пошел Но пока Брони Вот этой Нету Будет Тяжко И кстати Бэйнов Как-то У Ревы Тоже Маловато Касс Приходит Прям На Крип Начинает Здесь Было бы Ультра Сейчас Выйдет Но я боюсь Что без Понимаете Без Панциря Будет Тяжко Да Сразу Стает Внизу От Курева Здесь На мэй Ничего Не Происходит Зато Передроп Здесь Происходит Такой Неплохой Привет Рицо Ну Видишь Ты С кем Ты Сыграла Пусть Он Мучается В Коншмарах Когда Будет Во сне Сегодня Ночь Потому Что Девушку Обыграл Ну Такой Он Плохой Человек Вот Так Конечно Это Шутки Ребят Здесь Ультры Пачка Хорошая Я смотрю Четвертая Хар Почти Готова Сейчас Больше Рабочих Реви И Можно Агрессивить Вообще Кстати Рево Сам Стримит Тоже Так Смотрите Танки Большой Лимит У Касс Рево Накид Собаки Вперед Ультры Пошли Надо ли Собак Было Так Вести Не знаю Но Ультра Сминает Все Танки Мариками Пытается Касс Ступить Но Здесь 2-2 Грейдики Уже Подъехали Все Печально Если Честно Слушайте Рево Касса Кажется Минусует Ничего себе Интересное Начало Сегодняшнего Турика Прям В этой Части Сетки Вот Вам И Посеяло Касса Конечно Био Отступает Ультра По чуть-чуть Падает Но Где же Новые Собаки Где Какой Либо Прирост Вообще У Ревчика Вот Он Приходит Третью Броню Закал Четвертая База Даже Пока И не Качает Что-то Тут Как-то Плохо Все Здорово Шейм Я Видел Ты Ты Думаешь Что за Френда Надо Вводить Прям Отдельный Подписку ГГ Касс Разбушевался Рева Претендует На это Ведь Себя Хорошо Вести Будет И тащить Так Может Когда-нибудь Напишет Слезное Письмо В Близзард Ну В смысле Слезное Такого От Чистого Сердца Там Год Блэс Америка В конце Вот И его Разбанят Может Я На самом Думаю Что Если Тренется То Надо Играть Турики Крутые Ну А так Рева Приятно Удивляет И давайте Другие Часть Сетки Тоже Посмотрим Охват Пока Посмотрим Что В сетке Происходит Вот Привет Хенни Рокс А Это Ты Выиграл Ну Ладно Пусть Это Приснится Риц Ночью Ладно Все Не буду Продолжать Короче Они Кошмары Вот Короче Блайчик В Одной Восьмой Ребята Фоллинжера Убил Пока К нему Идут Вот Эта Часть Сетки Возможно Здесь Будет Арктур Блай Сверху К Вердос Уйдет Так Вердос ВЛК Здесь Демгана Убил Браток Ждет Егора Сритинга Возможно Свердосом Дальше Будет Стиви Против 3дб Неразим Мозгус Чам Убил Демагом Стрим Возможно Неразим Будет Элзеп Прошел Скилоса Култи Либо Ваня Будет Играть Вот Элзеп Я посмотрел Если честно Дальше Против Култи Либо Ваня Так Здесь Рева Касса Убил И Продвинулся Вперед Надо Бы Кстати Двинуть Короче Сетку На Юрия Отписать Чтоб Вон Кто Ревы Будет Мастер Вас Или Кто то еще Ревы Ревы Здесь Дальше Путь Открыт В принципе Ё-моё Здесь Аверс Сверху Идет Давай Аверс Давай Аверс Ребятки Здесь Может Быть Естественный Рева Аверс Короче Здесь Может Быть Естественный Ревы Аверс Дальше И это Будет Очень Прикольно Не Будет Этого Петушения В чатике Всего А Сразятся Короче Они Между Собой Это Будет Круто Ребят Я Тем Время Перею Рекламу Вы Помните Про Адлоки Поддерживайте Меня Мой Канал По Возможности Подписывайтесь На Премиум Все Будет Хорошо Опа Аверс Зовет К себе Ну давайте Раз Аверс Зовет Пойдем Туда Рева Тащи Синистр Поддержит Спасибо Тебе Уж Пятнах Почти Призовой Стал Круто Спасибо Всем Ребят Мне Надеюсь Как Игрокам Точнее Надеюсь Игрокам Приятно Но мне Приятно Что Мой Турик Напилили Короче Уже Пятнашечку Почти То есть Три раза Больше Ставочкой Чем Изначально Был На Ливон Еспорте Там Вставки Будут На полуфинал На матч За третий Финал Скорее То Всего Так Рег Джениис Против Аверса Бьется Ну что Мех Подъедет Против Процесс Ребята Все Еще Бу Один Как Бу Один Стадии Все Могут Вылететь Все Быстро Все Идет Поэтому Я Стараюсь Успеть Туда И Сюда Арктур Убил Нелфи Сейчас Через Один Один после 1.16, 1.8, бо-3 начнется. То есть, Блай, Артур, возможно, бо-3, Рдос, браток, возможно. Блэй с братовкой что-то пройдет. Ну, вроде как, должно быть. Все норм. Ну, вроде как, он туда и идет. Димага с омстримом. Так, Ваня, ЛЗ. Ваня, Култи, убился, ДЗВЗ снизу. Ну, им навстречу Хеллрейзер идет. То есть, тут Миндель Шейм против победителя Хеллрейзера будет, а потом победитель победителя Ваня, ЛЗ. То есть, возможно, Хеллрейзер против ЛЗ или бы Ваня будет. Бицеппу ВЗ интересная будет. Жаль, что один я, конечно, стримаю. Рева еще, кстати, стримит ФП, помните об этом? Вот. Спасибо, Хенни Рокс. Пацаны, пятнашечка подъезжает. Давайте осилим-то пятнашечку. 14,985. Так, чтобы ровненько было. Давайте прям. Так. Выпили на КСМ-ку. Еще Сиджени Сайверсу КСМ-ку спилил. Газ заказал. Еще все он тут дает. Ну, самого Пилон Гейда с ней Скиверночка. А дома она отобьется вообще. Так я спирит Саны... Я же специально для... Ну, я хотел СНГ Турик. Давно не было чисто СНГ Туриков. Как бы, я уж соскучился в элегантной игре наших пацанов. Жаль, Хэппи больше не уступает. Я думаю, сейчас не могли поконкурировать. Некоторые игроки уже. Вот. Но есть Блай. Он говорил, что не сможет сегодня сыграть. Ну, видимо, посмотрел. Чего, пятнаха призовой. Семерик лишним не будет за первое место. А вылет-то завтра только. Но ведь еще пока Блай не выиграл турнир в этом-то интриг. Может быть, кто-то тормознет нашего единоличного в последнее время топ-1 СНГ по результатам, по крайней мере, турниров. Лановых турниров. Так. Ссылка на поддержку Турика. Сверху. Где там ссылка? Верхней вкладке. Так. О турнире. И там пополнить. Есть короче, кнопочка. Где о турнире пополнить. Участников есть пополнить. В результате есть пополнить. В сетке только нет пополнить. Да? Да. У остальных есть все. Под призовыми. Так. Реактор, фактор, каминки, Старпорт. У Аверса. Здесь у Рек Джениас делается, кстати, тиммейт Илюхин получается. Здесь делается... Вообще-то газ только по одной пробке таскать. Не понял, почему. Решил на минералы быстрее перевести. Ну, кстати, на Твайлайт сейчас на блинк накачается. То есть, возможно, какой-то блинк тайминг здесь от Протса даже пытается исполнить. Он пытается на газ тогда. Опа. Вообще все снял. Это Чарж Тайм... Опа, на. Это чержец. Кстати, опасно. чрезвычайно опасно. Это для Аверса сейчас, я вам скажу. И Толт добавляет три штуки снизу. Риперу уже ну никак не попасть вовнутрь. Ну, если Протс контролил хоть чуть-чуть сейчас еще под шаг бы сделал. Возможно, и не отпустил бы Рипера, кстати, этого. А где Аверс? Что будет делать сейчас? Ну, я не знаю, что он будет делать, честно. Так, Минка вперед, Рипер все еще здесь. Слушайте, а почему гейтов так мало добавляют? Он-то, я чуть не пойму. И нафиг ему какие-то батарейки щитов непонятные нужны. Здесь гейт, еще батарейка. Да, Дзилл от пушки и батарейки вообще. Я не знаю, зачем здесь батарейки нужны. Вот. Браток будет играть. Димаги, браток, они стримят наверняка сами. Смотрите, экстримы, вот. Опа, и наскоряли эти тысяча и одна ночи, как бы, мечты. Опять от тебя. Спасибо большое. Вот. Уже просто почти 16-й, Ре Турик. Блин, ну, цель 20-х, короче, достичь-то. Она же сегодня раз так идет. Ну, зависеть будет от игры. Думаю, игры будут интересные, будет и вам. Не забывайте и про мой канал, конечно же. Вот. Фрозок поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает спасибо за стримы и за Турики с отечественными игроками. Побольше бы хипит топ-1 СНГ на веки веков. Это молитва такая за хэппи. Ави, Ави хэппи, короче, ребят. Секта свидетелей хэппича работает на ура. Слушайте, тут пытается пробить, ну, почему он пошел через эти депохи-то вперед, просто, я не понимаю, зилотами своими. И нахрена здесь батарейки, если ты зилот-куш делаешь? И странно как-то, просто, действует, если честно. Продавить не получилось. Слушайте, Аверс отбился, у него все прекрасно. Здесь будет вообще. Спасибо за турик поддержку, за мой канал, еще поддержку. Пацаны, все. Ну, все, не получилось, здесь все провально, то есть, это был лунгаза, нет технологий, нет, все печально. как-то. Ну, и, короче, ребят, если кто спрашивает, почему качество не скидываете им ютуба просто, канал, и все. Оп, хардвокинг, спасибо, пацаны. Ребят, я вас люблю просто. Ну, уж приятно, что наши, ну, на нормальном призовом отыграет. Кстати, хочу вам сообщить, отвлекаясь от комментирования, здесь пока не решающие стадии еще, но можно подсообщить, что Илюха Красти Крабс предлагает как-то сделать лан в Москве по весне, в марте, например. Вот, ну, я с ним проконсультируюсь, как и что там. Возможно, открывать будем сбор, то есть, надо кабинку 15 кэсов там снять стримерскую будет. В медиамаркте, где по брудвару был турик на 300 тысяч, надо хотя бы 30-ку призового собрать будет. Но я не знаю пока как мы это сделаем еще вот, но будем пытаться это сделать, соответственно. Так что буду держать вас в курсе, поэтому в связи с этим огромное спасибо, что вы мир их поддерживаете. Короче, пошли, сделай-то вперед, а что, авиация-то улетел куда-то? Где его вообще техника-то вся? Техника сзади. Гелики жгут, арморы нет, колбатов походу еще заморфить, поэтому никак и не заморфить. Один танчик выжил, Аверс чинит танк, чинись, что ж ты делаешь, Аверсочек, Аверсок. Здесь еще один танк сижится, а рабочих отвезти, ну и вот третья цц у Аверса уже есть, поэтому, ну, то есть, отбивается и живет. Ну, а Протс не оставляет попыток додавить, у него 8 гитов, есть, у него есть зилки и блинк сталкеры, все это идет вперед в очередь. Кстати, давление-то опасное, я думаю, Аверс сейчас там потеет неслабо. Вот сейчас надо как-то танк вылок вывести, этот хайграундный, ну а как его выбить? Здесь хелики жгут жестко, сталкеры тупят, вообще не атакуют, ай, какой обломный каст этот вообще, жесть. Надо сиживать танки в таких ситуациях, чтобы своего сплэшем не убивали. Один зил отостался, конечно, сижил здесь и убил. Так, зилы-то плохой, слушай, лимит-то боевой одинаковый практически. Что-то тут у Аверса какие-то мэйдэй, проблемы просто. Надо КСМ уководить, танк рассижил. Там еще шесть сталкеров до вар. Неужели сейчас еще возьмет, так продавит нелепо. Аверса, чел, но вроде как нет, СЦ улетает, холбатов надо трансформить на рампе здесь. Сталкеры заходят, будет блинк сейчас агрессивный вперед. Вот это, да. Что, не будет, что ли, Аверс против Превы? Не, пока еще рано об этом говорить, но что-то у Аверса все плохо, вам так не кажется, ребят? ТСМ вперед выходит, холбатый еле жив. Циклон вышел, давно бы циклончика построил. Хорошо, что там цецехов тылу добывает, только этот Аверсый сейчас и спасает. Валидол какой-то полный. Здорово, хардвокинг. Землячкам здоровым. Циклон падает, еще два вышли, холбата надо трансформить из гелика. Сталкеры падают, сейчас Грейт на атаку Аверса подъедет, это ему поможет немножечко. И четыре факты очень сильно спасает. Ну куда Аверс, вниз-то полез уже, юб. И ган, короче, бесстрашный. Фротас хотел отблинкнуться и так, оп, Зуза, спасибо всем, ребят, вообще, прямо буквы зеленые. Маша нравится. Когда сердечко вы ставите, желтые буквы, а мне эти зеленые буквы очень даже нравятся в плане поддержки Турика. Так, циклоны, холбат, все, назад ушло, еще три циклона у Аверс, сейчас будет по зилкам прилететь, без сплэш по своим циклонам прошел сейчас от Аверса минки, получается, еще циклончики выход, надо отступать, надо как-то танчить, зилки опять давят, ну просто скоро ресурсы кончатся на это давление вообще. один зилок кстати пошел на базу карманную, обратите-ка внимание, вот, надо что-то привезти туда, чтобы с ним разобраться, иначе как бы не хотелось бы терять эту ццеху так нелепо. Так, здесь ццеха садится, сталкришу подходит, пока зилки убежали, надо холбатов затрансформить, либераторы есть, холбаты против зилотов с ксмами, здесь все чинится везде, зилотов аверс принимает еле-еле, в тылу остался один боец, он не уничтожен пока, здесь уже сталкеры с зилками новые ломятся, но теперь у аверса есть юнитов, какое-нибудь количество адекватное более-менее, так, циклон исправляется с зилотами, плюс один зашел грейд, теперь уже еще эффективнее аверс юниты будут драться, а зилот газы здесь срубает вообще, вот, дженниас ты вообще как-то выше своих сил, по-моему, отыграл, блин, ну ему буквально не хватило миллиметрика, чтобы аверса сбрить, ну, понятно, что аверс наверное сейчас немного и тренется там, вот, но тем не менее, вот это уже гг просто пришло, это ошибка и это слив в итоге, 19 ксм у аверс у него больше боевого, а там-то две базы, то есть он даже третью карманную не смог поставить, при этом раскладе, вот, пилон отменяется, все здесь отменяется, короче, в карманного зилка можно было бы выбить, сходить сейчас, а то он тут погромил уже все вообще, так, решил почему-то Дженнис, что он прям может сейчас выйти в этот, в этот, в этот, спасибо, хакер-майкер, плюс пяти хатков, призавозь, привет, помни, спасибо за тур, привет всем, олскулы, маркеру, как вам маркер, это майкеру, что ли, лз, аверу, титану, дыши, грандлейф, так, смотрите на других плеерах альтернативных, ребята, аверс, аверс, аверс уже там нехтиран с детства, ладно, сиделка здесь прессовая, я думал, блин, 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 сейчас в чатик, ну, в чатике придешь, скажет, аверс вообще, как ты мог не отбиться, а мета отбился все-таки в итоге, нормально, плюс два подъезжает, здесь четвертый, сейчас сразу два нефтуса дженнис ставит, вот он бы грейды, хоть форшипс одной бы делал бы, было бы норм, здесь все по лимиту, печаль вообще полная, чуть ли, смотрите, дженнис, так, кстати, особенность этого процесса, сотика пм, то есть, это сотка пм у чела, здесь это говорит о том, что не всегда во всем пм прям решает, вот, тут аверс с ксм уже к третьей пошел, он понимает, что надо идти вперед, плюс два, грейд через несколько секунд подъедет, как бы, и будет проще, так, так, лбат и циклончики, плюс танки, подход, либератор прилетел, да надо ли вообще сюда, аверсу раскладываться был, не знаю, можно он сюда, но этот проход разложиться будет, здесь сбили сразу, конечно, сталкера, здесь не выйти, просто будет, смотрите, какая позиция, там такой, сплэшара сейчас, бабах, вообще танки уничтожают, архонов вообще, все в куче здесь, просто в хлам, разлетаются сталкеры, застройка против самого же себя, у протца работает, то есть, это провал, полный печаль, танки еще ближе подъезжают, циклоны, колбатые, убивают пробок в хлам, вообще все падает, потери стали, сразу же не в пользу, просто после этой атаки, ну и аверс разобрал, пришел, значит, есть вероятность реву аверс, дальше матча, это гг, ребятки, ждем гг от аверса, пп, агг, что пишет, дженис, походу, не знаю, что он там пишет, тащи дурнир, где-то, так, ну что, сетку пора еще раз посмотреть, спасибо, ребят, за призовые, всем очень приятно, вообще, резко увеличили, так, Куровирк поддержал ваш канал на 333 рубля, Куровирк, не свойственно тебе вот так вот делать, от тебя, напиши плюсик в чате, если тебя взяли в заложники, как говорится, обычно от тебя какие-то, не паниц, опа, Блай Арктур, слушайте, Димага не разим, Блай Арктур, так как Димага стримит, наверное, я на Ковла Арктуру попытаюсь прорваться, С1Н1 Страл поддержал ваш канал на 444 рубля и сообщает, спасибо тебе, братью, спасибо за турнир, ты лучший стример в СНГ по СК2, так, Димага стримит, ребят, Куровирк, спасибо, я кого-то много, кого не добавил еще, Фрозия, пацаны, очень приятно, если сегодня по дежурству будет, часть тоже в призовой, то волью, походу я, так, погодите, что-то тут вообще печаль какая-то, мне вообще не разобраться, что куда ставить сейчас, вот, сейчас разберусь, чё-то сегодня по премиумам печаль, и рекламы нет, можете по реквизитам, так же поддерживать, намекаю, что надо мне тут это, соткана, сбери, короче, так, секунду, мне колледж звонил, сейчас я перезвоню быстренько, ребят, что можете сделать, которое, это, как, это. Продолжение следует... 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 Ну, правда, мародеры танк фугаса и два гелика есть, то есть делаются, юниты какие-никакие. Так, с бункера сбивает, там, ксм-ку бладь. Надо бункер минусать, надо не дать, закрыть до похи просто, и все норм-то будет. Так, а у зерга стрим рублен, он тут в апсах есть точно, я его просто не понимаю, он стримит или нет. Он, бери, он еще за стрим не запускался там. Так что, если зерга, бери, стримит, я могу... Я мог бы просто пойти в другой-то, к братку, да, туда. Так, здесь фаерболл, 11... 11 мик... Ой, фаербола не хватило, одного нужен еще один фаерболл на либератора, но Артур сам переразложил его, успел. Один реводжер остался, слушайте, а кому его убивать-то? Кем его убивать, точнее? Вот танк выходит, фаерболлы в ксм-ке пошли. Блай тут по максимуму пытается забрать... Ой-ой-ой, три еще забрал реводжером этим, просто красавчик. И газа добавляются. Здорово, икс-фокус. Ну что-то Блай тут пришел, рейдерский захват просто сделал Арктуровской территории. Арктур, конечно, отбился, но у Блай там по 8 оверов делается, и он сейчас просто дронов еще запилит, по-моему, пачку на третью, и у него будет все просто прекрасно. Ну, в итоге, после начального билда Артур все-таки живет, третья цеха, но урон слишком большой получен был в начале. Посмотрите на лимиты просто, в два раза больше Блая. Правда, я не знаю, вот надо ли ему прям столько много роучей массить сейчас, но я так понимаю, Блай не собирается это терпеть, что это, спросите вы. Он же и так тут уже нагибает, просто Блай не собирается терпеть долгое присутствие Арктура на данной карте, я так понимаю. Это СР зажато, это будет пуш сюда, возможно, а, это Уверсир, не, я думал, может еще дроп четырех оверов при этом наверх там каким-то юнитом там зайдет. Вот, кстати, на Твиче уже больше ста людей, но на Ютубе почти соточка, первый раз в жизни столько много, ребят. Вы там добавляйте себе Ютуб, чтобы потом видеть, потому что каотурите из игры, там я Ютуб всегда врубаю. Вот, ну, Блай скоро переедет, я надеюсь, стабильнее будет играть вообще, вот. Пристройка завершена. Кто на новенького? Рецепт готов! А вот уже подписываются люди. Так, еще 9 ручек. Да, Блай вперед выдвигает 126,62. Слушайте, совсем какая-то печаль. Надо преводжеров парочку сделать, видимо. Сейчас будет скорость готова. Я бы на месте Блай, действительно, как я и говорил, просто из одного повера заморфил бы дроповера, облетел бы сбоку, дропнул бы на танк четырех ручей и все. Даже не надо разводки какие-то там делать сильные, напрягаться. Роучи все больше и больше идет вперед. Артур стимится, Блай прям в лоб заходит. Надо танк забрать срочно. Танк забирает, Мариков забирает. В лоб убил Блай Артура, к сожалению, для Артура. Как-то Блай очень сильно выглядит. Пока с ВЦСа приехал, конечно, тренился. На ВЦСе тру отлетел. Надо хоть здесь тащить тогда. Роучи все новое-новое. Тут реведжеров там Блай делают. ГГ Артурчик. Те листа поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, тащи Арктур. Тащи Арктур, сражайся. Арктур смотрит повторы в Airdoss, там играет братком 6 минут. Так, а где Зерк вообще? Сейчас надо ему написать. Так, НВАйт из Власть. Спасибо ему. Спасибо всем за поддержку, пацаны. На, на ютубе. Так, а что такое-то? А вот. Так, на Сбире что-то пик-пик происходит. Какое-то, что там такое? 2-2-8 от Зики. 228 на Сбир приходит. Царский Турик Зики говорит. Спасибо тебе, братья, большое. Как раз мне, чтобы Даша мне выговора не делала. Будь, чем за инет заплатить. Так, не туда, а единичку ставлю, ребят. Спасибо всем большое. Приятно, что еще много поддержки разных. Супер крупной нет, но от многих людей это меня радует. Людей количество увеличивается. У кого Годгейм нестабилен, передвигайтесь на другие сервера просто-напросто. Реклама идет, но у меня не считается пока что в плеере, к сожалению. Так, ну что, Блай Арктурчик у нас, пул ставится. Щахата будет готова. Точнее, будет заказано. Пул первый без газовый от Блая. Здесь у нас барак газ. В риперов ццшечку во второй барак, видимо, от Арктура вообще. Ребят, может быть, еще я успею в Верде, браток. Не знаю, как бы матч. Пока что непонятно вообще. Ну что, делается Марик. Нет факторка все-таки, не барак второй, кстати. И рипер в Марика, и отступил Арктур назад. А, он, наверное, побоялся вообще. Ты так понимаешь, что долго Турик будет? Ты правильно понимаешь. Неразим взял карту у демаги. Красавчик, ребят. Смотрите, просто братка нет стрима. Я думал, что браток стримит, стримит демага, фп стримит рева, фп. У него, кстати, днюха с днюхой его. Вот. И он победил кассу уже сегодня. То есть на Бодряке на позитиве играет. Мишаня как-то умудрился отлететь. Не знаю, каким образом так получилось. Но получилось. Здесь как-то угла сзади дрон таскает. Непонятно, кривенько. Вот. Так, еще одна королева. Инъекции идут. Рипер вперед летит. А Артур что? Артур в Старпорт далее выходит. Я буду стараться максимум игр прыгать. Самое интересное будет, конечно же, с одной-второй. Почему? Потому что после одной-второй, ребят. Кстати, не забывайте лайкать YouTube. Тоже там, если смотреть, потому что говорят, важно там эти лайки и дизлайки. Короче, чтобы плеер показывался людям другим. Этот как его, помимо поддержки материальной какой-то. Самое интересное, с одной-второй будет, потому что все по очереди будет. Полуфиналы, Бу-5, матч за третье, Бу-5 и финал Бу-7. Но если слишком поздно будет, то по обоюдному согласию игроков, возможно, там финал сделаем мы Бу-5. Но это если слишком реально поздно будет, посмотрим, короче. Может, если Блайк в финале будет. Я не знаю, сколько там у него с утра вылет. Чтобы отдохнул, там перед вылетом можно. На ИМ Пинчонг. Так, Арктур приехал, 5 дронов сжег. Но Блайк в целом отбился, и Гелик и вынуждены уехать назад, отступить. Вот же Арктур. Делается инвиз Баншам. Стим пошел. Здесь будет еще реактор. Еще будет реактор вообще. Рева Басат. Не, у Рева там будет дальше интересная. Одна четвертая у него будет интересная. Почему? Потому что если Аверс Люцифера каким-то образом отдалеть, сейчас ему будет непросто. Может быть, Рева Аверс. Ваня Алзеобилл, Ваня Хеллрейзер будет у нас сверху. Ну, тут уже такая приближается. Стадии решающие. Одна четвертая, одна вторая. Состочно быстро идет все. Но я и сделал бы один вначале для чего? Для того, чтобы, конечно же, успеть не слишком поздно провести самые поздние стадии, как вы посмотрите. Так, 10 дранченских заказано. Ну что, Овер минус Викингом сбивает Арктура Овера. В Био скоро будет хороший продакш такой строится. Ванши, ну, поздние Био и наглая ЦЦ, я бы сказал. И стенки нет еще, блин. И инженерки где, непонятно. Ну, зато прилетает Банша, начинается Харас уже. В общем-то, все будет нормально на дальнейших стадиях. Короче. Здесь Викинг... Опа, а кого он 9 убил-то, я чуть не понял. Собак, походу, Викинг убивал. У меня другого везде нет. Где-то дома я проморгал, по-моему, эти все моменты. Здесь Савачками Блая пытается подхарасить Арктура Геликов. Подгрызть ничего не получается. Здесь две инженерки, что Грэйды пойдут. Спасибо, Спирит Сан, за 300. Так, Рева стрим вырубил. Сделал бы задержку-то, а, просто на стриме, да и все. Стандартную, дефолтную, я бы сказал, что тут происходит. Так, Сопчика на зверик еще прилетает. Спасибо, пацаны. Дмитрий Игоревич, не знаю, кто ни к ним пока сообщений пока ниже не пришли. Роу Чарвая приходит, ребят, на третью, приходит три. Здесь есть Банша, но бункера нет, кстати. Блай что-то пошел вперед, а как он так нагло вперед идет? Здесь гелики-марики и этот, так, рабочих надо увезти. Что происходит? Танчик бомбит. Танчик больно очень бомбит. Отбивается Арктур в итоге, 78-82 по лимиту. Слушайте, не просто Блай здесь в этой игре, это будет так вот сбрить Арктур пока. Нормальная позиция имеет, у него 1-1 гриды, все строится, все работает. Хайф у Блая пошел. Только-только враню заказать. Инферно подчеркивание, Сейм поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. У помеднюха в январе, у Блая, у Ривы, у Иисуса. Совпадение? Не думаю. Спасибо за стримы, Турик. Спасибо, Инферно. У Иисуса, думаешь, это связано? Ну ладно, здесь выход от Арктурчика идет. Хороший выход прям такой. Хороший, Тубла, не так уж и много здесь, я бы сказал. Так, первый танчик Сейжеса, Марики на Стиме. Без Марики, кстати, Медиваков. А вот первые два прилетают. Ну какой тайминг от Арктура. Забегание Рачей на третью, но здесь Арктур может и третью Блая пробрить сразу, и четвертую. Танки можно было бы поближе подвести, чтобы они помогали демиджам своим, но ближе не подводят Арктур. Здесь контроль, надо в Роуче бомбить, в Роуче бомбит, все разбирает. Блайта разваливает-то здесь, хотя заказ такой, что боевого до сих пор больше не прирост. Арктуру отсек сейчас от его армии, получается. Здесь Брудлингов Арктур забрел. Надо снимать танки, уходи. Че он танки-то не снимает? Ё-моё, Арктур, ты че творишь-то? Один Криптумур... А че он танки-то не снял? Вот дает. Уведи танки, какая ошибка ужасная, а? Просто взять два танка. Нахрен эту базу убивать, если ты танки в два отдал, две штучки вообще. Пите, подчеркивание, М поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает спасибо. Спасибо, Чао1174, Кайтэм Инферно, спасибо, тут сотиков прилетело. Ребят, добавлю всех попозже, я вручную добавляю поддержку до сих пор, поэтому дело такое. Рад вас здесь всех видеть на стриме, много кто участвует, много кто и стримит, как бы, и будет интересно далее стопудово. Так, у Арктура ровно с Блайма, вы говорите, тут все ясно. По Леомету здесь пока еще ничего в этой паре не ясное, я бы сказал. Жаль, что браток не стримит, потому что, ну, пропускаем братюлю Вердоса, но... Пацаны хотят выиграть. Можете поддерживать и Турик, и мой канал обязательно вообще. С мобилой никто и не говорит, что можно на Гэ подбежать. Только через браузер с мобилой можно подбежать, через приложение нет, к сожалению, так что... Чи, ребят, если, блин, желание большое подбежать, я думаю, справитесь вы с этой задачей, Крива. Вот. Есть реквизиты, есть что-то остальное, все остальное. Арктур продолжает. Блая прислать, смотрите. Танчик с мариками сверху бомбит Крива, Арктур сканет, видит, что Блая ничем его пока же не встречает. А здесь опять рачи, опять забегание. Надо со второй взять прирост сюда подвести. Где тут прирост? Тут он идет. Арктур заходит здесь на муви-стим. Ё-моё, что Арктур сотворил? Вот это да. Он просто отдает игру одним действием сейчас, реально. Забегание, Блая прекрасно заходит. А здесь Блай отбился и ульт... Ой, ультрал первого... Ё-моё, какую Арктур карту отдает? А я там, что-то говорю, похвалил Арктура и все, какая-то печалька означилась. Но если такую карту Арктура отдаст, это жесть, конечно, вообще полная. Либераторы разложены. Марики заходят, рачей оббивать. Сверху уже с ультралами Блай там подкопил юнитов. 16 рабочих минусов, очень много. Ультра плюс Реводжеры заходят, Роуч. Есть еще один винтвестор, Микос. Пошел один. Второй есть, Микос. Фаерболлы падают мимо, но... Тем не менее, здесь все дамажное в мясо просто. Сейчас надо фаерболить. Либератора была... Странные фаерболлы. Только один попал. Остальные вообще два кинул, а три Реводжеры было. А остальные вообще не попали никуда просто. Почему-то не понимаю, почему. Так, ну ультры все больше и больше. Ну, еще мультитаск Арктура подвел. И печально вообще. Минус Либератор. Так, Вайпера Артур минус Клуб. Полной энергией сейчас Блай его отдал. 58-74. Но Арктура еще держится. Знаете почему? По большей части. Гриды 2-2. У Блая одна броня. То есть, если Арктура сейчас 3-3 закажет, это будет вообще неплохо. Для него третью атаку закал. Молодец. Хоть третью атаку закал. И то хорошо. Ультралов пока. Ну, ультралы есть. Но действия Либератора. И Блая не просто пройти и продавить вперед. Танки плюс Либерки. Вязкая очень оборона такая у Арктурчика. Блая приходит. Опять сливается. По лимиту уже опять. Плюс Арктура. Здесь какой-то дробь был отдан сейчас. Плюс Арктура комбэщет вообще. Не хочет он такую карту сливать, похоже. Да куда ты в королевь-то тыкнул вообще? Непонятно. Так, здесь Майки бегают. Тут и что там? Так, планетарыч на центр шел. Танки Сиджеса, Либераторы раскладываются. Фаерболы. Три Либератора. Три Либератора одновременно. Арктур умудрился слить на одних там фаерболах буквально. Но Блай-2 умудрился слить ультрала вообще просто. На муви фактически. Минус оверсир. Реведжеров тоже Арктур. Показать. Здесь очень много королев. Вот с королевами можно уже давить будет, как мне кажется. Ё-моё. Ну, три Либератора. Вот так вот за один прокаст. Ну, это ж печаль вообще какая-то. Так, бегут Линги наверх сейчас. Линги подгрызают третью Арктурску на 12. Это странное подобие стенки 3D-похи просто стоят здесь. Непонятно. Так, здесь собак. Принял Арктур. Ну, три-три Грэддики делаются. Сейчас дойдет скоро. Либератор четвертую Блай долбанит. На мэне Арктуру Ультралис Кеверн забирает вообще. Грэйтер Спайр у Бруды будет скоро. У Ультралис Кеверн. У Арктура больше реально боевого. Сейчас третья атака дойдет. Слушайте, он складывается. Вперед идет. Танков прямо сколько? У него 9. Че себе много танков. Еще одна факта подъем. Видите, а сколько у него сейчас-то фактурок работает? Я чуть не понимаю. А, у него две работы. Видимо, потом лава была уничтожена на той, на верхней. Арктур приходит уже к четырем часам. Здесь 4 Ультрала и все. Походу, больше ничего угла нет особо. Идет на мой Артур. Получает Микос. Ну, сплит неплохой вроде как. Почему-то далековато Артур разложился. Надо ближе подходить. Надо ближе и активнее идти вперед. Сейчас ему... Потому что там Бруды уже морфятся. А Бруды это очень плохо для Артура, как вы понимаете. Криптуморы уничтожаются. Четвертую отсек. Надо на четвертую, да, часть юнитов отвезти. Пятую и четвертую Артур сейчас заберет просто. Блая. Кстати, Блая видит, что Либератор вообще не прикрывает вот этих Мариков на четвертой базе. Но они всех рабочих выпилили. Посмотрите. И Артур ушел отсюда. 17 дронов упало. Здесь забегание собак идет. Здесь есть прирост неплохой. 170 на 130. Слушайте, похоже как-то так вот вообще. Ну, Рева хочет хорошо отыграть. Вот он и стримит картинку, чтобы никто ничего не спалил. Делай его. Если уж он считает, что там может быть что-то. Пусть делает как ему угодно стримка его. Будет позже стадия. Я его постараюсь пос... Так. Брудами королевами Блая начал что-то давить. Слушайте. Артур здесь вроде как стреляет. Ультру разбирает. Но столько трансфюзов, что этот ультралис бессмертным становится. А сзади еще и Бруда. Два бомбят. Плюс каравторы напрягают. У Блая боевого столько, сколько Арктура резко становится. Там Тор, Био, все на муви идет. Отведи ты что-нибудь назад. Нажми ТФ1 и домой. Райт-клик, короче, какой-нибудь там, я не знаю. А, все, энергия кончится у королев. Арктур понял все равно, что лучше отступить, правда. 3-3 грейды есть. Атака наземная есть. Био подходит вперед. На центре планетарис. Блая уже что ли туда на планетарку собрался идти? Я чуть не понимаю, или куда Блая собрался идти. Здесь разворот. Будет Арктур вперед двигаться? Да, двигается вперед. Слушайте, ну здесь два Бруда, четыре ультрала. Надо вообще ему так ломиться туда, я вот смотрю. Тут третий, кстати, панцирь доделся. Уже не надо, по-моему, Арктуру никуда там ломиться. Можно облететь, как бы, дрогнуться на дальнюю базу, да. Можно добавить викингов, можно добавить еще Тора. Био больше, как бы, даже можно по два Тора мастить, в конце концов, Арктуру. Учитывать, раз так ошибочно заказанный Блая с Вархосты, то здесь жизнь портит Арктурщику сейчас. Так, двенадцать дронов здесь. Незаметно дроп влетел, пока Блая Арктур пытался напрягать. Арктур сам ворвался. Ну и, кстати, нахрена... Ё-моё, ну что за наглость на такой стадии? Поставь ты планетар... Вот иногда тираны просто, которые туреи так не строят, такую тему делают. То есть, кажется, орбиталка, да, будет лишний мул, лишний скан. Но, блин, ты на этой планетарке от забегания можешь просрать больше, чем... На орбиталке, простите, от забегания просрать больше, чем орбиталку поставил вообще. Вот. Так, где там свархост этот, непонятно вообще. Ходит локуст. Плеватель, какой локуст, а. Смотрите, наплевал сколько уже, плевал, рабочих много. С третьей броней. Хорошо, у них три брони еще там никак не убить. Плюс один воздушный сейчас подъедет вообще. Так, попытка дропнуться от аркурчика идет. Так, 4 Тора у Артура, часть переключена, часть нет. На центре клип почистил. Слушайте, и Либераторы, и Торы, и Викинги много всего здесь. Страча, смотри, Глай что-то не законтролил. Смотрите, рабочих Артурглайна убивал. Опять флоп, атака идет. Викинги в бой вступает, все под Микос попадает. И Викинги в том числе, Торы хорошо перед Био танкуют. Плюс есть здесь и Либератор. Сзади где-то два танка. Артур давит очень-очень серьезно. Здесь Блая похоже, что задавит. И тем более отсек. Здесь Марик один буянит на четвертый. Правда, там Ультрал почему-то боится этого Марика. Блая недоконтроливает здесь. Марик сейчас рабочих убьет. А Ультра там на халде походу стоит. Или что он там делает, вообще не пойму. Так, здесь надо отступить. Код Либерков отступает Артурчик. Марики убегают. Ультра где-то сзади там. Либераторы тоже напрягают. Викинги подлетают. Либерки подлетают. Потерян весь антивоздух. Либераторов уверди. Артур, что же ты творишь-то? Либератор не увел. Поле Миту Блай по боевому вровень почти с Арктуром. Сейчас пошел уже 3-2 грейда. 12 дронов. Кстати, БАС восстановил. Слушайте, и сейчас вот так вот Арктур будет делать. У него шансы отлететь еще есть вполне себе. Неплохие вообще. Дополнительные бараки. Здесь можно все вычинить на ЦЦЕХе. Полетела еще одна смейна. Вот сюда вот летит она. Ублай дронов пока пытается восстановить вообще. Месторождение минералов иссякло. Так, второй Коготь ублазит. 150, 80, 31. Этот не поймал. А, вот ГАСТы пошли у Артура. Торов сколько? Два Тора подстроил сейчас. Фактурах 3 штуки уже. Вообще может Торов, ну... Надо делать на технику грейды, понимаете? Вот на таком лейте. У Артура по одной атаке ни брони, ни хера нет, КБУ. Надо делать две арморы и делать воздухом атаку. Воздуху атаку земли атаку вообще. Ну что-то, цеха села на шестой тут. Наблюдательный свархоз. Ооо, дроп какой-то Артура. 14, 10 дронов минус. А здесь Либерок прилетел. Передроп на мейн. Здесь тоже еще понапрягать. Загружается Арху. Что-то зашатал Блайвам совсем вот эту дальнюю базу. 18 уже дронченских минус. Можно хатку впустить попытаться. Ну, Артур что-то тут парабам пострелял и улетает сейчас. Гастов уже достаточно много. Дальнюю базу свармхозта надо наконец-то ликвидировать, потому что он уже достал здесь что-то делать. Я так не посмотрел, сколько у него юнитов убито. Наверное, у него сколько-то было там убито. Может, с десяток даже. Ну, десятки, наверное, не было. Но он, блин, долго там плодил этих выпусков. Рабочих убивало не только вообще. Пью-пью-пью. До свидания, слоник. Вот, гасты застрелили первого ультралиска в этом бою. Тором там раскладку меняет сейчас Арктур. У Блая брудов, кстати, много. Их 9 штук, но он хату все равно не спасет свою. Надо б каких-то викингов Арктур. Вот что значит планетарок много по всем направлениям. Забегание пришло и печаль здесь какая-то начинает сразу. Так, ну четвертую вынес Арктур. Где снайпершотики-то? Так, только один там господь достал. Ё-моё, всё. Часть снизу, маленький сверху, блин. Где гасты-то? Арктур будет их вести вообще? А, здесь забегание. Вот они его напрягают. Но здесь надо сжимать в атаке. Гасты есть, надо снайпилить брудов просто. Вот, наконец-то добрались гасты. Большая часть брудвордов под удар. О, нет, здесь всё. ГГ Блай пишет. Несмотря на забегание, это всё-таки 1-1. А вы говорите, не смотреть эти игры. Мы успеем ещё посмотреть другие части сетки, я так думаю. Как бы не все же равномерно там идёт. Жду инвайта в третью карту, соответственно. Так, вердос братка 2-0. Как-то проверил быстро. И ждёт уже победителя Артура, кстати, Блая. Это 1-4 будет. Неразим ждёт Саби Стиви, кстати, Неразима вообще до полуфинала. Какая-то сетка халявная получилась. Ну, как бы он убил. Димагу Модгутчана уже убил. Вот. Ну, дальше-то что? Ваня Хеллрейзер. Тоже пока непонятно. Баса Трево не понятно. Аверс Люцифер. Непонятно. В общем, ладно. Можно пару этапов уже скрыть и смотреть, что дальше будет. Так, прыгаю в игру. Сбер. Так, куда я жму приёмную. Вот так вот. Так, а на прям кто фрагу? На прям подписался. Что-то прям и вообще не озвучиваются. Нифига. Странно это всё. На Твича Челл пишет. Волл, 2018 год. Тирана всё такая жиба. Метелица просто забила на игру. Вот надо брать такие эпичные, короче, всякие вбросы в чатики от людей и проводить голосовалку. Просто видно было. Неизвестный поддержал ваш канал на 530 рублей и сообщает. Абонентская плата за январь-февраль. Спасибо тебе, неизвестный большой. Не знаю, кто-то там неизвестный. Может, ты известный, но почему-то неизвестный. Сотиков подсместил. Пока начало игры добавлю тебя. Ребят, спасибо очень большое. Будет с падежос тоже в туре. Та, запилю в конце. На самом деле, немножечко вот от этого падежоса сегодняшнего. Это не угроза, а реальность. Так, через несколько бараков здесь опенинг. Спасибо на YouTube, что подписываетесь. В общем-то, там на мой YouTube записи автоматом выкладываются. Там бывает криво они выкладываются, поэтому надо иногда мне удалять. Вот, но записи будут, короче... Опа. Так, интересно. Мне почему-то Restream.io считает, что на Goodgame 800 людей. На самом деле, мне Player 600 печатка его. Вот, на Twitch. Так, сто семьдесят там сотка. То есть, это правда было нам уже больше тысячи людей бы было тогда, на самом деле. То есть, я не знаю, наверное. Телеста поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, что-то там много на 5 месте. На 5 месте. Тебе еще 28 надо, чтобы с Зикой быть хиповым пацаном вместе тогда. Короче. Риперы! Так, Маст Рипера от Арктура, ребят, любят он до сих пор. Посмотрите его, эти Риперы не отпускают, он любит их до сих пор. Харасит ими, как бы, и... Как-то так. Не разим это был, думаешь. Так, гранатчика под краю до Крептума разбреет. Ё-моё. Будет неудобно с ним ходить. О, Арктур дает. Улетать пытается Риперами. Улетаются те Риперами, но один... Ой, блажись. Сам тупанул! Куда ж ты летишь-то на муве, Арктур? Ну где контроль-то? Риперы вперед идут. Одного просто на муве слил. Нелепо как-то бывает такое, но... По этому билду вообще косячить нельзя. Пять рачей, вперед Блая выдвигается. Слушайте, он дома ничего вообще не оставил. Кстати, я вам хочу сказать об этом сейчас. Так, дрон-мит. Здесь королева есть. Тут бункер как только будет готов, Арктур. Обязан отбиться. Успеет Блая в рабочего плюнуть. Успел плюнуть? Нет, не успел. Ничего сделать. Вот. Ребят, все, извиняюсь. Там на секунду с техническими причинами как бы... С техническими моментами немножко поговорил, разобрался. Слушайте, ну Арктура, по-моему, хорошая перспектива здесь. Правда, он потеряет сейчас барак. Этот депуху уже потерял. Риперами тут контролят против королев. Успеет забреть. Трансфюз. Есть Ублая. Был же трансфюз. Сто пудово был. Смотрите, 60 энергии. То есть 50 точно было. Барак отдал, Арктур. Какая нелепие вообще. Как барак-то слить умудрился. Здесь фугаса доделали. Стим, кажется. Чемп это мой, который я обещал сделать на день рождения свой, который был 15-го, но того времени не было и после. Были и ЕМ, и ВСС, и много всяких туриков было. Итоги не успели запилить. Слушайте, ну что, Арктур как-то здесь насливался просто нелепо уже. Блай до сих пор продолжает. Да, видишь, Банша есть. Баншой-то надо разбираться, не? Фаербулы падают мимо Банши, но попал по лабе, короче, Блай. 43-33, вот всё так начиналось. Телеста поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, вызов принят. Спасибо, Телеста. Короче, вроде всё начиналось так неплохо для Артура. То есть, вроде как реперами прессовал, вроде как что-то убивал, но просто контр-выконтрол очень не сделает. Он поддержал ваш канал на 2163 рубля и сообщает. 1, 3, 8, 13, 100, 228, 322, 14, 88. Почему-то не могу поддержать Турик напрямую на турнире. Спасибо тебе, Кирилл. Не, ну тут, короче, фирма забирает просто бабки. А я-то в конце подержу. Спасибо, короче. Вот. Да не, напрямую можно подержать. Я просто не знаю, почему там не подержать. Так, ещё банша-то зависла. Два рабочиха убил, Влай, Артур. А Влай опять контратакует. Как же не любит Арктур бункера-то ставить. Так, про мой канал тоже не забываем. И, ребят, не надо мне напиливать, пожалуйста. Мне тут не очень удобно будет там всё потом делать. Как бы, если что-то там не проходит, то попытать ещё одну шуру. Кирилл заслал, то пусть так будет. Короче, собаки набегают, ребят. Влай все-таки 2-1. Побеждает что-то Арктур здесь. Стенку не успел второй раз закрыть. Ему после того, в первый раз затерпел. Надо вообще было не допускать никакого Хараса. А здесь, вы видите, какая хренотня происходит жёсткая. Так, с ловер-минус. Не остаётся почти рабочих у Артура. Два рипера, медивак, там 2 банши, 1 демажная в хлам. Всё по разным направлениям летит. Но они так не нахарасят жёстко, на самом деле. Ну-то опять бувай вперёд. Тут же Роуч со скоростью, стенка есть, но бункеров нет и танков нет. То есть, тут теперь уже как бы и не выдержать-то просто Артуру этого давления в лоб всего. Инфестейшн пошёл. Такая необычная игра с шатанием, там, с риперами. Ну, как-то вот не работают, по-моему, риперы этот бил сейчас. Вам так не кажется? Так, есть один танк, есть Марик, есть Банша. Забегает Блай вперёд. Здесь просто с флэшем всё разбомбил Артур. Танчика он с флэшем. Но у Блая больше эко, у него просто 63 дрона, у него до заказа. Здесь 20 рабочих всего, это смешно, конечно. Конечно, Блай опережает здесь, причём ещё очень жёстко. На СК-2Ти, всем здорово. Не на Твиче, не на Ютубе. Такс. Войска Роя, месторождение минералов Увыров. Так, посмотрите в чатик, 2000 залетает. Посмотри на меня, делай как я, делай как я, как говорится. Пишите зелёные буквы в чат, на Турик и мне. Поддержусь, ребят. 20 приблизились мне, спасибо большое. Кириллу. Сразу пересылаю я. А 20, это уже хорошо. Так, Ниразим Грит, у него следующая игра начинается. Так, а какая у него следующая игра-то? Оп, Хеллрейзер Ваню не без проблем. М2-1 убил. Хеллрейзер первый полюфиналист. Люцифер убил Аверса. И Рева с Люцифером бьётся, кстати. Победитель с Хеллрейзером будет биться. Блая с Арктуром. Вердос дальше ждёт. Слушайте, ну похоже... Так, Саби Ниразим здесь у нас. Слушайте, ну у нас тираны все повылетали, к сожалению, вот практически. Если Арктур вылетит, там мало их останется. Ну пока только не одни, там Зерги остались вообще. Везде что-то Артур потратил. Пытается зашатать Блая. Ну Блая четвёртая, ультралы вторая броня. В этот раз играет оффчет у Артура как-то мало вообще. Так, а кто этот? Кто, кстати, Баркрафта втащил? Вы там турик играли? Я так чё-то и не скидывали фотки. Я фотки глянул, читать ничего не стал там и не понял нифига. В общем, ребят, в Канах Арктур живёт. 120 лимита даже вышел. У Блая 180. То есть какие-то шансы есть ещё минимальные, но меня беспокоят апгрейды. Здесь вторая броня уже у Блая доделалась. То есть опережение по апгрейду брони над атакой. В Аркуру даже 2-2 не заказано ещё. Вот и с ультралом их, кстати, на лом идёт. Блая тут Крип сзади плодит. И одновременно атаку предпринимает Микоза. По Мариносам кидаются. Фаерболы по танчику пошли. По первому на своих баутралов не попасть. Ну тут, кстати, врачи сзади идут. Артур, по-моему, целенаправленно в роучи. И долбанит танками. Хотя я в этом не уверен. Вместо Тераны очень хорошо. Но нужно ведь подсветить, чтобы... Вы видели, что они с Баншой сделали вот этой своей фиолетовой новой атакой. Короче, разбираю Длая Артурчика. К сожалению, здесь для Теранов и для Артурчика их. Счёт 2-1 будет, но Артур бился как лев. Карту взял в очень другом стиле. Мне понравилось. Счёт 2-1. Интернета не было нормального. Ну печаль, ребят. Спасибо Кириллу ещё раз. Спасибо всем за поддержку, ребят. Ну я улетела. Двушка ещё на туре, потому что Кирилл заслал. Вот. Ну и уже полуфиналы близятся. Уже полуфиналы близятся. Сейчас я ещё раз уберу. Тут сетку посмотрим. Блай Артур, Вердос, короче говоря, с Блаем будет биться. А Рева, Люцифер, кстати. Начали они вообще? Вот что-то я не уверен. Так, а где Рева-то? Я чё-то не понял, Люцифер. Пашу удаляют. Случайно запилил. В группу, как обычно. Чё-то я не вижу Рева, Люцифера вообще. Давайте Блай Вердосу смотреть тогда. Случайно запилил. Опа, с Лоу Хэнс заносит, ребят. Мы прям близко к двадцатке вообще. Так, с какими американцами с утра стрима не будет? Завтра у нас вообще-то ГСЛ как бы. Другого ничего я не вижу вообще. Ну что, ждём Блай Вердоса. Так, Рева там, КВЗ где? Чё завтра вообще с утра? С утра ничего нет, завтра-то. Двенадцать тридцать с ГСЛ, всё. Сегодня Варди Викли через тридцать минут. Ну мы свой турик будем смотреть, потому что... Варди Викли там другие сыграют. Да, я к Блай Верди пойду, ребятки, короче. Вердос уже чё-то хостить там, прыгал в игру. Сейчас надо попросить, чтобы это геймкард был. Так. Так, чё-то не понял, почему через Блай я не мог прыгать. Всё, я здесь, короче, можно начинать. А, здесь и Зерк, ну пусть будет здесь, ладно, мне не важно, где Зерк находится. Просто можно будет чё-нибудь другое застримить. Ну, одновременно у нас Саби Неразим. Неразим сыграет там. Наверняка он вероятный полуфиналист. Весьма, ребят, до двадцаточки догоняем, не стесняемся. Призовой. К двадцатку будет уже десятка, по-моему. А, не, не десятка, вру, меньше будет первое место. То есть, сорок пять процентов первое. Уже петоч почти второе, нормально, короче, призовой. Всё, хорошее получается на Турике, на этом. Так, реклама пилю, 75 минут не пилил. Она не считается, но людей много, ребят. Спасибо за Адлоки, поддерживайте меня и мой канал. Это обязательно. И Турик поддерживайте. Есть резервные, есть резервные плееры, такие как Твич и Ютуб. Так, что можете там смотреть. Кому интересно. ГСЛ в одиннадцать начинается? А что это они перенесли? Вот гады. Ребят, ну в одиннадцать так в одиннадцать. Ну вот в одиннадцать так в одиннадцать. Я приду в одиннадцать. Конечно, я обещал стримить все ГСЛы, которые только будут. Потому что мне два раза поддерживали. Вообще, какая буквально не было. То есть, тысяча, две тысячи на Сберб. Ну, то есть, люди смотрят, люди смотрят в записи. Поэтому, как бы, громадное всем за поддержос. Буду всё стримить. Вот. Короче. И спасибо за инфу. И спасибо за инфу. Для поддержос турнира и канала есть всё. Там реквизиты, плеер, различные там всякие кошельки, PayPal, Яндекса и так далее. Спасибо всем, что призову уже двадцос почти. Я думаю, будет хорошее полуфинал. И будет хороший финал. Но, какие матча будут, пока непонятно. Не разим туда в полуфинал стримить. Есть уже Hellraiser один процесс, точно. Рева бьется с Люцифером. Возможен полуфинал от Ревы. Как бы, стопроцентно возможен. Ну и потом... Полуфиналы будут все по очереди. Матч за третье будет тоже по очереди. Опа. Лев 699. Помню, что... Комиссия 20% соответствует... Ой, 10% есть комиссия. Так что... Еще пятнашечка осталось. Надо 10 высчитывать, как бы, ровно. Сука, там осталось 25 Ре. 10, где-то 28. Надо где-то кинуть. Неровно получается вообще. Что-то пошло не по плану. Так, ну посмотрим, ребят. Блэкпинк у нас карта. Вердос Револьвер играет через элегантное робо. Прям в стеночке. Стенка готова. Блай играет 17-хату Газкул. Третью заказывает до готовности королев. Скоро сделается. Есть у нас сталкер. Один и второй заказано. Что это такое за билд-то? Не просто через одного, еще и через двух прям сталкеров. Это вот меня прямо удивляет, если честно. Для чего так много сталкеров? Может, какой-то сверх ранний элегантный блинк по олдскулу без грейдов с призмой? Я не знаю. Или сталкера Харас там какой-то. Что вообще, почему и как? Вот. Так, гейт на мэйне попер. Вердоса дополнительную. То есть, два гейт там у него сейчас будет в ближайшее время. Пока через один вообще развивается. Аптервер очень ущерайний заказан. Ну, кстати, можно прогнать овера, например, двумя сталкерами. Один снизу, один сверху. И сбить его. Глая, нечем сталкеров уничтожить вообще. Рабочих строят. Третья доделывается. Здесь по периметру пилону. Вердосика. Пошли-то. Так-то. Боится, вердоса, выходить вперед. А зря боится. На самом деле там ничего нет. Но он-то не знает, что он есть на каждом. Вдруг там саба отечка. Двенадцать, как бы. Это минус сразу сталкер будет. И с интриум можно отдать. И второго сталкера вообще все можно отдать. Твайлайт фаржа. Блай видел это все. Нет, не видел. Но рядом летал, кстати. Блай, Роуч, Ворон. И Лэй, Роуч, еще ранее делают. Блай как будто бы что-то опасается сейчас. То есть он надежно, по-моему, старается сыграть. Везде идут инъекции стабильно. Ага, чаш плюс еще два гитая. Будет ли какая-то агрессивная чаша или нет? Сейчас у него сейчас плюс один. Навряд ли вообще. Опа, Hellraiser Respect 2020 просто полетело. Двадцать тысяч двадцать, точнее. 2020. Как 2020 год, только с плюс один ноль. Вот. Так, нет, что-то в АК колоссов я здесь не наблюдаю. Про то, что ты говоришь, Хафт. Но что-то здесь тоже такое как будто прогрессивное. Пускай тох-то шесть уже. Здесь можно и давануть, получается, сходить. Открываю. Ну, надо... Что за райт-клик-то? Надо, конечно, кайтить оверсира, чтобы забрать его можно было без скорости. На сталкера Минтич забирается он. Два шестьдесят два и четыре тринадцать. Как вы думаете, можно ли его догонять? Конечно же можно. Так, здесь иммортал два зила-то. Ещё иммортал две сентри. Третий некст вердос заказывает. Надо бы здесь... А, здесь закрыт стабильно проход. Только... Только не на халде зилаточек стоит. Вот сейчас вот вердос поставил. Иммортал ещё выходит. Плюс призма заказана. Чарж скоро будет готов. Это какой-то тайминг... Пуш... Пуш тайминговый. Не строятся рабочие. Не строятся рабочие у вердоса. Значит, он вперёд собирается идти явно. Архонов сливает. Делать всё больше и больше. А здесь роучи вперёд пошли. Слушайте, ну роучи эти опасны, конечно. Спора нет. Но у вердоса есть всё. Чтоб их отбить, он их влёгкую отобьёт вот эту группу. На месте была я даже так не лез бы вперёд. Сейчас будет слив просто юнитов и всё. Вердос идёт. Какой-то встречит пытается. Так. Заходит в другую направление. Пять штормячков надо слить. Сливает ещё пси-штормячков. В шпилю Блая пошёл. Слушайте, Аблай знает ещё, что... Ага, призма. И вторая призма, кстати, у вердоса. Что самое интересное. За Архоном погоня в призму. Сажай, вердос. Сажает призму Архонщика. Молодец. Гвардиан врублен. Законтролил. Спас филды в минус себе, правда, ставит. Но вот это вот плохо. Какие филды были. Реально. По крайней мере, живёт. А Блай, смотрите-ка. Вот это вот очень опасно. Почему билд-то без таргетового и фениксов не добавить. Фотонок только на третий есть фотонка. То есть надо тайминг выхода какого-то делать. Блай слишком много муты. Сейчас можно сразу заказать. Вот дроны сюда, дроны сюда. Четвёртая хат ставится. Сейчас газа ещё больше качаться будет. Можно ещё больше будет успеть муталисков. Для дозаказа накачать. На, муталисков газа. Но вердос идёт вперёд. У него тайминг вообще идеальный. Под муту получается. Если он сейчас нанесёт удар на третью базу, Блай просто ничего сделать не сможет. С этим тайминг очень хорошие выхода идёт. Здесь. Мута что-то была не заказана. Сейчас 11 заказала. Что она в лоб-то сделает вообще? Так, плюс архончик ещё. Мутблай понимает, что у лоб-то здесь такой микс, ему не разобрать. Побежал вперёд рачами. Здесь переселение. Потому что мута тоже, походу, в размен пойдёт. Бердос понял, что здесь размен-то идёт? Роучи на третьей базе. Как-то тупят они очень. Угла жёстко. Надо пройти по тонку сбрить. А он не проходит вообще. Так, 4 зила-то на мэн, и эту базу тоже вердос сносит. Слушайте, ну у вердоса всё просто прекрасно, по-моему. Здесь по тонку, батарейки всякие. Стал, крестимы. То есть в лоб так просто не убить будет. При необходимости тпчнуться можно. Фоллинжер ещё заливает там, нахуй. Всё, два цаху перевали. Я не знаю, какая следующая цель. Ну, 25-ка следующая цель. Может, наберётся к концу. Может, кто-то меня хоть заходит, хочет на туре, как только что сместить. Правда, у меня пет, считаем, это двушка-то от Кирилла. Дик он не спор. Будут, кстати, ставки на полуфинал. Слушайте, здесь вердос отбивается. Блая уносит. Это... Да это не иначе, как 1-0. Вердос элегантно. Блая первую игру сбривает. Часть юнитов тп делает домой. Это архона плюс толкера. Всё, муталов не хватило. Здесь все здания упадут сейчас в ближайшее время. И шпили. Всё, хоть пару-то юнитов оставил. Вердос, что творится? Так, собаки будут уничтожены. Которые выйдут моментально зилотами. Идёт вниз на 4-ю базу вердос. Блая ещё группой выходит, кстати, вперёд. А дома что? Дома что-то тут всё блуждает. Тупит. ГГ Блай пишет. Хм. Неожиданно, но факт. Блая-то тут конкур... Пока Блая ездит по ВЦС, он пацаны и тренит ладер. Хотя Вердос сам был. Разваливают кабинет вообще-то. Не створч вторая карта, Вердос говорит. Ирдос говорит. Вердос говорит. Продолжение следует... 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 Очень сложно. Шпиль уже готов у Блая. Нет, еще не готов. А, Блая весь газ потратила. А кого Блая весь газ, кстати, потратила? Чуть не понимаю. Так, здесь собаки прибегают. Блая теряет. Слушайте, Вердос-то собрался 2-0 делать. Ничего себе Вердос дает. Полуфинал без Блая в каком-то веке, в коем-то веке вообще такое происходит. Ну, Блая устала. И, конечно, только самолет сегодня можно отмазаться. Так, отмажусь я за Блая. Плюс Углая этот. И с утра завтра самолет. Но что-то тут в этой игре-то как-то опять же, элегантная двухбазовая движуха идет со стороны Вердоса. Плёточки перекапываются. Кто-то финал Вердос Рева заказывал, а вероятность есть. А вероятность есть, ребята. Так, продолжается здесь движение. 90 на 111. Блая пытается отбиться. Но здесь два колосса, здесь не отбиться Блая. Верти 2-0 Блая побеждает. Это прям удивительно. Очень я вам скажу. Но еще не финал. Еще пока не финал. Блайне пишет Блая пытается сражаться. Но слушайте, Блая не готов был к элегантности сегодняшней. Просто двухбазовой вот этой теме к предыдущему билду Вердоса. Блая не будет топ-4 нашего Турика. Вот это новости. Не знаю, хорошо ли это и плохо, как на играх отразиться в плане зрелищности, но мы все увидим далее, соответственно. Сами. Так, а кто же у нас сетки-то остается дальше? Так, да. Ну все, Вердос жаловался, что Блая деньги все выигрывают. 10 тысяч баксов за две недели выиграл, а тут Вердосу на трусы не дает выиграть. На самому на трусы забрать. Вот все трусы купят. 10 трусов все за четвертое место, как минимум. Вот. Вердос против Неразима. Хеллрейзер ждет Реву Люцифера. Вот. Ну мы Вердосу Неразима сейчас запустим, я так понимаю, как бы, и будем смотреть. То есть уже три протаса, ребята, здесь в полуфинале, и один не протас будет, Зерк или Теран. Что-то мне это напоминает. Ну что же. Так. Так. Всё. Так. Продолжение следует... 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 Так, ну что, Бо-5? Ребят, рекламу пилю теперь. Помните про отблоки премиум? Подписывайте, поддерживайте. Теперь уже все. Выходим на финишную прямую данного турнира, который я на днюху обещал сделать. Вот и делаю. День рождения уже прошло 2 недели. С моего день рождения, 15 числа оно было. Но турнир приурочен именно к нему. Ну и постараемся, ребят. Если я буду много стримить, будет как бы доход какой-то в месяц адекватный. Думаю, что петоч можно будет выделять каждый месяц. Но это будет видно. Просто январь, декабрь, январь, просто немеряно стримов по 14-15 часов как бы были здесь. Поэтому возможность есть, соответственно, такая. Также есть идея с Илюхой, с Красти Крабсом запилить лан в марте. В Москве, в медиамаркте. Но там абсолютно непонятно, что сейчас получится. То есть надо будет собирать на призовое средство. Плюс кабинка 15 тысяч. Надо как бы тридцаху где-то призового. То есть это 45 надо минимум собрать. Ну и тридцах такой призовой, что для москвичей только. Но он притягивает. Пусть из Питера ехать ХЗ как бы там напряжено. Тем более из Украины, допустим, из кого захочет приехать. Не знаю, что из этого получится. Может, получится больше найти. Надо обсудить с Илюхой еще и со всеми подряд. Хорошо бы кэш сотик был бы чисто призовой. Было бы хорошо. Потому что тогда бы, я думаю, был бы резон кому-то даже приехать. Откуда-нибудь. Короче, это все в проекте. Есть просто идея. Но в последнее время вроде норм все получается в таком плане. осуществлять площадка есть, тем более хорошая. Вот где по ремастере дубл турик не так давно на 300 тысяч рэ. Не знаю, почему бы его не выделить на второй старик. А я вообще не знаю, кто там выделил на ремастере это вообще. Слушайте, овердос это элегантность какая-то олскульная подъехала, по-моему. То есть это сталкеры феникс и пуш, насколько я вижу. И выход в поздний Нексус. Вообще, я давным-давно таких билдов не видел. Я даже не знаю, насколько они сейчас адекватно будут заходить. Ну, по идее, если бы у него здесь пилон был для Доварп, хотя бы с двух гейтов, плюс фениксы подлетали постоянно, можно было бы давить. Но, учитывая, что это просто с точки сбора с мейна, все идет. Здесь только 4 сталкера, 2 феникса. Здесь же 3 сталкера с энтря. Сейчас же гейты тоже откроются. У неразима. И, по-моему, он отбиться здесь может вообще. Так, Ревчик, к сожалению, от Люцифера отлетел. Ну, я не знаю, он может на своем канале нам будет Ревки разбирать. Идите к нему, смотрите, что там произошло. Я не знаю, как бы не стримил ту часть сетки. Ревок сам стримил, поэтому я там оставил, чтобы, ну, типа, все равно будет что посмотреть, как бы, кого посмотреть. Так, а здесь продолжается что? Продолжается хора здесь. Ну, 2 пробки. Забирает вердос неразим. Еще забирает пробочку. 3 забрал, соответственно. Здесь у нас какой-то филд был непонятный. Кого в Гудгейме хочет поспонсировать? Нет, Гудгейм точно не хочет поспонсировать. Да, у Гудгейма сейчас и переезды, и вообще, как бы, лишних денег там особо нет, учитывая, что многие стримеры на партнерке там основные после марафонов этих всех. У меня, наверное, кстати, в марте или в апреле кончится, по-моему, партнерка. Будет опять как 10% со всех донатов премиумов там. Вот. Ну, разберемся с этим моментом, и, короче, там что к чему. Прилетает вердос феникс. Уже достаточно, чтобы сталкеров пробивать аж в лоб. Поднимается, убивает трех сталкеров сейчас вердос, и улетает. 57-57 по лимиту. Неразима какой-то странный микс. Слушайте, он хочет выход делать, но какой выход без блинка и без всего, на самом деле, в такой ситуации. Тут сразу минус пробки, как только выход пошел. Я на счет на месте вердоса, тут бы тоже всю энергию сюда не вносил бы в экономику. Потому что пуш-то к нему идет, и надо... С1Н1 Страу поддержал ваш канал на 444 рубля и сообщает. Мой замысел нарушен. Ревыч, как всегда, подвел. Лови-поддержос. Спасибо, Синистрл, что там за замысел такой был. Ну, Ревыч, я не знаю, мы не видели их игр, его. Ну, четвертьфинал по очереди нет смысла проводить-ка его. Ну, вот... Значит, Люцифер силен, Люцифер с Хеллрейзером в призах уже точно. Здесь эти тоже, пацаны, в призах, с полуфиналой, кто уже в призах находится. И ни одного С1Н3 нет у вердоса, это что за элегантность-то такая? Просто 2-2 филдаш сюда, и все, пуш закончен. Но вердос решил, что прям в лоб здесь убьет. И он не тех юнитов поднимает. Ну, вот голову-то ж надо врубать хоть немного. С1Н3 подними, просто по ним бонус, блин. Гвардин Шилд сейчас вырубит сразу. С1Н3 бонус у фениксов есть, они желают броня, как бы. Ну, здесь и так хватает, понятно. Просто если бы сначала С1Н3 вердосец вырубал, было бы вообще идеально разыграно. Призму в тылу зашатал. Да, варп и DC, DCM, конечно, остался. Ну, посмотрите, здесь фениксов столько, что в ГГ пора писать неразиму. Это 1-0 вердос. Вообще, каждую неделю-то будет супер. Ну, как бы, если мне кто-то будет давать по пятерке каждую неделю, не знаю. При вот таком количестве стримов, которые я сейчас делаю, и, ну, как бы, поддержки уровней, я-то смогу 5000 месяцев выделять раз, потому что 50% в 10 будет, ну, чуть, может, поменьше, чем 10. Просто на еженедельнике проводить, как бы, конечно же, ну, кому-то выделять бюджет там сразу на несколько месяцев, вместо на 3 вперед было бы, как бы, и можно запиливать. Мне писал Вориан из каскада, что они собираются в суббуду еженедельник на 100 баксов делать. Ну, в итоге, все заглохло, и, походу, там уже и не совсем собираются. Они либо пока что-то там... Не знаю, точнее, не хочу даже гадать, что там. Вердос идет добивать. Здесь все ясно, что сейчас Вердос добьет, скорее всего. Так, итог 5 у нас. Здесь рабочих вообще почти нет. Здесь энергия фениксов, энергии много. То есть выход Хакой сильно идет достаточно. Вилонка же далеке. Призмы вообще, почему-то Вердос не делал. Зачем-то два сталкера дома оставил. Ну, здесь всего хватает. Так, все, поднимаются сталкеры. Все там Неразимов с Пенггенщик пишут. Это 1-0. Вторую карту нам нужно знать сейчас. Вот. Так, создать с модом. Так, Неразимку сюда добавляем. Вот, наверх. Сейчас он Протсов возьмет. Эдбо 5, напоминаю. И... Так, с Мачистери, да, короче, поехали. Забыл про Мачистери. Все, вторая карта, слушайте, ну... Так, Вердос Хелл Рейзер. Кирилл уже Вердоса Хелл Рейзера создал, как будто там все решено, блин. Ну, вот я что-то не уверен, что там прям все решено. Так, 1-0 Вердос, ребят. Феникс и Мезушатал, Прокси, Фены. Сетки все в описании. Так, кстати, подержусь. Не успел я добавить. Сейчас я... Погодите, я добавлю, братюнь. Где там Синистра? Вот он, Синистров. Три восьмерочек просто сюда заходит. Дромадное вам еще раз всем спасибо. И заменяй за турик. И помните, что завтра GSL перенесем на 11 утра, соответственно. И он только в 11, короче, будет. Вот. Он в 11 еще не будет. Так, точно перенесем? Да, 11 написано. Вы видите, а там сколько написано у нас? 17 каста. Да, 11 все правильно. Без вранья всякого. 11 утра. Но это не слишком. Ранхиро, Рагнарог, Кинмаро. Очень хорошая группа. Завтра будет приходить смотреть обязательно. Вот. Но пока что у нас бьются более скилловые ребята. Это то, что нам нужно смотреть. Вот. Так, вторая карта, ребята. Пилон на лограунде у Неразима. Стенка под один. Пилон здесь делает, чтобы стеночку с пилоном застроить против адептов. И Архоны будут выходить, соответственно. Это такая правильная тема. Вердос приходит. И в Лочи Неразима просто сейчас заказ нет. А тут, опа-на, что здесь происходит. Интересно здесь все происходит. Так. Да, Синистр, да. Если б был финал Рево Вердос, вот просто без всяких этих. Это было бы эпик просто. Я спору не имею. Давно такого не было. А тут как заказано вообще. Я здесь. Среди теней. Простись. Среди теней. Так, чекни ЛС. Где я ее могу чекнуть-то? Я что-то не понял. Так, 10 Дарк Шрайн. Слушайте, смотрите-ка. Элегантней щепил. Оооо, спалил Неразим вообще. Так, не писали в СК-2. Кто там не писал? Кто это вообще писал-то? Я чуть не понял. Рево или кто это писал? С Рево варкодом играл. Я не знаю, кто-то баркодов. Не пускаю пока они, ну не. Так. Ну все, будет рево стриминг. 90 тек. Задержку, короче, поставят. У нас все нормально будет. Смотрите-ка. Здесь элегантный овердос у робопус. С-1н1 Страл поддержал ваш канал на 223 рубля и сообщает. Лови для ровного числа. Спасибо тебе для ровного числа. Сейчас выясним. Дарки идут вперед, слушайте. А здесь робота нету дома, между прочим. Но вердос уже прочекал дарков. И апсеры... А, он видел. Он видел Даркшрайн. Слушайте, ну здесь дарки на мейн проходят. А не нанесет ли крит дэмэдж экономики-то не разим? Здесь больно. Будет экономики. То есть надо разбираться, стараться. Ну здесь батарейка. Ё-моё, дарков вырубает. Здесь дарк пытается сталкера убить, но у него ничего не получится. Потому что здесь батарейка подрешала сталкера добиваться. А здесь выход вперед идет 48-38 по лимиту. И у Неразима нечем просто встретить, короче, этот выход. Он уходит рабочими наверх. Но! Но! Уже поздно уходить. О, филды какие жесткие пошли от вердоса. Сзади там сталкеры неразимовские приходят. Но тут еще и призма контроль получается неплохой. Вердос все отконтраливает. Тут чуть-чуть. Не, вердос уже по сравнению с Неразимом. Уже не такой молодой игрок. Но все еще перспективный. Вот поэтому он чисто на опыте приходит. И с одной базы зарешал, короче, с роба. Прокси роба, между прочим. Надо контролить на призму сталкеров. Центрей не успевает законтролить. Где гвардиан непонятно против сталкеров. Самое эффективное же здесь вообще можно врубить. Центрями призму разложил. Вердос, что ж тут творит, что ли? Он сделал призму, просто прокакал сейчас. Здесь есть доварп вот сюда, поэтому ничего страшного в этом нет. То есть призму потерял, печаль. Но можно варпануть вот сюда. Кстати, у Неразима блин делался. Если бы доделался, может что-то ему бы получилось сделать. Но без блинка вообще нечего ловить. Спасибо еще раз всем за поддержку, ребят. Сейчас Рева тоже будет стримить, так я понимаю. Ну, то есть надо, короче, его добавить. Просто я хз или там баркот. Ггнчик. Ггнчик. Ну вот если б Вердос не разведал прокси до арков, то тогда бы об север назад не вернул. Совершенно другая ситуация была бы. Ждем карту мы. Так, Blackpink у нас карта третья. Создаю сейчас, тебе добавлю. Так. Приглашаю Вердоса. Приглашаю Зерга. А, сталкерок это Рева. А где он вообще? Вообще-то оффлайн Рева показывает. Еще не понял. Ну что за прикол. Что не понимаю. Короче, ребята. начинаем тарелла сам следующий упрыгнет просто ну ждать уже все точно точно кто там стриме его смотрит скажите чтоб сам прыгал пусть пока баре стримит тогда а потом сам прыгает так как ну мне неудобно не очень удобно так и все-то оффлайн показывается на перезайти ему надо или это у меня какой-то баг какой-то непонятный здесь я не знаю ребят вообще ну помните про блоки турик поддерживается двадцать хуже турнир превысил призового не осызываю сетку иногда можете с любых плееров заходить туда поддерживать вот ну и youtube мне короче неудобно тут людей почти столько сидит но у меня нет чатика просто ну вот в общих там youtube я так иногда к вам захожу ребятам мой канал поддерживайте на goodgame ссылка есть везде как бы ликвидит тоже везде на youtube добавил есть там в описании как вы можете заходить смотреть там кошельки всякие развернуть надо по-моему на ютуббате сегодня не очень удачный день на goodgame качество не сменить к сожалению переезд сервера но слава богу фу 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 все работает как бы вот и это хорошо так вторая третья прости игра вердос ведет 2-0 уже уверенно ведет неразимом во втором полуфинале люцифер будет биться с хеллрейзером тиран с простым зам хеллрейзер но фаворит в принципе и по силе вот не знаю как правду люцифера может с простыми хорошо все ну сейчас редко у каких тиранов хорошо но всегда бывает из правил исключения как бы тем более патчик то новый вышел тут немножечко все поменяли можно биться соответственно ну и здесь еще до конца ничего не ясно потому что может быть камбэк если не разим сейчас начнет тащить но пока что вердос продемонстрировал предыдущими играми что он сильнее как бы что он готов выигрывать просто в сухую даже и блайя он убил 2-0 вот ну блайя был не готов если бы 5 было с блайями я думаю блайя мог бы ну там перестроиться как-то попытаться но бы 5 то нет у нас а тут нечто подобное предыдущей карте кстати происходит смотрите-ка это уже интересно так а стрэндж стрэндж не было на турики на этом я даже не знаю был он там или нет много кого не было вообще такого не было стрэнджа не знаю там по каким причинам кого-то может я еще даже и не знаю тоже не что-то не было браток начал стримить до этого вроде не стримил странно я здесь среди теней она вода решил играть не никто не просил с камней сюда в турика и водусь я не против что все либо стримили. Ну, тут как бы, что там кто хочет, тот пусть кто и стримит, в общем-то. Я вот попросился. Ну, вообще-то, офлайн ушёл, вообще. Так, адептики летают. Пилоны там и там сбриваются. На них тут заказывают. Здесь скоро Даркшайн будет, но, опять же, пилон может спалить. Может спалить. У нас вердос, а дальше сюда будет. А, дальше здесь уже есть робот, то есть до пилоны. О-о-о-о, не, это какие-то надёжные сверхбилды играют вообще. Сверхнадёжные билды, какие-то вердос играют. Адепты ещё пришли слились, ё-моё. Вот это вообще печаль. То, что адепты слились вообще. Ещё и неразим не доконтроливает их до конца, просто на муве что-то сливает. Пилон вердос отменил. Да, отменил пилон после обсерва и можно просто делается. А что же Даркшайн-то? Вот он готов. Где тут какие-то варпы или что-то? Газа вообще не хватает просто. Будет варп, Дарков-то, не? Неразим вообще, кто-то дистанс майнингом занимает. Где они варпятся-то? Ё-моё, я смотрю, что за прикол. Неразим варп забыл заказать. Это же дичь какая-то вообще. Это же дичь какая-то. Вот в чём прикол. Ну, это почти, что поражение. Ну, потому что такие ошибки на таком уровне. Не, ну не поражение, конечно, но это очень ужасная ошибка на самом деле. Они бы хоть что-то могли нарезать. С другой стороны, здесь есть опсы. Возможно, наоборот, лучше, что Даркетан где-то вдали. Как бы они не отдались пока. Может быть, и не отдадутся в перспективе. Потому что по рабочим-то близко здесь вообще. Ребят, помогайте другим, кто с качеством там тупит, как бы не понимает, где чё там с качеством. Я здесь, среди теней. А качество на других, на Ютубе только качество меняется сейчас. Короче. Опа. Минус один Дарк, второй ушёл. В итоге Нерозимус. Ковердос, Призма летит вперёд. А что у него вообще? Нерозима, блинка, Овердоса, Призма, какой-то Харас, какой-то там Эморкл пошёл. Кой Эморкл тут пошёл? А, Вердос там пилон тут поставил. Эморкл привёл просто, чтобы пилон убить вообще. А, Вердос там пилон. Так, пилончик, Вердос здесь отменяет. По центру движуха началась. Чашу Вердоса, лимита больше. Здесь Нерозим тоже что-то по центру гоняет, я смотрю. Так, Нерозим собрался отбить свои здесь Даркшайны, что ли? Вердос что-то не одно здание, а два одновременно обстрела. Слушайте, сейчас можно просто не уйти отсюда. Вот в чём прикол. Ой-ой-ой, Призма минус. Смотрите-ка, Нерозим здесь убивает Эма, убивает Призму и Сталкера почти забрал. Слушайте, здание спас. То есть пилон пуфит вообще этот. Ну, то есть твой ладь, конечно, будет бесполезен, не будет работать. Но главное есть Даркшайн, то есть можно Дарков варпить и всё нормально. Так, вот Гвардиан Увердос, что пришёл, вот пришли Сталкера Нерозимовские, пилон убил. Сам третий Энексу ставит, ну, а я чё-то не понимаю. Я вот чё-то не понимаю, каким образом тут третий реализовывать-то. То есть пилон не восстанавливается, чарф не делается, надо-то А2 ладь на мэне хоть восстановить, я не знаю. Так, Увердоса больше лимитов, потому что у него чарж есть, у него всё нормально. Тыл на лом идёт Сталкер, но здесь два Архона, Зил и Теймор. О-о-о, смотрите, Вердос как подразвёл-то хитренько тут. А самка вторая уже база Нерозимовская пришёл, кстати, он ТП сделал на мэйн. Здесь ещё плюс Зилки, плюс Архон. Так, Вердос не понимает, ушли ли Сталкера или нет. Надо всё брать вперёд, идти просто как бы и не париться вот этой группой, потому что Сталкеры дома. Всё, что Увердос сейчас и делает, да всё вперёд берёт. Надо сместиться как-то вбок, видимо, отсюда зайти, или откуда-то надо зайти, чтобы лучше драться. Призма здесь же, всё ещё Дил это варпы идут. Ой, Сталкеры вперёд лезут перед имморталами, перед Зилками, куда там. Здесь имморталы их сразу дамажат, Архон сплэшем бьёт очень жёстким. Похоже, ребята, это 3-0. Что-то не получается Неразимке отбиться. Я чё-то подзавидь даже немножечко. Смотрю на происходящее и понимаю, что это ГГнчик, ребят. Это Вердос в финале, это 3-0, а Неразим ждёт, проигравшую Люцифера и Хеллрейзера сейчас в матче за третье место. Вот. Так... так ну что ж так Такс. Такс. Кто-то не заходит, кажется. А вот Люцифер всё здесь. Ну да, теперь уже вердос степет ещё успешил, теперь точно трусы должен купить. Вот, ребят, рекламу пилю, полчаса не пилил, помните про андлоги, но обязательно поддерживайте меня и мой канал. Здорово всем. Второй полуфинал, если все готовы, сейчас всё начнётся. Естественно. Потом матч за третий и финал всё стандартно абсолютно. Пилёт нам. Пилёт. 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 Я ЗРГУ стримить разрешил и, ну, я думаю, там разберёмся с этим потом. Всё, Люцифер тоже пришёл. Поехали. Турнир и ссылку периодически кидаю. Можете поддерживать его, блин. Ну и про меня, канал, вы не забывайте. Есть реквизиты, есть всё. Вот, вроде как всё работает сегодня, помимо качества на ГГ, но к завтрашнему днём, наверное, уже всё переедет. Должно всё переехать, я надеюсь, потому что завтра будет GSL-чик в одиннадцать и... Хотелось бы верить, что GSL-у будет же качество смены. Ну что, Люцифер Хеллрейзер. Люцифер дошёл до полуфинала, соответственно, есть шанс у него побиться против Хеллрейзера. Выйти в финал, побиться с вердосом. У Хеллрейзера есть шанс такой же абсолютно. Вот, ну, в любом случае, пораигравший будет биться с Неразимом. Матч за третье место, получается. Тоже он будет в 5 после вот этого. Ну, я думаю, что к двенадцати турнир должен закончить. Даже, наверное, раньше, чем к двенадцати. Почему? Потому что... Потому что, ну, фиг знает, сколько тут пойдут вообще эти матчи. Ну что... Пробочка здесь катается. Хеллрейзер приезжает на разведку. Здесь был билд. Барак с газом одновременно. То есть, это выход в фактурку, получается. А может быть, даже и во второй барак, не знаю. Но сначала же, как же, барак газ рипер-сцэрщика. А потом что-то ещё. Хеллрейзер здесь едет. Понятно, скоро рипер выйдет. Надо сваливать домой. Два ксм-адемажных. Значит, что оракулы, например, могут зарешать. Слушайте, здесь два... Опа-на. Это в стиле хиро билд. А, нет, это вообще не в стиле хиро. Это в стиле, не знаю у кого, хеллрейзера. Это то, что я раньше всё время любил. А именно, походу, какой-то однобазовый. То ли блинг, то ли дарки. Так, ну тут пробка приехала, всё видно. Синистрал там всё. По реве горюет. Фирер, читай новости и на годгейме, и не задавай глупых вопросов. Всё. Давайте игру смотреть. Так, здесь сталкер, да? Да, посмотрите, блинг. Но, ликвидирована пробка оказалась на верхнем пилоне. То есть, надо выводить ещё сюда пробку обязательно, чтобы гейт запилить. Иначе печаль вообще будет. Так, здесь три гейта. Три гейта. Ну, можно и на медленный варп, на самом деле, сталкеров варпить. Просто будут они ещё позже подходить. Но смысл меняться от этого не будет. Конечно же, гейт будет лучше, чем так вот. Кайтинг начинается с сталкерами. Здесь циклончик готов. Надо вот аккуратней с циклоном быть. Пробочка как-то хитро там объезжала такими маршрутами, чтобы на рипера не попасться. И не попалась в итоге. Так, то есть, тут варпы. Тут вообще однобазовый блинкенчик пошёл, что ли? Ой, однобазовый. Вообще, сначала под пуш сталкерами, и только потом блинк подъедет сюда. Я не знаю, нужно ли было это делать. Мне кажется, надо было просто сталкеров пилить. Сейчас по ПКДшечке. Ну, так они сюда быстро бы не попали. Вот так вот, как они сейчас попали у Хеллрайзера. Три сразу варфятся, соответственно. Ну и пять сталкеров. А здесь что? Здесь два циклона в тылу. Марики все сверху там. И стоят, ждут нападения. Здесь всего один сталкер остался. Надо бустануть, блин, как может быстрее ещё. Что и делает Хеллрайзер. Рипер прилетает. И чё, у Ненсуса нет. Ни хрена нет. Гейт открыт. Всё, пора идти, блин. Блинк через несколько секунд уже будет готов. И... Слушайте, ну походу элегантный однобазовый имблинкенчик заходит. У меня такое ощущение здесь складывается. Потому что... Чем отбивать? Нечем отбивать. Один Марик, там несколько СМ-ок и всё. Танчик бы надо было, блин, как-то фокуснуть. Попытаться циклона вернуть. Слушайте, циклоны... Куда ты едешь-то, ё-моё? А куда едет? Слушайте, а куда едет Люцифер? Не может кто-нибудь... Что он делает вообще? Что происходит здесь за чудо-контроль вообще вот этот? Танк здесь бы разложил. И всё, циклона одного на муве отдал. Какой-то бред вообще делает. Так, три сталкера с мэйна. Ещё один танк. Там Марики. Слушайте, если сейчас Хеллрайзер Роб не убьёт... Ну сейчас, правда, варп ещё трёх и четыре. Здесь три, здесь три. Плюс четыре, короче. Одиннадцать сталкеров. Будет очень тяжело их встретить. Бункера нет. Ошибка вообще в такой ситуации. Бункер не ставить. Просто дикая ошибка в бункер не ставить в такой ситуации. Агрессивный блинк на танчик. Идёт танк. Минус тыклон. Минус всё. Отбиваться нечем здесь. И это ГГ. А был бы бункер, было бы всё нормально. Правда, здесь бункер надо ставить. И один, и второй. Вот уже здесь можно занблинкнуться. Но! Это же однобазовый прессинг. Здесь нечем подсветить. ХГ. Здесь только через рампу врыв может быть со стороны процесса. ГГнчик. Хеллрайзер 1.0. Слушайте. Давно не видел, что однобазовые блинки заходили. Но они имеют место быть до сих пор. Как бы и заходят, работают. Так, кстати, я не переименовал стрим. Так, что-то хоста я не вижу пока, если честно. Ну, сейчас будет. Ход 100%. Всякое бывает. Ну что. Что-то Люцифер отклоняет приглашение. Не знаю, почему он там его отклоняет. Не знаю, почему он там его отклоняет. Я не знаю, почему он там его отклоняет. Так, спасибо. Так, закрываю все лишнее, ребят. Ссылка на турика, она тоже везде есть. Хочете призовой поддержать? Вот. Будет в будущем тоже постараемся такие турики запиливать. Инициативу не только от меня и сходить может от кого-то другого. Вполне. Здесь уже призовой достойный скопился. Двадцаточка. То есть первое место Чирик. Петыч. Три и два, соответственно. Остальные места получаются от первого к четвертому. Вот так вот. Двадцаточка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Здесь застройка, анти-рипер, застройка у Hellraiser. Пилон гейт, газ в Nexus кибернетчику. Соответственно, стандарт, абсолютный стандарт. Nexus сейчас будет заказан, ну и кибернетку надо будет заказать. Разведки, я думаю, не будет сейчас. Пробка у нас минераля здесь. Так, а куда кибернетка будет ставиться? Пока я что-то не вижу. А, ничего себе, Hellraiser... Слушайте, это супер халява, на самом деле. Буст кидать до кибернетки, это нагловато, как мне кажется. Но Hellraiser уверен, видимо, в своем билде, как бы... Ну, смотрите, по-рабочему, про смысл. Ну, а чего и рабочий не строится? Пилончик будет, да, на второй кто-то там. Какие-то космические дятлы. Или кто-то там, птички, какие-то песню поют. Ну, в смысле, не космические. Инопланетные. Из других планет. Чего-то Андрон Геймер не пораздавал. Старкрафт бесплатный. Никому не надо, там ссылка. Раздача Старкрафта за лекси. Очень нужно его раздавать, как он фритоплей. Пацаны-то, ну... Как разводят. Головой не думают. Ну, да ладно. Так, здесь в СЦ у нас бункер есть, ребят. В этот раз рипер в бараке, да, плюс два барака у Люцифера, инженерка. Ну, а оппонент его, Хелл Рейзер, делает... Делает блинкун пуст. Гейт, то есть гейт, вайлайт, в три гейта. Вот это... Это самый первый стандарт с начала лотова вообще. Самый первый стандарт с начала лотова. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Все, три гейта открываются, роботикс. Здесь такая, кстати, мини-стеночка вот сюда, вот что неудобно заезжать. Меж пилоном. Здесь зато жирный проход вообще. Здесь проход жирный. Робот для апсервера стандарт. Будет ли играть третью раннюю? Кстати, здесь так выглядит, как будто проход здесь есть. Охренеть, тут ничего на самом деле нет вообще. Ну и какая-то сверхпоздняя факта. Вот по этому билду все-таки фактурка-то догоняющая должна быть у тирана. И получается, что... То есть медилаки сверхпоздние вообще не понятно, когда... Вот. Когда будут. А здесь уже, блин, то есть если тиран захочет выйти вперед и попытаться просто поддавить, то он просто на муви юнита столько на отдает, блин. Мародеры садятся сразу в бункер. Правильное решение. Нафиг там марики. Семь ранжа из бункера плюс один у мародеров. Конечно же, можно разбомбить. Все неплохо. Здесь третий Нексус. Две Фаржи пошли. То есть сейчас будут грейдники заказаны в ближайшее время вообще. Так, ребят, кто там тут пить, ё-моё, ну... Ютуб, кидайте канал, там качество уменьшается можно в отличие от других. А, здесь, ё-моё, здесь рампа. Я и не замечаю, что здесь рампы нет. Кстати, чем Хелл Рейза сейчас подсветил? Мне кто может объяснить вообще вот это? Ведь не было вижена на ХГ никакого. А, здесь небольшой вижен, то есть типа есть получается вот этот номер. А я и не видел, кстати, здесь что-то такая тема. Спасибо, а вы так шарите всем, там подсказываете. Спасибо вам, ребят. Здесь выход идёт, кстати, такой, который Хелл Рейзер вообще не видит просто. Начинается дистанц-майнинг. Опа, здесь неожиданный врыв такой от Хелл Рейзера. Ой, этот, от, простите, от Люцифера. Конечно же вы понимаете, о ком я говорю. Сталкеры пришли назад, Хелл Рейзер отвлекается. Я бы сказал бы, что разменялся он уже неплохо с Хелл Рейзером, Люциферчик. Сталк... Ё-моё, сколько сталкеров наубивал? Много сталкеров реально наубивал. Рабочих, правда, 4, всё пострадало. Но это... Это нормально, потому что в лоб размен был. Здесь третья цеха, здесь всё больше и больше био. Здесь скоро будет медиваки уже, первые две штучки. Нафига отменять бункер в этой ситуации? Правда, не знаю вообще. Ну вот, кто, ребят, подскажет мне, в чём физика вот с этим проходом заключается? Я ещё пока не понял, как туда Хелл Рейзер попался. Видимо, там какая-то подсветка автоматическая есть, что можно запрыгнуть. Так, 1 на 1 сейчас будет у Люцифера. Тоже дистанц-майнинг уже пошёл. 1 на 1, конечно, очень хорошо, но у Протста-то 2-2 сейчас будет заказано в ближайшее время. Кстати, Хелл Рейзер заказал же только вот недавно. Или мне что-то сглющило. Он отменил, что ли, 2-2 уже опять? А, он, наверное, выхода боится, похоже, Люциферовского. Так, Призма летит. Призма минус. Приятного мало. Зелки идут вперёд. Фугасы есть или нет, пока не наблюдая. Так, фугасы есть. Ё-моё, чё-то здесь хлам сталкеры, зелки шатают. Всё, надо сваливать. Вон отсюда... Что ж Люцифер такое творить-то в плане контроля вообще провально? Да видишь же, что тут такие зелки, как их пробить-то, блин, со сталкерами? Отступи ты назад-то, блин. Взял, всё, выход отдал. В итоге теперь копить новый кулак. Надо, блин, его ходить. Чтоб кулак хорошо скапливался, надо норм, блин, контролить. Мародёры пытаются на стиме отвезти, если, блин, а чё не блинкается-то Хеллрейзер? Непонятно. Прожал все наркотики, которые мог только. Здесь Люцифер, мародёры, и в итоге не уйдал. Печальная история о мародёре какая-то просто. Пытается отковыряться Люцифер. Сканет, видит опса. Надо отгонять, кстати. Лимита боевого почти одинаково, но у тирана очень много в дозаказе. Почему-то только вторую броню Люцифер заказал. А где атака вторая, не пойму я. У Хеллрейзера 4-никс он не спешит лезть, на самом деле, вперёд. 2-2 заказал. Блин, бункеров нет, стенки нет, нифига, короче, нет вообще. Какой виджен-то? Здесь не было никакого виджена просто. А, или... А, там один сталкер, может, ты уже, я просто не понял. В чём прикол? А-а-а, вот отсюда ХГ. С этого ХГ выйдет на вот этот ХГ. Всё понятно, с лоу-граунда. Блин, каиш, всё, я теперь понял. Я просто не заметил, что там тоже ХГ. Всё, да, я разобрался. Спасибо за НК. Кандом 80. Так, 2-2 грейды. Я вообще не видел, что там вот этот вот есть вижен. 2-2 грейды доделались у Хеллрейзера. Он сразу начал агрессивничать. Как только они доделались. Правильно, надо тайминг грейдов применять, как только они доделались. Сразу вперёд АТ, филды в минус. Кстати, просто вообще зилы-то в хлам здесь разваливаются. КСМ-ки в бой вступают. Здесь фокус Медивак уже начался. Слушайте, отбивается. Люцифер, Хеллрейзер не может продавить. Куда Медиваки-то летят, не пойму. Если тиран так Медиваки срать будет, то это вообще беда тогда. 2-2 грейды не готовы. Какие-то либераторы какие. Зачем здесь либераторы? Вроде голые сталкеры. А бесит я вот этот хрень и голых. Этих сталкеров зилатом по своим же бомбят минки. Из-за того, что зилатом стреляют. Надо было перекликать сталкеров обязательно в этой ситуации сейчас. Короче, Хеллрейзер продавил на 2-2 апгрейдах Люцифера. Ждем третью карту. Вот так вот. Ну, ПВП-финал может у нас быть. Что тут? Блая выбили. И больше никто не может Хеллрейзера и Люцифера остановить вообще. Хеллрейзера, простите, Вердоса. То есть будут они друг с другом похожи в финале бедиться. Кирилл там правильно наланговал, что ли, получается. Ну, это предсказуемо достаточно было. Но всякое может быть. Я вам скажу. Прыгаю в игру. Так. 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 Продолжение следует... 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 Правильно абсолютно делает. Так, гипи открывают сухо у Райзера. Пениксов уже 4. А ракула в тылу летает, шатай. Здесь какой-то выход идёт. Чисто голыми мариками. Без всего вообще. Без щитов. До стима ещё там 20 секунд. А, ну это так... А, всё помню. Дэмоджиных на разведку ущербных послал. Такой вот. Кровожадный Люцифер не вылечил пацанов. Заслал их вперёд. Ну-то одну пробку подрезал. Заходят на третью и третью. Вот этого можно назад увезти. Чё он стоит будет здесь сливаться? Вообще не знаю. Заказан чаш. Две батарейки на второй. Две батарейки на третий. Плюс 5 гейтов. Пошу час 8. Скоро будет здесь. Боя бы пилонов с этой стороны продублировал. Потому что на одном пилоне 6 гейтов будут висеть. А это очень опасно с тираном так делать. Такс. Выход от Люцифера идёт. Третьей ЦЦехи я не наблюдаю. Это 5 бараков. Старпорт. Факта на реакторе. То есть по 2 минки. По 2 митивака. И 5 бараков продакшена. Есть. Работает. Как они, короче говоря. Так. Ну тут за погоня за Люцифером. Стрекел Рейзера, ребят. Феникс из Гуку залетает. Ёма. Здесь тиран очень хорошо в этих квадратах будет биться. Я ещё не понимаю нафиг. Люцифер сюда полез-то так. Так можно и слиться. 66-55 по лимиту вообще-то. Ой, разделена армия. Тирана, правда, тоже оказалась. Минки надо подкопать. Минки поднимает Хелл Рейзер просто все фениксами. Сминает флам. Как же Люцифер сейчас криво в контроль. А ведь видели, какой лимит-то был в плюсе. Мог бы, если собрался здесь и армией, мог бы давить дальше. Но это, ребятки, 3-0. Это ПВП Хелл Рейзер Вердос у нас в финал. А сейчас матч за третье место. Неразим против Люцифера будет. Пушатал, полетел Хелл Рейзер. Второй Робо-Робо-Б, ребят. Вторая броняна в форже. После неё можно просто первую атаку запилить, бустить её и всё. Да, так Хелл Рейзер и делает абсолютно верное решение. Плюс ещё одна форжа. В итоге атака. Первая и третья броня будут делаться. Соответственно, что у нас будет? У нас будет первая броня, ну там наполовину где-то готова. Там на треть какая-то форжа доделается. Ну и там третья броня будет делать вторую атаку. Во время того, как третья броня ещё будет не доделана, будет вторая атака заказана у Хелл Рейзера. Пошёл очередной выход. Так, третья, такой Нексус карманный здесь стоит. Да, смотрите, Хелл Рейзер так пилонов вокруг и напилил. Прикольно в округе и то. Фотоночки, по фотоночке почему бы рабочий не мешал. Ну тут нет никакого, ну, Харасов, Медивак, Минки нехарасов. О-о-о, здесь просто Хелл Рейзер в тылу шатает Минки. Слушайте, Хелл Рейзер чётко отыгрывает. Очень мне нравится прям, как он отыгрывает эту игру. Два колосса делаются. То есть сейчас уже первый будет готов. Люцифер через верх выход. Делать тут ещё оракулом стазисов надо ставить в этой ситуации. И тогда, тогда будет вообще оборона максимально эффективна. Потому что, ну, один стазис сработает сразу с Ирану ВГ. Практически в такой пуши ситуации. Надо сканы ему будет кидать. Все, иначе будет задерживаться. Всё, ай-яй-яй, два Феникса сразу. Минус третьего, минус. Чё-то как-то тут Хелл Рейзер криво. Феникс за контрол, только я его успел похвалить. Агрессивная, блин, вперёд. Минки, кстати, больно бьют по Сталкерам, которые Либератор разбивает. Ну, Гвардиан Шилл плюс Зелки. Ещё в Фениксах Хелл Рейзер сейчас взял бы. Вперёд было бы хорошо. Но и так он справляется, вы видите. Колосс есть, всё есть здесь. 130 на 90. Там двухбазовая прессинка. Здесь уже две брони, ничего не сделать вообще. В итоге с этим миксом. Смотрю, Либератор ликвидировал. Неприятно, но терпимо. Короче, отступает Люцифер. Я не знаю, что он хочет ещё в этой игре сделать. Он пишет ГГ. Ребята, матч за третье место на горизонте. Ну вот. Да. Так. А, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте все, что только можно Примуем, подписывайтесь Пацаны, наверное, черкают там Пацаны, наверное, черкают Скорее всего, я жду, пока кто-то хостанет что-то Фу, извиняюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что там происходит-то, я не понимаю Так, катализатор, первое Так Так, а где Люцифер? Ну все, ждем Люцифера Не стартуем Так, надо, кстати, мне Все, поехали, не ждем Так, ну что же Погнали, ребята, матч за третье Сейчас мы переименуем, кстати, стрим И далее финал Все у нас по очереди, соответственно В этом турнире Сегодня, чтобы побольше Старкрафта посмотреть У вас была возможность Да, может быть Когда люди смотрели Ожидали Немножечко других там Полуфиналов, финала Но Ребята, не надо ничего заранее ожидать Надо смотреть турик И побеждают У нас всегда сильнейшие Естественно Никого мы не сеяли Сегодня Посеяв был только По ггпоинтам Соответственно В сетке И Ну Сразу же Первая, которая зашла Она была выложена Кстати Почему Нету Старкрафта Действительно Музыки Поехали Очень-очень Это странно Было Она выключена Была Наверное Какая сворачивалась Но мне никто Ничего не говорил Поэтому Нормально Ребят Не разим Люцифер Бо 5 У нас здесь Матч Ну Не знаю В сухую Он будет Чью-то пользу Или нет Но вроде как Люцифер Против Хэллрейзера В каких-то моментах Даже очень неплохо Играл Здоровый Илюх Вот Очень неплохо Играл В каких-то моментах Но Не хватило Все равно Не хватило Все равно Два опроса Были Которые в финал Попали Задоминировали С их полуфиналах По 3-0 Как бы победили Вердос Не разима Сбрил А Хэллрейзер Сбрил Люцифера Нет Записи Алимели Генета Не будет Вот Надеюсь Что завтра Запись будет Починена Будет ГСЛ Ребят 20245 Ре У нас Призовой На Турики Заносите Еще туда Призового По возможности И меня Поддерживайте Как-то так На твичей Ютубе Это на Гудгейм Надо Перейти Как бы Там В описании Сетка Есть Кому Интересно К сожалению Сегодня Гудгейм Переезжает Нет Потому что На серверах Он переезжает На новые К счастью Потому что Много Последнее Время Проблем Был Проблем Всяких Было Надеюсь Лучше Стабильнее Будет Гудгейм Работать Теперь Вот Майкер Там С пацанами С ледоколом Там Со всеми Локичем С Мантичем С Ромой Спиритом Там Еще С кем-то Трудятся Делают Сервер Настраивать Его надо Там Все это Делать Причем Работать С этим Вот В Москве Сейчас Я так понимаю Они Ну А На ГГ Нет Выбора Качества Из-за Этого К сожалению И Нету Записи Так Здесь У нас Барак Факта Циклон Старпор Какой-то Необычный Билд Прямо Сфера Пошел Так Дайте Ребята Дайте Я сейчас Стану Не Извиняюсь Как-то Голова Такая Тяжелая Стала Блин Трудит Веслово Вообще Какой-то Я сказал Вот так Себе Самочувствие У меня Под Вечер Надо Проветрить Немножку Комнату Походу То Здесь Даже Нормально Кучел Батареи Кучи Батареи Вырубля До Фико Норм Так Завтра ГСЛ Сти Может Порт ГСЛ Самурая Попробовать Примет Запилить Собрать Не знаю Крест 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 Мне заварили Там Спасибо Большое Фидюне Приварил Приварили На работе Там Вот Так Какой-то Непонятный Абсолютно Пуш Непонятный Мне абсолютно Идет На циклончика Чинить Здесь же Пять Сталкеров Уже У Неразима Марики Отдельно От циклона Просто Сливаются Че творится В камне Неразим Как он хочет Их убить Кликает На местности В камне Попадает В камне Камни Терпят Получают Дэмэджи Просто 45 Так Было бы Больше На 9 54 То есть Это Получается 54 А 18 54 Ну да 3 Снял С каждого Залпа Все Так И вышел Вот Так А Неразим Куда Вперед Погнал Чарж Руба Бэй Форжа Ребят Дали У Неразима Делаться Здесь Есть Бункер Не продавит Он Я уверен Этот Бункер Хотя Шристалкеров Много Дамага Вносит Сюда Не Смотрите Убил Бункер Не Успел Вывести Ну вот Пораньше Среагировал Не Продавил Скорее Всего Но Не Среагировал В итоге У нас Люцефьера Бункер Отдал Он Вышел Танк Ёма Говорит Упер Что там Танк Не Убил 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 неразима. Он сваливает, даже никто не застрял на этой площадке, что прямо удивительно. Здесь третий некст. Ну, слушайте, по экономике ненамного неразима в плюте. Люцифера вообще двухбазовый опять же билд. Получается сейчас бараки будут добавлять, или пытаться сделать. Пришел неразим. Либератора хотел забрать. В итоге забрал Либератор с танком сталкеров. Одного или двух. По-моему, двух забрал. Либо остальные, вот они дэмэджены здесь ходят. Опять попытка агрессивного блинка на мэй. Да, смотрите, мастер агрессивного блинка неразима. Ну, нафига танк прям под сталкерами. Не знаю, зачем Люцифер прям под сталкерами танк засидел здесь. Надо его просто изначально птич разложить бы, а этот блинк был бы провалом. Сразу залп от танка. Два циклона рядом, два мародера. Там бы несколько погибло бы просто сталкеров. Колосы уже два одинока на мэне стоят. Уни разимки что-то тупят. Призму пытается отпустить. Слушайте, улетела. Из вижена улетела. Сука, этот Либератор уже дэмэджа получил. Уже рабочие его до винтиков перебрали первый раз. И сейчас просто красный выжил. И второй раз вычинивает его Люцифер. Ну, а чё, Либератор важный юнит, особенно в таких выходах. То есть надо чинить его обязательно. Стим не готов. Ещё 7 секунд до стима, кстати. Ну, тут сталкер один сливается на мародеров. Надо брать всё вперёд. Третья цеха. Максимум юнита вперёд. Идёт. Отсих бустить можно товарищей медиваков, которые догоняют, чтобы они быстрее прилетели. Так. Мда. Чё-то Люцифер отступает. Он бежит-то так, сломя голову. Развернись уже. Бой дай. Надо было здесь. Сиджитса, как только увидел, прирост приводить. Залнил бы позицию здесь, камни бы выбил и смог бы дальше пройти. Теперь только вот, я считаю, сюда, к 6 надо проходить, вот этим, да, направлением, получается. Вообще не Люцифер пошёл только био. Вперёд дома танки циклона оставлено. То есть он не хочет улынить. Опа. Три зилка здесь неплохо зашли, так. Они уже на чаже, соответственно. Здесь выход выходом, но здесь пилон есть, как бы, и всё заметно с этого пилона. Куда тиран идёт? Пилончик падает. Придётся развернуться назад. Уйти 142, Клау уже не разима. Там 121. Вторая атака почти готова. Рабочих на 20 больше. Короче, достаточно стандартная ситуация для процесса тирана. Вот на такой стадии матча поэтого. Но третью частью цеху начнём, плюс сферы качать. Конечно, у него лучше ситуация. Здесь орбиталки нет. Какой-то медленный у него макро. То есть 2-2. 2-2 армори нет. Второй инженерки нет. Получается какой-то выход наверняка будет на 1-1. Он здесь уже, ну, 2-2 грейда на атаку колоссам. Это уже смерть марекам, ксмкам там всем юнитам лёгким. О, здесь ещё не раз. Хочу уметь. Люцифер успокоит. Колосса забрал раз. Колосса забрал два. Просрал весь луток. Да. А ведь Мок зачем-то дальнего начал. Первого убил и дальнего начал бомбить. То есть решил, что сейчас всех трёх заберёт. А надо было ближнего фокуснуть, загрузиться и улететь. Несколько юнита бы точно ушло. 160 на 109. Что-то не нравится мне. Лимиты, честно говоря, не в курсе. Они тираны совсем. Так, тут 17, 161. Неразим вперёд. Уйдёт у второй атаки броненька первая делается. 100-100. Правильно, быстро грейда делается. Особенно, если в пуш собирается идти. Конечно, надо броню делать сейчас. Третья атака это на перспективу, если бы там сидел бы там, допустим. Ну и броня не намного хуже третьей атаки. То есть многие-то юниты, как зилоты, вперёд прыгают. А атака им может не решить, потому что они даже не долетят, как бы. Ну вообще, на такой стадии, думаю, что вторую форжу неплохо добавлять вообще. Так, тут три зил. Какие-то, ну, затишье такое у нас наступает перед бурей. Ну да, идёт Неразим вперёд. У него 180. Ещё один до варпы с пилона. Вот сейчас пилон доделается. Практически до варпы почти что 200 будет вообще. Опа, ТФ домой. На мэне энергии нет. Вот Неразим, блин, 180 лимита. Пропустил гроб. Ни по тонке, ни какой стационарной обороны абсолютно нет. И в итоге вынужден все армии назад уйти, как бы, чтобы отбиться. Ну всё, сейчас 200 уже будет. Здесь сталкер рядом с мэном контролят. Тиран сканет, видишь, что Неразим опять вперёд пошёл. Здесь очередной выход тоже идёт. Не знаю, Неразиму либо надо дефицит делать с двух варжей грейды, наращивать продакшн. То есть гейтов увеличивать, там, пару батареек, там, пару фотонов напилить, например, на четвёртый, где вероятность удара большая есть, там, здесь вот есть вот фотонки. Ну и на мэне также, там, по периметру, чтобы запилить, то есть минеральная линия. Либо идти вперёд уже, либо вперёд уже идти. Ну там 157, то есть буквально недавно было 180 на 117 примерно там. Ну даже на 120 если округлить, то это уже не очень для Тирана выглядит. А теперь-то 150 на 180. То есть Тиран увеличил лимит, а бросился особо, он и не вырос. И по грейдам-то не растёт ничего, у Тиран 2-2 делается. Так, тропается Люцифер, что он пытается четвёртую шатать. Слушайте, и на мэне дроп прилетел. Если Люцифер эту игру вытащит, то это ошибка Неразима очевиднейшая будет. Так, надо пилоны покусить. Хорошо, зелков сбривает с этим. Зелки варписа на медленном варпе, просто их такие демоджные юниты, но... Ну демоджные демоджные дпс-то один и тот же. Ну здесь зато два медивака просрал, вот только что я понял, что это два медивака было. Люцифер, в итоге как и было 140. Не срал бы здесь бы ничего, сейчас бы было просто 170 на 180 примерно. И 2-2 грейды, между прочим, био. А здесь вообще не делаются никакие. Как зелка, он не слабенький танк. Танк плюс Либератор и минус. Чё-то Неразим туда-сюда бегал. Он хочет удачнее позицию занять сейчас, но пока он бегает, лимит-то копится. Плюс 6 гейтов ещё добавлено на треть. У него сейчас, кстати, есть. Сейчас 70-13 будут гейтов. Вот это уже больше похоже на какое-то нормальное количество гейтов. Так, пошла атака. Зилоты прыгают. Талкер где-то сзади. Призме штормовички летят. Штормы пошли. Можно фитбэчник с этими медиваки. Они сразу лопнут, как бы у них нет суперэнергии. Штормы пошли. Архоны сливаются. Они и под штормом сгинули просто эти медиваки. ГГ. 1-0, ребята. Вторую карту я сейчас создам. Чё у нас? Протосед 1-2-3 будут, что ли? Не перебор ли это, ребятки? Иствочь у нас. Сейчас, погодите, схватку. Иствочь. Так, ледяные логовые пыльные. Где у нас? Вот он. Я чуть не вижу. Так, а где дух? Доктор Гонзот был здесь. А, он здесь. Поехали. Так, поехали. Ладно, что-то Рева там заблудился. Надо побыстрее быть ему. Он, наверное, куда-то отошел, может быть, не знаю. Ну что, не разим 1-0. Ну все, у нее неожиданностей много. Вертус Флаева играл. Ревчик Кассу убил в нижней сетке, наоборот. Одного из хаворитов нижней сетки. Вот вам так и получилось. Так, реклама пилю, помните, про Адлоки. А прямо подписывайтесь, меня и мой канал поддерживайте. А, Лева уже что-то в Арди Викторе смотрит. Там, наверное, зердлых нет просто на этом турике. Он решил там стримить, короче. Браток нам шара 1-0 ведет. Ничего себе браток дает. Там еще и Нидус далее пошел. Очень интересно. Лева слился отсюда. С Турика с этого. С нашего. О, контрол, кстати, ждет братка нам шаран. Там первый тур совершенно. Так, пару шоколадных клеток чуть съел. Так, квадратиков. Может, полегче будет. Но это не точно. Так, восточный дозор. Пилон гейдоснег с кибернетчика у Неразима. Заказан сталкер первым юнитом. Вот. Так, и в роботикс. А здесь что у нас? Опа. А здесь что-то прямо элегантное. Прокси Факта. Видимо, здесь будут заказаны минки из Старпорт. И это будет друг минок на мейнк. Протсу к Неразиму от Люцифера. Сейчас мы увидим, что это на самом деле будет. Впереди нас ждет еще финал. Босси Эмилигантный. Пвп Вердос Хеллрейзер. Хоть и Пвп, но... Никогда я не видел, чтобы эти игроки друг с другом встречались где-то на турнирах. Поэтому будет посмотреть. Надо обязательно все это делать. Практически это за звание топ-1 СНГ просто будет игра. Есть кэш Стрэндж, но он не участвовал в турнике. По какой причине, я не знаю. Вот. Но... Но все нормально, короче, ребят, будет. Несмотря на то, что Стрэндж не участвовал. Было несколько игроков, которые не участвовали. Так. Мультиплеер, да. Сейчас надо отыграть 10 игр. Старкрафт в топ-2. И мультиплеер будет доступен для всех. По-моему, раньше, да? Там что-то 10 надо было без рейтинга сыграть. Только потом рейтинг доступен был. Короче, да. Имеет резон Старкрафт поставить и погеймить. Так. Три гейта, ребята, готовы. Надо открывать их. Роба Бэйда делается, кстати. То есть это три гейта в робов колоссов у нас от Люцифера. Ой, от Неразим, простите. От Люцифера дробь мины. Кстати, сейчас 4 прям будут залетать минки. Вот они, кстати, выдвигаются на мейн. Али Малеги точно записи не будет. Я уже давно об этом сказал всем. Везде, короче, копаются минки у Неразима. 10 пробок выбивает в итоге. Оп, и минус Сталкера. Еще одна пробка. Слушайте, ну это больно. Это было больно. Будет ли еще один такой урыв? Думаю, да. Стрэндж сливает Хэлл. Ну, я говорю, его здесь просто не было. Ну, это топ-3 пробксов СНГ. Сейчас Хэллрейзер, Овердос и Стрэндж получается. Еще, конечно, другие игроки. Ну, Неразим, только послабее, наверное, будут сейчас. Так, здесь уже не улететь никуда. Медивак, что ты делаешь-то, е-моё? Что делает-то вообще такое непонятное для меня лично Люцифер? Надо дублировать Старпорт дома просто. И медиваки строить. И можно будет-то выход делать сейчас на Стим потом. По лимиту в плюсе. Еще и не конец Хараса при этом всем. То есть сейчас можно залететь тремя минками. Еще и Либератором с какой-нибудь стороны ворваться можно. Я б Либератором облетел бы на вторую хитренько. Так, чик-чик-чик и черешит вот сюда на краешек. И оба разложил, пока минками здесь летают. Неразим, Харасик. Одна минка упала. Две пробки. Вторая забирать. На второй базе тоже начинается закопочка. Неразим катать. Вынужден пробок активно. И туда, и сюда. Минки что-то закапывают. Ну ничего, они закапывают, закапывают, чтобы максимум времени протянуть здесь. И бомбануть получше. А что же Либератор? Здесь еще четыре мины. Надо, значит, еще делать один заход медиваком. И где он вообще? Он есть живой-то? Да, вот он облетает назад. Так, здесь плюс атака. Бью все больше и больше. Уже пять бараков здесь начинает качать. Надо просто местами поменяться, да, и наконец-то лететь туда. Здесь видят Неразим, что здесь какая-то хрень происходит. Летает, что-то постоянно все местами меняется. Так, здесь два колосса рядом с мэном. Сталкеры сюда пошли. Блинка-то еще нет. То есть тут можно нормально все делать. Бью выдвигается. Я говорю, надо, чтобы перестраховываться в этой ситуации, надо делать что? Надо делать этот, как его. Так, минус обс. Залетает четыре минки. На мой, куда там полетел-то Неразим? А что боялся-то под колоссов? Ну, колоссы, да, по минкам с бонусом бьет, но четыре-то уж точно закопается какая-то из них. Что летает, хер его знает. У нас Неразим. Сталкеры, кстати, отсюда могут и не выйти, между прочим. Ну, тут же здесь, смотрите, еще их встречают. Здесь Биу их встречают. Медивак отдан. Что за бред вообще? Пытается... А, телепорт, короче, Неразим делает. Чуть странно. Не стал Люцифер, короче, его... Пытается сталкеров убить вообще. Ну, третий Некст с отменой. Тут третьего Некст. Так, колосс пытается уступить. Надо встретить их на ХГ и здесь бомбануть. Улетают медиваки от сталкеров сейчас. Прирост сюда идет и идет. Минус 3.85 по лимиту. Ну, сталкеры вниз уже блинкаются. Есть один-единственный здесь... Викинг. Ну и на пилон. Да, Варзилотов идет. Слушайте, не может пробить Неразим пока что Люцифера, но... У ВВ у нас с ним поход медиваки убиваются. Как же сталкеры, конечно, новые медиваков шатают жестко. Но... Тут надо самому Тирану контролить. Отступил. В итоге Люцифер дома, кстати, не запилил. Старпорт ошибка. Зато третью ЦЦеху запилил. Неразим справился. У Неразима 1-1. Вторая атака на половине уже. С одной форжи Грэйды лепит. Почему-то вторая не работает. Правда, завтыкал. Наверное, не хватило реза в какой-то момент. И что он боится выбить вот это все дело-то? Надо идти, убить уже и продакшена не будет. Просто медивака по Тирану. Ну, а второй Старпорт всегда у Тирана. Если такую фигню у вас получается, минками нахарать всегда. Надо не лениться. Второй Старпорт дома поставить. И тогда просто... И здесь может остаться продакшен. И там продублирован будет. То есть при необходимости можно будет по 4 просто медивака строить. А так стабильно хоть на мейне что-то будет, в общем. Все, Старпорт улетел, а факта упала. Здесь вторая атака делается, кстати. И вторая броня. Атака все доделается. Надо третью заказывать. Ну, тут Каоса предпочел не разим заказывать. Кстати, газ, смотрите, какой косяк. Два... Две пробки здесь, одна на... Одна там. И здесь две пробки. Е-мое-мое-мое-мое. Блин, просто... Просто... Просто три здесь, а на четыре пробки на газа не направлюсь. Поэтому по газу проседание постоянно идет. Зато на третий, блин, направил. Ну, хоть Грейды делает, то хорошо, не разим. У Люцифера 2-2-5. Что-то броня раньше атаки заказалась. Непонятно почему. Либератор прилетел, начинает вторую базу бомбить. Четыре пробки минус. Здесь идет вперед не разим. Что-то шатает он на Люциферу, в армию его всю. Зилки и два колосса, и сталкеры сзади. Ну, решил не лезть до конца. Потому что здесь прирост стоит, надо отступить, подумал он. Ну, а здесь забегание и крайне неприятное, я бы сказал. Вот такое забегание. Сталкеры будут захокущены здесь, но зилки разберутся. Зилки разберутся. Ну, один из пробок не досчитался. Но это не критично в данной ситуации. Хотя по рабочим даже меньше, чем у тирана сейчас было. Так, плюс СН3. Все, второй броник 2-2 уже у Неразима из двух фаржей доделан. Смотрите-ка, обнаглел, тут подумал Неразима сейчас с Люциферой. Делает медиваки прямо отсюда. Ну, и дома тоже производится. Точнее, медиваки он для Берков хотел, конечно, делать, но... Так, погодите, ребята. Сейчас. Немножечко отвлекает. Не буду сейчас переписываться. Потом напишу просто. Так, ну что-то на бустах летает. Куда-сюда у нас Люцифер разгрузил медиваки свои два. Выход идет жирный такой прям выход по центру. 170 на 170 по лимиту, грубо говоря. Здесь у нас ситуация. На золото! Ну как? Вот куда он бежит? Объясните мне. Куда бежит Неразим? Ой, простите. Люцифер Неразим. Он здесь пробок уводит после тыл. Пробивает камни. Ну, тут зачем-то гоняется Люцифер. Непонятно, зачем-то. Так, у колосса будет разгрузка. Так, ну, улетел. В итоге камни так и не пробил. Здесь сталкеров отловил, убил. Слушайте, просто просел по лимиту. Здесь у нас Неразимчик-то. Золото просрал. Надо Нексус восстановить. Можно дистанц майнингом, вообще. Так. Сним камни сейчас. Слушайте, ну. Тут тоже тока, что тирана было больше, уже ровно. Где-то уже напротирал, по ходу дела. Люцифер здесь лимита. Вот Билл на вторую забегает. Пока бежал на муви пробки. Просто уехали. Зато 9 часов забрал Нексус. Надо отступить как-то. Здесь Нексус только хочет забрать. Нет, здесь точно не забирать не успеет никак. Надо колоссов развернуть и прикрыть. Какой-то гигантский дроп летит. Главное, туда-сюда походил. Можно было на муви то же самое все сделать, на самом деле, для Люциферов. А он ходит тут своим дропом большим этим просто. Не понятно, зачем. Ой, камни, кстати. Ничего себе, смотрите. Камна назад, блин, кануться к своим. Есть блин? Давно блин был, кстати. Чего ждал хеллрайзер? Чего не все хеллрайзеры-то? Неразимкой давно ждал. Минус медиевакрас. Начинается провал какой-то очередной. Потерял все медиеваки. Ну, вроде все нормально, смотрите, у Люцифера. Здесь база четвертая, правда, не грейженая. Здесь база пятая, золотая вообще. Значит, пять баз. Неразим здесь вообще бичует, реально. То есть у него экономики нет, золото поставлено, но добычи нет никакой. Зато с одной форжи 3-3 сделал. И уже идет агрессивно. На 20 боевого у него просто больше. Сейчас минус золота будет, или он прям в лоб хочет? Он прям в лоб хочет зайти. Будет заходить? Не, не будет. Она золото. Ходит, вот Неразим дает. Ходит мимо всего. Золото не заметил. Ничего не заметил. А не, вторая форжи. Кстати, это какая с одной форжи? Две форжиши у него я гоню. Вторая форжа, он сейчас просто в одной втыкает постоянно. И то, что гриды сместились. В итоге они постоянно не одновременно доделываются. Так. Ну и что, Неразим будет что-то делать? Золото есть, кстати. Вообще не добывает ничего. Почему? Без понятия. Так, на центре тут ангелы. На центре ходит, пытается позицию нормальную для атаки занять. Золото не видел. Ничего не видел. Десять либераторов с стрэнжом, между прочим. Но у тирана ошибка очевидная. То, что он сейчас просто... Так, пошла атака. Хорошие, кстати, игре и эмпэки зашли от Люцифера. Слушайте, Неразим сливается здесь к вам. Просто. Так, минус центре. А, и Люцифер достойно дерется здесь. Ну, кроме вот этой атаки кучей просто. Потому что кучей все и слилось в итоге. Так, тут на грани, ребят. Тирана больше по боевому. И я боюсь, что у либераторов ранжовых не пробить Неразиму. Вот это я просто не пойму, что такое. Нафиг он здесь Нексус восстанавливал, чтобы вообще его не добывать золотой. Добывает другие все, но только не золотой. Вот отсюда половину сразу туда надо перевести рабочих было. Люцифер выдержал. Еще бы он грейды бы делал, бы 3-3, бы на либераторов. Был бы молодцом. Грейды пока вообще он не делает никакие. У тебя ПМ большой под 300 у всех. Так, 135-152. Неразим еще здесь можно сделать шторм, дабы еще организовать на золоте, как бы и доварпить боевого лимита и выиграть еще спокойно. Так, колосс что-то на муе ходит. Два вообще штурмяка вынуждены слиться в архону, потому что иначе погибли бы. На мэне сталкера сделки. И колосс, что-то колоссы ходят, тупят. Там выход идет, потому что вот что они тупят, ходят. Здесь с дилатами отбился в итоге. Неразим. Штормовичков надо взять, кстати, и выход встретить. Либераторы прилетают, смотрите-ка. Где колоссы-то, где шторм? Где-то все вдали. Грейды, кстати, 3-3-1 еще просто. Тут очень важный момент, абсолютно. Абсолютно важный, я бы сказал, момент. Надо штормить. О, хороший шторм на био, на либератора. Так, золото пытается шатать, золото не зашатать. Знаете, что неразим боится драться? Четыре колосса-сталкера ресурсов дофига. Варп есть, грейды лучше. Иди просто делись, либераторов убивай. Что он тут боится? Три юнита бегает. Вообще, такой лимит, он боится вот этих нескольких мародеров и трех либераторов. Ну что за тупеж? Конечно, давно надо уже Блинкунсу вот так вот было избить все нафиг. Минус викинги, минус либераторы, минус выход. Три-три, наконец-то Люцифер заказывает, но пока это три-три делается, уже вариант проиграть. Потому что у тарака здесь ресурсов, вот еще бы ни рази, мне шесть гейтов имело штук десять, бы вообще было бы хорошо. У него просто не хватает гейтов, чтобы ресурсов тратить сейчас все. Так, на золоте либер прилетел. Забомбил рабочих несколько штук сейчас. Ну три сталкера доварпились и нормально все так. Либератор в квадрикон летит-то. А, 52-м ячков хотел забрать. Неразим, какой-то мимо пошел вообще. Ооо, такое дропа забегание идет. Илон минус, зелков вар сбит. Опять, короче, тупеж попер. Надо, чтобы сюда послать что-то, дальше послать, чтобы дропы словить. Лимиты почти одинаковые. Так, не хочет тренер-1 больше шерсти гейтов добавить. Это очень странно вообще. Обозлились что-то штурмовики на вас. Слушайте, они так ее распакуют, е-мою, скоро. Зачем ты их пытаешься убить? Они же базу свою бьют. Его дает. Ну, точку красную заметил. Неразим в итоге увелся. Красавец его сталкера сейчас наказал вместо медивака. Слишком быстро кнопки, по-моему, неразим жмет. Слишком быстро. Ему надо успокоиться немного. Так, здесь гасты. Прям пачка хорошая такая. Либерки с рейнджом. Медиваки есть 4 штуки. Не так уж много. Но микс страшный у тирана, конечно. Со второй базы перелетело. Там все здесь золото мулами. Ну, много раз я объяснял, что невыгодно очень золото мулами добывать. Почему? Потому что они столько же с обычной добывают. Лучше их сюда кидать, а на золото больше ксм кинуть. Но в данной игре это уже мелочь, потому что все затянулось. Где-то надо просто добывать и все. Но в идеале... В идеале надо, да, на золото рабочих, на другие базы мулы стараться выкидывать. Так, прям какая-то затянувшаяся игра. Так, что-то опять тут, короче, у Люцифера какая-то хрень. Туда-сюда бегает, сливается. Просто нелепых-то. Ну, хоть Нексус на дальний заберет 100%. Нексус забирает, здесь ТП шнулся в итоге. Домой у нас Протс, но базы-то потеряны. Что-то везде опять Люциферно сливался. Тут уже выход надо делать какой-то основной, а его просто нет в этого выхода. И в итоге везде опять сливает Протс тираном. Кстати, 3-3-2 сейчас будет, вторые поля подъедут. Ну, конечно, пофиг Гастам на поля. Здесь опять забегание продолжается. Гастам пофиг на поля, но все не заэмпешишь. Я уже говорил, что все тяжело. Прям вообще все заэмпешить в игре. Здесь на карте. Опять здесь просто 3 сенсорки каких-то. Бегает сейчас Неразим туда-сюда. Хочет найти веземое место. Здесь уже обычная база. Опять золото восстановил. Опять какое-то злополучное золото. Казалось бы, золото добывай же ты его, друг. Но нет. Золото вообще не добывай, блин. Здесь что-то Неразим приходит. Именно в лоб драться тоже продавить не может. Гейтов как было? Нет. Было 6, стало 9. Это уже значительно лучше. Так, здесь Либератор. У нас как-то надо выбить его. Вот сюда подойти. Но Неразим законтролился в другом направлении, насколько я вижу. Кстати, колоссы простреливать. С ТВ могут здесь путь. Ой, хорошо, как прилетело. Вы посмотрите-то. Ой-ой-ой-ой. Какие все минус 3 брони у них просто. 4 минус 3? Годите. То есть они любую броню минус 3? А, 4 минус 3 это единица, да, получается, остается? Или там минус 3 вообще минус 3 установится? Отрицательная минута. Интересно, скорее всего, нет. Так, тут Неразим зашел. Лимита его меньше, кстати, чем оппоненты его. Но тут такая провальная позиция для тирана. Это же просто жесть какая-то. Нас зайти на мейн, вынести продакшн весь на мейне. И просто ТП домой потом сделать. Здесь Зилы-то в довар пойдут, кстати, жесткие. Надо выйти. Зилками зачирикать все это дело. Они прыгают вперед, даже под батарейкой первые прыгнули. Слушайте, ну в итоге сейчас все без продакшна. Останется у нас Люцифер. Для него это может быть гиганчиком. Штормы хорошие в рампу пошли. Если Либераторов сейчас убьет, вообще жесть будет. Либераторов, какие штормы? От Неразима лимита больше стало. Продакшн падает, ребята. Так, не надо сталками только влезать. Падают бараки. А, падает СЦеха. Можно армора убить с плюс 2 воздухом. Там где по 9 сталкеров, где-то дома варпается. Кажется, Неразим воевал, воевал. И перевернул в итоге ситуацию этой игры. Да, плюс 2 сбривается. Не будет у Либераторов дэмэдж 85. А будет 80, останется. Что опять замовят, а они идут вперед. Все-таки сбил дамаженного этого Либерка. И ушел. А надо домой ТП сделать просто. И все будет нормально. Тут Гост один единственный. У него энергия сейчас кончится. И с ним разберутся эти сталкеры. Да, вот он. Бедняга. Задание провалено. Миссия провалена. Ну, в тылу Неразим тут гонят. Слушайте, ну это победа. Тут как бы есть ресурсы. Здесь есть добыча 3 базы. И надо просто так. ТП шнулся домой Неразим. Куда? Вот на вторую ТП шнулся. Ну, кажется, будет выход сейчас от Неразима какой-то. Куда он будет? Куда-то сюда он будет. Так. Ну, ГГ пишет, ребят, Люцифер. То есть Неразим пришел шатать, но Люцифер понял, что ничего не сделать уже здесь. Нужна нам третья карта. Вот так. Ну, Греб. Ну, Г, Г. Ну, Г, Г. Ну, Г. Ну, ГР. Ну, Г, Г. Ну, Г. Так, домой бы мне позвонить бы надо, наверное. Так, что за завод? А, вот кислотный завод есть только лишь здесь. Так, ну такой я бы сказал. Матч за третье более такой напряженный, чем в полуфинале были. Финал, я думаю, тоже будет напряженный, скорее всего. Так, Люцифер чуть не заходит. Ребят, рекламу пилю 27 минут не пилил. Помните про адблоки. Кому нравятся мои стримы, обязательно поддерживайте меня и мой канал. Поддерживайте данный турнир. Его в сетке можно найти там, чтобы призово увеличился. Ну, сейчас так пассивно стало, в конце дня, конечно, уже люди как-то не слишком активны, но нас еще впереди финал ждет. Что Люцифер отклоняет там все? Опа! Зерг 120 в честь 120 рабов пилят. Спасибо, Зергу. Зергу чуть сегодня гудгейм не работал. Ну, походу, у него только Ютуб работает, короче. Поехали. Третья игра. Но, правда, несмотря на то, что более напряженный этот матч, он может закончиться тоже в сухую со счетом 3-0 в пользу. Неразима уже 2-0 ведет. Люцифер, конечно, сопротивляется. Бьется как может, но что-то пока не заходит. Субтитры делал DimaTorzok. Понимаете... Большое. Большое. Субтитры делал DimaTorzok. Диму. Так, 2-0, ребят, кислотный завод Карта следующая называется И посмотрите, что здесь уже пошло Тут какие-то эти Проксики полетели Как я посмотрю Ребят, и помните же Завтра в 11.00 у нас GSL будет Перенесли Турик, ну раннее более время Он будет проходить, соответственно Я посмотрю, во сколько кончится этот тур Не знаю, домой идти Или здесь может как бы спать ложиться Не знаю Перед GSL еще 11 Не самое раннее время То есть лучше может пойти Выспаться нормально Не, ну что-то Слил на шоколадку Начал живот бурглить, блин Это странно вообще Это все Под вечер Так, ну что же Прокси Старгейт Неразимо Люцифер видит, что Что-то здесь на карте В проксе И печально все Продолжение следует... Не разимка, просто царь Вот он, пилон, ребята, строится А вот он буст кинут В саплай блок, короче Улетели навсегда Сейчас просто нужно спеть Плюс две батарейки Это грелка пуш очевидной Ну, ребята, такие пуши не работают Какой-то у тебя саплай блок на 15 секунд На такой стадии происходит Здесь ключевой вообще задача Ключевая задача просто Это не допустить ни в коем случае Никаких саплай блоков вообще Это в первую очередь Что нужно здесь сделать Грелка сейчас будет готова Надо в робку еще одну уводить Здесь три батарейки есть Но надо больше батарей Батареек Кто-то куда-то циклон тут вышел Ёпросто Сейчас минус пилон Если будет, то вообще беда Смотрите, режут делки Выполняет батарейка Пилон, смотрите Одну батарейку потратил Но зато отдал тут, смотрите Это три маленьких Какой вообще Суп в нем ел Но это давно было Да просто я апельсин съел С шоколадкой на месте Не надо было это все делать Так Слушайте, на разогреве Грелка Неплохо Она летает на прыгать Почему неразим не выводит Еще хоть одного рабочего Вперед Ёма, грелка заходит Но нужно уходить Там чинится циклон Обратите монет Нужно отступить Ой, какие отдачи Вообще от Люцифера Просто контроль циклонов На грелке не сливая Все в порядке будет Где вторая грелка Фиг его знает Вообще Скука она А что он второй Где она была Почему она не добавляется Где бункер у тирана Я вообще не понимаю В этой игре ничего Вообще Ни от одного Ни от другого Вообще абсолютно В итоге грелка Сейчас еще на викингах Давайте сольется Она сольется на викингах Но правда Три сталкера Давят уже здесь Давление такое Серьезное Идет Но Так Еще одна грелка Сейчас прилетит Пропу так и не вывел Грелки не по кдшечке Строились Это могу сказать Я вам как факт Здесь То что они не по кдшечке Строились Иначе бы их было Намного больше уже Еще два викинга Заказано Марик падает Циклон еле живой Надо проходить Внутрь циклона Не подрезать Вычинка идет Стабильная здесь Да да похи надо забирать Конечно Соплай блок у тирана Будет Сзади грелка И я сейчас хочу вам сказать Что если таких пушек Где разогрев грелком И надо врубать То только при выбивании Чтоб да похи Вот эти скра Быстро Потому что она Сверхмедленно Внутрь если залетел Не надо врубать Ни в коем случае Разогрев Либо вот као живой До конца Такой пошел Да вот Сейчас Ну что выкид Так Отвеча Отводится грелка Под вычинку Под батарею Получается счетов Сталкеры еле живые Ой точнее Викинги еле живые Надо чинить их ГГ Люцифер пишет 3-0 Ребят Что-то у нас прям Однокалиточные Везде матчи Ща вот подчеркиваю Не устал Поддержал ваш канал На 51 рубль И сообщает Самому авторитетному Стримеру На семке Спасибо Братюнь Ни Ром746 Поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Привет Дарова Ром Дарова пацаны Скаут Ем только Если Кабачковые Могу семечки Покушать Другине Сейчас пару минут Перерыв Так Ребят Сейчас я домой Быстренько наберу И продолжим Спасибо всем За поддержку Ребят Скаут Устал Всем 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 Кстати телест Я забыл Добавить Сейчас Позвоню Домой И вам вернусь Добавить Добавить Так Все Я здесь Ребят Так Спасибо Фургэгэти За призовую Пацанам Хотели бы опять Сыграть Но я думаю Еще А часочек Есть Вот Поехали Короче Ребят Просто Я думаю Что может Что-то пополнить Призовую Еще И смысл Там Раньше Стартовать Спасибо Форерти Большое Полтора рубля Вообще Ништяк Зашло Почти Одиннадцать Первое место Почти Пять Пятьсот Второе Короче Увеличились Призы Неразим Три Двести Получаю Да Даже Он Еще Пока Не Фиксирован Люцифер Тоже Получит Точно Сетка Турнерей Но не Забывайте Меня и Мой Канал Обязательно Поддерживайте До Четырех Побед У нас Сейчас Матч Будет Короче Говоря Люцифер Против Вердосни Вот И Это Будет Очень Интересно Ой Люцифер Извиняйте Хеллрейзер Против Вердосни Против Вердоса Вот Никто Я вообще Такой Но Ну Вот Так Вот Получилось Ребят И Почему Б И Нет В общем Смотрим Ребят Тиранчик Вылетел Все Осталось Только Просто Блайз Сегодня Подвел Немножечко Проиграл Касс Отдался Ревчику В своей Части Сетки Ревчик Нормально Там Выступил Прошел Далеко Но Люциферу Как раз Отлетел В матче В четверть Финале Получается Так Людей Чуть Уменьше Спасибо Ром Спасибо Еще раз Ребят За поддержку Всем Вот Реквизиты Везде У вас Есть Плеер ГГ Работает У кого Плохо Все Идет Врублен Ютуб И врублено Все Везде Вокруг Там Поэтому Это Все Нормально Редактор 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 Ну что, Хеллрейзер, Вирдос Давайте все-таки я игру прокомментирую Я, честно говоря, не знаю Вирдос жаловался, что Блай Выиграл много баксов за две недели Последних 10 тысяч примерно И вот тут хочет еще забрать рублики Но в итоге сам Блай выбил А говорит, а мне на трусы не хватает Ну уже теперь на трусы хватит И на штаны даже, я думаю Вот Ну а так, может те, кто желтые-то у нас есть, пацаны Мне просто никак Запилите голосование А, там только Юра желтый, он, наверное, не на месте Короче, некому голосовалку запилить Ну в чатике обсуждайте, кто за кого болеет, ребят Вирдос Хеллрезер, никак их матчи я особо не видел Наверняка они друг с другом на ладре встречались Ну вот сейчас мы и выясним, кто из них сильнее ПВП играет Первая карта, соответственно, неоновая площадь Ну вот Голосовалку Ну сейчас, ладно, запилю, погодите Так Ну что, твои зонды напали Следи за ними Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Голосуем Четыре варианта Как обычно, ребят, Вирдос встречает Адепта принимает Тут все, голосовалку запилил Старгейт в робо Вирдос играет Без Нексуса, не спешит Вообще, Нексус пока ставить Робо скоро будет готово Будет заказу Нопса Посмотрите, здесь что делает Хеллрезер вообще Он ставит прокси Дарков Причем Вирдос где-то рядом тут ездит Их не обнаруживает пока Пошел этот Вайлайт так же Так, еще Дарков спалит сейчас Вирдос Кстати, не знаю Не, пока не палит Ну, оп, сейчас выйдет через несколько секунд Вот Дарк приходит Начинает сталкера пилить Сразу же Апсервер бустит Вирдос Ну, надо второго закатили Или Иммортала в итоге Иммортала заказывает Там, блин Ну, вот Нексус, кстати, у Хеллрайзера Раньше намного Минус-то и проф Ну, Вирдос элегантно Фениксами тем не менее Летает, шатает вообще Вирдос в трусы всех порвет Так, может, ему-то призовые не выплачивать нафиг А то, ну, как бы, получится, что Получится, что Вирдос в трусы у него будет И тащить перестанет А так пусть тащит всех тогда Пошлем в Корею Вот там все дела Так, Апсервер летит Смотрите, кто здесь стоит Опа, Вирдос замещается Феникс и реагирует Минус братан Даркан вообще Так, 61 на 59 Плин, 63 Здесь у нас Блинк готов Сейчас Чарль пойдет Добой 7 у нас будет Финал Здесь, кстати, Архончик на мэне у Хеллрайзера Висит, точнее, стоит И он ждет именно Феникса Хараса Но Фениксом, кстати, Архон не так устрашен Почему? Рейндж у него маленький Они могут мимо пролететь, убить, как бы, поднять И бонусов у Архона нет по Фениксам То есть они у Архона будут побил юнитом Прикольно всегда, я смотрю, между этими хреновинами так ходят Чик-чик-чик-чик-чик Продвигаются Так, две пробки еще минус Ух ты, я же говорю, сейчас Фениксы прилетят Начнет с Хараса опять Здесь 2 МА, здесь Чарль Здесь также Даршайн, кстати, пошел Ничего себе Вирдос дает А тут Руба есть? Да, есть Руба И ОПС есть у Хеллрайзера Так, ребят Ну я пацанов уговорил Бо-7 играть Поэтому с вас поддержка турнира и поддержка всего Должна быть Мы посмотрим побольше игр Я думаю, будет прикольно Какие-то необычные билды Можно у Бо-7 увидеть Чарль, Овердос почти готов Фениксы вот полетели Два полетели Трусами призовые Ну, кстати, Вирдосу, как бы Ну, он же на Гудгейме забанен давно Как бы, ну, то есть Наверное, придется ему мне Ну, там, задонатить на канал А я ему что-то выведу Потом, не знаю, в конце месяца Ко мне пришлют Ко-нибудь там ему переведу Минус процентный перевод Вот эти каевые Другого варианта Здесь, походу, нет Можно взять деньги Эти, да Гордосу, Крусову взять А что, Пскове Это не Москве Здесь можно По 20 рублей Там наврать Так, слушайте, Хейлрайзер в тылу Тут эмуф отстреливают Но они раздают Направо и налево Неплохо это получается Гайта двухбазовый выход У Хейлрайзера третий Уже база У Хейлрайзера плюс два делается И вот какой у него юнит Под названием дестабилизатор Здесь есть Чрезвычайно опасный И если вердос Как-то его сейчас Не вконтрит Этого дестабилизатора Ему будет крайне сложно Давить здесь Вообще нереально сложно Сталкеры, кстати, ТТП Домой сделали Вот я вам должен сказать Боевого лимита вердоса больше Так, и архонов Все больше-больше становится Будет он ждать еще Так, или пойдет вперед Заходит Так, заходит вердос Я что-то не выезжу Выстрелов дестабилизаторов Почему-то Почему-то куда-то делись Сейчас только что Так Не почему-то Фениксы слились Они сбиты были Ребят, это 1-0 Хейлрайзер Это 1-0 Хейлрайзер Это минус вердос ГГ Слушайте, ну у Хейлрайзера Неплохое Пвп, значит Все в парень Артемову Спасибо за премиум Подписан Чис Мирдос там посмотрит Игорь Негода Игорь Негода Так, ну ждем хост, что-то пока хоста не видно. Наверное, там репку просто смотрят по ходу. Такс. Так, вердос Блэкпинг заказал. Все, мы ждем старт. Мердос Грейт Гоу, Хэлл Рейзера пока не видно. Где он там вообще находится? Все, поехали. Стартуем, ребят. Поехали. Так, ну что, 4GG был последний, кто турит, поддержал. Спасибо ему большое. Фух, что-то долго все тут происходит. Конечно, ну а что делать-то? Призовой больше двадцатки собрался. Очень крутой призовой. Поэтому все долго и проходит. Так. Ура. Так, ну что, Блэйк Пин, карта, ребят, хеллрейзер, вердос, два гейта там, два гейта здесь ставятся таким образом, что, кстати, вердос сам учил, что надо гейты ставить так, чтобы, блин, здесь оставался проход для архона, а сам здесь все заблочил. Ну, видимо, первая пилонка его поставила, гейт, она вот здесь была его ставить и гейт смещать вот сюда, так как у хеллрейзера делается, а вердоса не так, в общем. Так, сверху прокси пилон, ребят, ну это, кстати, безразведывательный вердос. Опасность здесь происходит. Опасность здесь происходит. Адепты в прокси старгейт, между прочим, играются. Здесь подбустил хеллрейзер адепту одного, чтобы он наравне с другим застроился. В итоге-то он даже обгонит вот этого, а на старгейте-то где бусты? То есть тут еще до 50 энергии копить и копить, то есть в итоге аракул будет без буста строиться. Может, два тогда имеет смысл скопить, я не знаю, или с одним там сидеть. Так, аракул, здесь сближаются адепты ближе друг к другу. Проверка прокси. Опа, нашел вердоса старгейт, ничего себе. Интересно, элегантно, прям я бы сказал. Сталкер один есть, еще два строится. Смотри, а на мэне батареечку сразу вердос ставят. Адепты, кстати, залетают. Будет пилон здесь? Не, пилон не ставят вердосу, смотрите-ка. Пробки выдвигаются вперед. Надо фил ставить, чтобы дальше не прошли адепты-то, чертова. Три пробки насливал, четвердосу. Сейчас еще просрет одну. Но это все на сегодня, нет? Пять, юм, пять на адептов только. Что творит, а? А ведь еще даже в Оракул не прилетел. Вот он первый, правда, летит только вперед. Зато не Эксус есть, то есть можно обогнать по рабочим. Но пять на адептах сливать, тем более, как здесь пробку держал. Их вроде ждал, но это нелепая, наверное, на самом деле ситуация. Оракул, ой, это Сентрюк. Я на месте вердосу прямо под батарейкой бы остался, чтобы его не фокуснули, это Сентрюк. Оракулу сейчас два скоро будет, и будет попытка, естественно, рабочих еще захарасить. Очевидная. Литы еще не открыты, поэтому больно будет сейчас вердосу. Может быть. Так, здесь пробки... Да эти, куда они деваются пробки? Вердос их отменяют, что ли? В итоге Хеллрайзер с одной базы будет рабочих больше, чем вердоса. Ведь в общем проблема тут заключается важная. И еще вердос строит призму. Зачем ему в этой ситуации призму? Я понятия не имею. Почему? Потому что вообще, как он выход собирается сделать, я даже не знаю. То есть, здесь постоянные ревелэйшны. Еще и оракулы летают. Часть-то юнитов надо дома оставлять. Причем немалую, чтобы двух оракулов разобрать здесь. Пилон спереди. А, все ясно. Ключ здесь на пилон будет выход. Там даже не стал вердосу, кстати, добавлять призму. В итоге отменил ее. Три сталкера делаются. Но там как только Хеллрайзер закажет парочку этих... Парочку... Не парочку, иммортал закажет. Здесь построят и все. Вердосу будет не продавить. А, призму... Я прошу прощения, вердос никакую призму не отменял вообще. Вердос выход делает сейчас. Призма будет готова. Надо брать сталкеров, нам всеми вперед ломится сейчас. Пошла атака. Вердос идет тремя в четыре. Е-мое, он так ломится-то, я чуть не понял. Вердосец приходит. Очень активно приходит. Очень активно начинает. Надо контролить на призму. Очень четко сейчас, чтобы продавливать. Но нужно фокусить сталкеров. Может, вердосу начинать-то, а не на муви драться тут с пробками. Гварден врублен. Пробочки еле живые. Так. Будет доварка еще сталкеров. Слушайте, элегантнейший пуш такой получается. Я бы его назвал так. Оракулы возвращаются домой. Филды против рампы. Оракулы падают оба. Сталкеры в рампе здесь отдаются. Выходит иммортал. Но иммортал здесь не подрешает, судя по всему. Можно доварпить. Потому что здесь пару сентрей вообще. Пару адептов доварпить, которые затанчат просто против има. Авердос варпит пару зилотов. Кстати, ну по лимиту. В плюсе вердос по абсолютному. Слушайте, похоже, что здесь хиллрейзеру будет крайне сложно. Нет, Сусой задефить. Хотя, с другой стороны, как блинк будет, будет проще. Вот сейчас что надо вердосу? Как только он здесь пуш закончит, ему надо... Опа! Попытался има забрать, не забрал. Ну и призму отдал. Ёпанес, это здесь просто провал какой-то с пилд поставлен. Сейчас будет... Не, блинка пока нет. Надо уходить сразу, только Нексус упадет. Уйти, забрать вот здесь пилончик, чтобы больше оракулов вообще не было здесь никаких. А хиллрейзер, кстати, делает, между прочим, призму сейчас. То есть он собирается атаковать. Это очевидно. У него и блинк, и призма, и иммортал здесь есть. Вот вердос купят сейчас. Почему? Потому что ему нужно не обсервера делать, а иммортал ему нужно делать в первую очередь. Сейчас у него еще при этом все, он сапплай блок будет, он просто не сможет иммортал физически заказать. Так как у него нет лимита просто на него. Зато батарейка есть и с Н3 здесь. Ну, ё-моё. А вот отменил что-то вердос. Пробку отменил и ма заказал, по-моему. Да, пробочка, похоже, отменена была. Тилона 2 строится. Все, сапплай блок сейчас кончится. Ну, ткал рейзер бы, кстати... Ну, хотя один орахул, здесь батарейка есть. То есть, один орахул мало, на двух ресах просто нет для такого выхода. Опа, лифт на мейн. Лифт на мейн, ребятки. Видит вердос, куда там хеллрейзер идет. Ну, и не дает ему ничего сделать здесь на мейне. Здесь филдей снизу отобьется. Похоже, что это 1-1. Тут, как бы, уже ничего филлрейзеру не сделать будет, похоже. Он, конечно, будет делать что-то, но... Здесь крайне сложно будет уже чётко зайти наверх, например. Там на мейн. Снизу всё нормально. Здесь и блинк. Ну, правда, здесь у филлрейзера и блинк, и фризма. И он тут всё отконтроливает. Просто вниз уходит. Про вердос я не понял. У него технологий вообще нет. То есть он имморталов настроил. Где блинк? Агрессивный блинк хеллрейзер делал. Здесь нормально всё, вердос. Он, естественно, отобьётся. Фризма где-то сзади была, а имморталов не законтролил. Третью гарту ждём, ребят. 1-1. Подстроечка от вердоса. Чёткий выход на прокси пилон. Бля, как сделать, чтобы этот сраный чат не открывался? Этой игротеке чёртовой. Блин. Я даже не знаю, ребята. Вот это. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну что, рекламу пилю 30 минут, не пилил. Так что помните про Адлоки, на премиум подписывайтесь, отключайте все там. Поддерживайте меня мой канал, подустал я уже за сегодня, ребят. Ну, стрим идет достаточно давно. В 14.00 с Али Малиги начало было, а сейчас уже 11 часов. Все было без перерыва. Хотя, с другой стороны, еще это только 9 с небольшим часов. В последнее время гораздо больше стрима было. Так, ну что, счет равный. Ну и по первым двум играм я бы фаворита здесь не стал бы выделять. Конечно, Hellraiser старается макро перевести, то есть таким образом выиграть. Авердос больше как-то вот от билда играют у меня такое ощущение, то есть пытается именно подстроиться, прочитать оппонента своего. Вот у нас игра на карте Заттон. Как оно по-английски? А, Blackwater, по-моему. Backwater, Backwater. Вот. И... Вердос на 11, синенький Hellraiser на 5, красный, проц. Два гейта кибернатчика, два гейта кибернатчика и здесь. Причем, Вердос опять здесь делает так, что Архону будет не выйти. А Hellraiser тут правильная для ПВП-стенка, где пилон блочит, а Архон сможет пройти. Так, Вердос решил, что надо заблокировать пробку Hellraiser, что вы, кстати, смотрите-ка. Да нельзя отменять батарейку. Только зачем вниз юниты спускаются, понимаете, с ними? Так, сталкер готов. Ну, что Вердос делает, может, объяснить никто? Ну, отменил пилон. Ну, так убивай пробку тогда. Ой, не пилон, а эту батарейку отменил. Что-то тут с газа все снимается. Че? Ну, Вердос, ну и громотей просто. На муве все. Ходит рабочих, тыкнул там, что-то все отдал. Здесь два адепт, вперед идут Stargate с мейна. Не, Nexus у Hellraiser, но как-то выглядит, как уже проигрыш для Вердоса. Как-то эта карта провально просто началась, по-моему, с его стороны. Зато робо с мейном. Ну, и против Таргейта с робо будет тяжело. Биться с еще Hellraiser будет. Потом, ой, фениксов добавлять потом. Так вообще беда, считаешь-ка. Так, Nexus заказан. Ну, хотя до того, как что-то произошло, списывать со щитов того или иного игрока не стоит абсолютно. Но, и не в Сус позже, и против Оракула, как бы, защиты мало. И здесь Twilight, там, то есть, робо здесь по технологиям обгон будет серьезный. Вот не очень билт удачный получается Вердоса. А, и третий гейт. Слушайте, это то же самое, что в прошлой игре. Это вот это куш, Оракула дома будет держать с сталкерами Вердоса. Там в куш пойдет. Так, Оракула приедет. Здесь батарейка, шансов нет против батарейки что-то здесь задавить. Так, Оракул залет. Это адепты принимать. Стазисная ловушка. Ё-моё, заблокированы пробки. Вердос это все взад-вперед вводит. В итоге. Жесть какая-то. Гейт третий. Ой, Нексус третий есть. Гейт будет. Сейчас надо призмой вперед-то лететь уже. А тут второй Оракул от Хеллрейзера прилетает. Слушайте, с двумя Оракулами он собирается шатать к мейн Вердосу. А это проблема очень большая для Вердоса. Потому что здесь уже с одного удара пробки падать будут вообще-то. Бустят гейты все Вердосицы. Где, кстати, варп идет? На мейне один-единственный сталкер до варп происходит. Прилетела призма и Мортл. Нет ДПСа по сталкерам. Мало будет, мне кажется, у Вердоса. Но посмотрим, что в итоге выйдет из этого. Один сталкер на мейне. Один сталкер на второй. Нахрена вот этот сталкер стоит. Абсолютно мне непонятно. Кстати, у Хеллрейзера. Опять же поздняя роба. Очень поздняя роба получается. Так, Гвардин хороший. Гвардин свое зарешал. Кстати, вот он, кстати, Сентриав сидел в призме. Поэтому Гвардин здесь был. Вердос просто жесть, как давит сейчас. Смотрите, одним и тем же билдом второй раз приходит к Хеллрейзеру. Вердосы минусуют его. 10 плюс гейты открываются. На пилон сбивает. Смотрите, один пилон на этих двух гейтах. На других двух тоже один. Все лишь пилон. Отключен гейта. Гейта два на мейне. Пошли рабочие вперед. Нужно филдов пару заказать. Кстати, филдов Вердос не заказать. Над сталкерами фокусить. Именно Оракулов сейчас стараться. Что Вердос и делает. Оракулов фокусил. С мейна все пришло сейчас сюда. Те два сталкера, которые там недалеко были. Это победа, ребят. Это 2-1 Вердос. Ну что же. ДГ Хеллрейзер пишет. Что дальше у нас? Какая карта? Сейчас Хеллрейзер сам захостит. Ну, я думаю, третий раз Вердосу так не стоит играть. Он максимум из этого билда извлек. В БО-7 взять две карты, как бы. Ну что же. Вердос 2-1. Неожиданно. Ну, не сказал бы, что прям вообще неожиданно. Ну, для кого-то, видимо, да. Для кого-то, видимо, да. Да, Хеллрейзер. Карта. Прыгаю в игру. Прыгаю в игру. Продолжение следует... 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 Нефиг лезть тоже, на самом деле, к Хилл Рейзеру, насколько я вижу. Отходит он немножко назад. Гвардиан, шилд, есть. Где Гвардиан-то? Врубай ты, Гвардиан. Вердос не врубает. Гвардиан, призма минус. У там пилон есть. Да, Алис, смотрите. Здесь фокус иммортал делает Вердос. Слушайте, ну Хилл Рейзера... Ё-моё, из-под Гвардиана вышел. Я не понимаю, кто разваливается тут. Вердос побеждает, похоже. Да, Хилл Рейзера здесь. Сейчас право второй иммортал у того выйдет, у Хилл Рейзера, я имею в виду. Ну, этот фокусик еще Вердос здесь сотворил. И ма пытается зафокусить. Не зафокусит он ни хрена. Зафокусил, но сталкеров поддаст. В итоге заново канитель начинается. Вся эта Вердоса заказан иммортал там. Уходит на ХГ. Надо попытаться. Вон вниз можно уйти. Смотрите, нормально. Да-да-да, сталкер, блин. Что ты делаешь, Вердос? И не можешь кликнуть нормально вот в этот угол, чтобы потом спрыгнуть. Ну, просрать призму в этой ситуации. Вот сейчас, ребят, Вердос, знаете, как ошибся? Он призму просрал, у него 2 ма. Он зачем-то дебильный блинк агрессивный делает под иммортал. Гвардиан остался вообще вне сталкеров. То есть у них не было плюс 2 брони. Сентриаса Моносиака ставала. И мов Хилл Рейзера зафокусил. Просто, блин, отблинкивался бы назад. Это, блин, блинк от Хилл Рейзера. Вообще, на самом деле, блинк последней надежды. Просто какой-то я бы назвал бы был. Вот. Так, здесь сталкеры Хилл Рейзера. Сейчас погоня за Вердоса сталкеров начнется. Он сразу ТП им и домой делает. Понимая, что будет догонять их. Здесь второй иммортал уже. Кстати, обсервер в тылу тут летает. Хилл Рейзер Дистанц Майнинг уже добывать начал. Кстати, здесь тоже 4 минерали, поэтому надо как-то ходить. Призму Овердос. Слушайте, Хилл Рейзера есть сталкера. Ну, чё тут сталкер? Дети мы есть так-то тоже. Пилон надо выбить как можно быстрее. Есть сентря здесь. Прикрыл бы ему Вердос своих, я думаю, здесь бы уже в том бою бы победил. Хилл Рейзеры и Мортлы также делаются. Всё не то же самое. И Мортлы сталкеры есть сентря, как бы. Но у Вердоса 2 ма, получается. Но больше-то не будет. То есть тут Микро зарешает, только его переконтролят. Дистанц Майнинг там и там идёт. Так, оп, кстати, есть у Хилл Рейзера на центре. Овердоса обходит сверху, и к ней Виджена Хилл Рейзера он это делает. Получается. Пилонов более чем достаточно. У Овердоса призма есть. Как же опять бы призму как бы опять не отдать вообще? Так, сталкер. 2 сталкера сентря, варф идёт. Здесь будет решать Гвардин очень сильно вообще. Так, ну 2 ма на 2 ма. Филды-то будут, нет? Агрессивный билд. Блинк в Эмортла. Второго ма. Вердос пытается забрать. Забрал. Сталкеров много остаётся. Гвардин, Шилд остаётся. Что Вердос делает вообще? Унылый вообще контроль сейчас будет. Просто жесть. Сейчас давайте ещё просто на призму сейчас блинкнется. Хилл Рейзер фокуснёт её. И просто Вердос отлетит, развалится здесь. Так, пытается уйти. Робок пофокусил. По-боевому просил, кстати, лимиту. Серьёзно причём Вердос. ТП нет сейчас. Всё, на КД. Так, агрессивный блинк. Сталкеров. Всё, Эмортла слил. И чё дальше? А дальше беда. Дальше беда. Дальше проигрыш, ребятки. Дальше 2-2, похоже. Счёт будет у нас. Так можно было эту карту отдать. Я вообще хз. Ну, так вот бывает. Вердос умудрился отдать. И ма заказывает. Ну, пока ещё... Да нет, 17-9 в такой ситуации. То есть у Хилл Рейзера сейчас есть просто возможность. Не эксус поставить, например. Ну, рабочих у Вердоса побольше. Но дистанц-майнинг-то сейчас снизу будет обрублен ему. Просто-напросто. Так, сентря варпится. Апсервер есть, но... Филд нужен! Филд есть. О-о-о, нет. Тут на мейн заходит Хилл Рейзер. Ну, и Мортл вышел ещё-ёчего вовремя. Застраховал братуху Вердоса. Если сейчас и Мортл будет уничтожен, всё будет плохо, всё плохо. Даже пробки здесь не спасут. Это очевидно. Короче. Блин, контроль попёр с разных сторон. Сейчас за има надо было держаться в плане контроля. Слушайте, Вердос пытается, пытается расконтролить. Ну, как-то тяжеловато ему законтролить. Глобочки, конечно, пилят по чуть-чуть. Но это ГГНщик. Здесь три сталкера. Вообще до последнего юня-то просто бой идёт. Какая-то жесть просто. Творится. Так, Вердос, кстати, законтролил. Благодаря пробкам-то он держится. Но два лимита на девять. Сколько сталкеров? Там уже четыре. И пятый сейчас будет. Пять в одного. Нет, печаль какая-то вообще. Привет, Тимон. Привет всем. Уникальное ПВП просто без старой базы. В общем, такое бывает, ребята. Я очень часто в воле подобное ПВП играл. Очень часто. То есть для ПВП это нормальный более-менее расклад на самом деле. Приходит Хеллрейзер. Пять в три Вердос с талкерами пытается обороняться. Ну, еле-еле держится. И пока с пробками выдержал даже. Смотрите, что самое уникальное здесь. А в севере не сбить. Вердос понимает, что, блин, опс здесь слишком много даёт Хеллрейзеру Вижена. И... Чё Вердос делает-то, блин? Он демедженные сталкеры ходит. Убей ты их уже, ё-моё. Пробочки снизу начинают отдаваться. Ещё один сталкер, да? Батарейкой полечил двух сталкеров. Варпанул Вердос. Чудеса, кип на выражах, хочет демонстрировать. Блин. И ещё главное не слил, что здесь прикол-то в чём. Ну, здесь 7 на 4. Всё время Хеллрейзера сталкеров больше, к сожалению, для Вердоса. Но ему нужно аккуратненько. Главное, он вперёд-то поломился. Там больше. Что ж, он не понимает, что там больше? Пошёл с четырьмя, отдался. Всю, блядь, всю игру, я извиняюсь, всю игру так контролить. Всё пытаться вытащить, чтобы потом бездарно так вот из-за кустов отдаться. Габе 2-2, ребята. Ждём хост новый. Точнее, карту. Так, ребят, Юра сейчас прорекламит одного стримера, который тоже стримит. Просто он как бы стримит тоже Старкрафт. В качестве поддержки, соответственно. Такс. Так, Лрэйзера зовём. Вердоса. Где Вердос? Здесь он. Ну что, 2-2, пятая карта ещё не решающая. Где Вердоса. 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 Так, не знаю, какие-то тут глупые ссылки, щелки, да, я думаю, надо его выпить. До конца стрима хотела. Вот. Ну что же. Так, вот у нас финал напряженный, ребят. Пилю рекламу. Помните про Адлок и Турик? Поддерживайте меня и мой канал, обязательно поддерживайте, ребят. Пятая карта. Идут к ноздря в ноздрю, что называется. Игроки 2-2, а у них счет сейчас, но и, возможно, потребуется все 7 даже карт, судя по матчам. Вердос обязан сейчас был эту карту брать, предыдущую имею в виду, но ошибки с потерей призмы, ошибки в контроле зарешали. И, кстати, в бою тогда на призму кавердос дрался, то есть он зачем-то начал всеми эмов фокусить. И в итоге, блин, эмов сфокусил, но у него осталось там 3 сталкера, 2 эморку, а у Улл Рейзера сталкеров там штук 10. В итоге, ну, он не смог победить просто. То есть в таких битвах надо именно чувствовать, когда можно там что-то зафокусить. Поначалу просто не ломить, сразу фокус. Пацаны, да, там чел один стримит, он уже рекламит. Может, когда-то что-то он будет и стримить то, что я не стримлю, поэтому можете заходить, смотреть по Старику. Просто не знаю, все время он там старик стримит или нет. Скорее всего, не только Старик он стримит. Потому что я видел овербочек, конечно, стримит. Так, ну Вердос заблочил, вот смотрите, Хелл Рейзеру сейчас Нексус, второй пилоном своему. Хелл Рейзер сам Вердосу Нексус заблочил. Тут, кстати, два адепта вперед идут, а после адептов сталкеры у Вердоса. И в этот раз он сам Старгейт играет. Слушайте, прямо интересно мне стало. Меняются билдами, товарищи-то, вот ребята. Может быть, кстати, это даже агрессивный Старгейт будет от Вердоса. Неспроста же здесь пробка стоит. Может быть, здесь будет пилон и подкуш будет какой-то на три гейта, что ли, я не знаю. Так, адепты залетают на ХГ. Здесь пилон. Что Вердос делает вообще? В такой игрой можно левать, в принципе. Ну, я лук, адепт на муве сделал. Ну, хоть пробку левать, то хорошо. Значит, полный провал. Зачем туда телепортнуться, понятия не имею. Субтитры аб NOe. Ок、 я левулю. Класс. 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 Так, ну рабочих одинаково у товарища здесь. Оракулу Вердос, слушайте, передумал Феникса строить. То есть он, погодите, он разведал роба? Похоже, что да, Вердос разведал, что роба здесь. А не, он не видел роба. Короче, в любом случае перестал строить вообще. И, кстати, практически одновременный Блинк и Нексуса одновременно практически делаются, что самое удивительное. Так, Оракул на мейн двигается. Ём, Овердос, ты чё творишь-то? Чуть Оракула не просрал, начало так себе, я бы сказал, Хараса дома роба делает. Но Нексус зато будет, как бы, и Блинк, и тайминг абсолютно одинаковый. Я, правда, не понимаю, почему Вердосу сейчас вот не бустануть экономику. Почти 200 накопил энергии. Чё это за анибовская хрень такая? Посмотрите, здесь вообще нет бустов. Бустани ты, блин, рабочих. Наконец-то бустанул Вердос на второй Нексус. Сейчас хоть как бы экономика усилится. Можно бустануть роба будет с другой стороны. И бустануть ему, там бустануть Блинкес. И надо будет подделать его побыстрее сейчас. Так уж, 12 почти ему. Сегодня опять 10 часов стрим. Жесть какая-то. Завтра не будет долго стрима, я вам точно говорю. Ребят, походу. Завтра GSL в 11. А, и... Так, первый старик в 13-ом бой. Да больше не вижу, чё, кроме GSL. Фолочь, может, побегу, не знаю, чтоб на расслабоне. О, минус Оракул. Красавчик Вердос. Давайте посидим, Оракулов поотдаём. Просто вот так вот. Без контроля вообще. Так, роба-бэй, кстати, у Хеллрейдера. Ну, побоялся сзади Блинкес агрессивно Вердос. Идёт рядом тут с мейном. Барражируется, не барражирует, а так. Прочёсывает местность рядом с мейном. Ну, в итоге его нужно найти. Ну, вот отдача Оракула, я бы сказал, что это очень большая потеря для Вердоса в этой игре. Почему? Потому что он мог бы висеть и стабильно сдерживать несколько юнитов. Оппонента его. Кстати, здесь плюс гейты, плюс эмэ. Ну, нужны... Вот если это дестабилизаторы будут, а это дестабилизаторы. Вердосу вовремя нужно это понять и фениксов начать делать, как его. Но я не знаю, что он здесь может понять и поймёт ли он что-нибудь. Вопрос пока открытый полностью. Опа. Ну, ебай, ввердос. Сапсевер летит вражеский. Вот блинка сниз, конечно. Минусов, но кто-то скажет, херня, на самом деле апса, когда сбивают, у тебя робота заняты, допустим, продакшн. Это очень большая потеря, я бы сказал, ребят. Призма вперёд летит. Вердоса больше полимета, но там, там, там дестабилизаторы плюс грейт на атаку. А эти стреляют, они сейчас моментально, и их агрессивными блинками, как раньше, не выбить дестабилизаторов. От них только увернуться, наоборот, можно. То есть я не знаю, что вердосу нужно сделать, чтобы прямо зашатать. Ну, вот если он сталкеров отсечёт, вот этих вердоса, понятно, что... Так, вот они идут. Так, по имморталу прилетело здесь больно. Ну, чё-то вердос здесь хрень какую-то делает. Дестабилизаторов забрал всех сразу. Ещё один мимо бомбит. 105-95 по лимит. Слушайте, ещё один дестабилизатор есть у Хеллрейзера. Ё-моё, какой залп жёсткий. Но вердос всё сбривает, и мы есть здесь имморталов. Нет гвардия, но вердоса здесь кривейшая позиция у оппонента его. В итоге сталкеры дерутся очень-очень плохо. Похоже, это 3-2 в пользу вердоса. Да, да, здесь уже не отбиться. Но тут вердос действовал напористо, чётко, с блинками агрессивными. Хеллрейзер попытался дестабилизаторами законтрить, но не получилось. Чуть бы времени Хеллрейзеру побольше. Плюс 2 доделось бы. Это было бы ГГ вердосу. И дестабилизатор побольше стало. Ну что, Хеллрейзер сам создаст, так понимаю. Ну, вердоса матчпоинт. Здорово, Ник, здорово. Всем, ребят, турик. И да, ссылку периодически поддерживайте его. Призовы, правда, и так почти 22 тысячи, как его нормальный такой. Вот, но, может быть, он и посерьёзнее стать ещё. Ну и не забывайте про мой канал, ребят, кому нравятся стримы. Теперь каждая игра последняя, может быть, и будем с вами прощаться. Мы после неё всё я выложу на YouTube. К сожалению, всё, что на ГГ-плеер сегодня было... Не было, точнее, оно записано, потому что на ГГ-переезд сервера и... Включи, сегодня записи все пропадут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, ребята. Булл 7-3-2 Скаллрейзер 2, Вердоз 3, ксиний Вердоз, а Беогенес. Карта ГГГЛ пишет Вердоз, а что же оппонент его в Скаллрейзер? Пока ничего не пишет. Ищет ГЛХП. Ну все, в стенке, в застройке получается. Все стандартно. В Лусье у нас еще 2 целых карты, может быть, соответственно. Так, ну что же, за элегантность нам Вирдос продемонстрирует в 3, в этой, в какой, в 6 карте. И что за билд Хеллрейзер нам продемонстрирует? Элегантность, конечно же, вы знаете. Только за одним у нас в СНГ пацаном перспективная, а за другими так себе. Ну, может быть, какой-то на Робу кушащему, что-то еще другое вообще. Турнир получился хороший, много хороших матчей. Мы посмотрели финал напряжения в полуфиналах матча за третью. Но вылетели многие фавориты. Каз, Блай, например, рано там. Браток Димага отлетели, олдскульчики наши. Но молодая гвардия тащит какого. Блай выбил Арктура. Вирдос убил Блая. Неразим занял третий с Люцифером. Это вообще самые молодые игроки из, ну, из самых молодых. Вирдос уже с Хеллрейзером постарше немножечко, но тоже уже не моего поколения, не братка Димаги, соответственно. Вот. И даже Блай, который несколько младше, у нас уже еще более старый, как получается. Ну, Блая не было, конечно, концентрации, наверное, в турнире. Блая завтра с утра лететь на Йенг-Юн-Чонг, который будет в ближайшие дни проходить. Буду обязательно его стримить. Пробочка минус, ребят, два адепта вперед идут. Так, пилоном Вирдос заблочил Нексус, Хеллрейзер, Хеллрейзер, ранний-ранний Твайлайт. С мэйна, слушайте, ну... Твайлайт это очень интересно, но если Вирдос, например, сейчас делает... Опа, а это тригейт под пуш, кстати. А может быть, даже и четвертый гейт мы увидим там в атаке, где-то. Адепты сбоку стоят. Будут с эти иллюзиями постоянно Вирдоса напрягать. Надо их обязательно не пустить сюда, либо как-то принять снизу, попытаться. Вот очередной рейд разведывательной иллюзии. Так, Вирдос принимает адепт, смотрите. Подустал, видимо, Вирдос уже. Смотрите, какие элегантнейшие билды пошли. Но если сейчас Хеллрейзер спалит все это дело, только ничего хорошего Вирдос не ждет. Так, Сталкеры в тылу, Вирдос на двух. Одного своего может слезть сейчас. Что ж ты творишь-то? И пусть делает на четыре гейта, Сталкеров вообще не контролят. Ёма. Да это называется днище гейминг. Что за такая хрень-то, блин? Четыре Сталкера там, четыре. Здесь блинг почти готов. Хеллрейзер однобазовый, кстати. Вирдос поздний гейт в итоге заколдился. Но тут до блинга еще до 40 секунд, а здесь семь Сталкеров так-то идет против трех. И ничего хорошего здесь Хеллрейзера, поэтому не ждет в рампе. Сразу же зашел Сталкера, забрал. Надо отступить чуть назад. Блинг еще не готов, но скоро будет готов. Такой, от Вирдос фокусит все. ГГ-нчик что ли? Ну так вот как-то Вирдос, конечно, сумбурнейше дерется, я вам бы вам сказал. Здесь и сейчас. Но, блин, конечно, Хеллрейзера будет, но Сталкеров мало. Очень мало Сталкеров. Так, а сколько у Хеллрейзера гейтов? Три я вижу гейта. С М3 у Вирдоса, с М3 у Хеллрейзера. Робо Вирдос добавляет. Решил на ХГ не лезть. А ведь экономике урон нанес. Можно было... Хотя там рабочих столько же. Вирдосу надо было сейчас внутрь Сталкеров Казашул. Те, которые не варпились в фокусите, вот этих. Ну, сейчас... Вот раньше, раньше пробками было крайне сложно Сталкеров убить. Почему? Потому что им было проще катиться. Они... У них суперострельность была больше, эффективнее с пробками дрались. Сейчас ЖК залп потяжелее. То есть Сталкеров Сталкеров лучше, конечно же, убивают. Но против пробок, которые выходят и помогают Сталкерам, тяжело контролить теперь. Так, робот Твайлайт у Вирдоса. Опс, заказан. В Твайлайте что там? Надо энергии-то подкопить, как бы, и получается... Ой, не энергии, а газа. Надо Блинк заказать. Обязательно Вирдосу. Слушайте, Хеллрейзера много Сталкеров. Он даже вниз спускает. Сейчас Куавердос ушел. Я чуть не понял. Да, он пошел там. Удает. Взял-ка, то ушел. Сейчас Хеллрейзер гейт найдет спокойно абсолютно. Проверяет верх. Не нашел. Вот он, где гейт. Так, два адепта сбоку, кстати, обошли. Вирдос понимает, что можно им сейчас зайти внутрь туда. Ну, кстати, не контролит ничем Хеллрейзер свою рамку. Вирдос отступил. Так, Иммортл первый будет готов. Блинк заказан сейчас. Опа. Адептура пролетает прямо на мейн. Пробка раз. Пробка два. Пробка три. Четыре. Слушайте, ну, окупились. Окупились адепты. Я считаю, четыре пробки на два адепта. Это нормальный более-менее размен. Вирдос не рискует пока занимать вторую базу. Никоим образом он тут не хочет рисковать. Вот. Ну, надо батарейку-то запилить. Чего одни пилоны с Эвердос ли ставят? Иммортл один есть, второй сейчас будет. На блинк бустов не хватает. Надо третьего заказать тайма просто, и все будет нормально. Хеллрейзер приходит, и... И начинается давление здесь на сталкерах. Но вот этот пацан, когда есть в миксе, это значит, что все, сталкерами уже даже с блинком непросто продавить будет. А тем более, у Вирдоса у самого сейчас блинк подъедет скоро. Надо бустануть ему именно блинк сейчас, я считаю. Так, с двумя имами Вирдоса идет вперед. На камне завалить может отступить немножечко назад, потом подождать блинкешку. Уж просто блинк будет буквально через секунд 20 готов. Хеллрейзер меня беспокоит, что он не делает Нексус. Посмотрите, у Вирдоса будет Нексус, у Хеллрейзера не будет Нексуса сейчас. И будет блинк в блинк, то есть сейчас просто Хеллрейзер может не уйти своими сталкерами, если он сейчас агрессивнейшить будет. И все, 3 секунды, 2, все, блин готов. И другая, совершенно расклад, здесь другой. Вирдоса сзади блинкается, уже не может Хеллрейзер нормально отступить. Фил хороший, пошел, ема. Еще агрессивный блинквист от Вирдоса. Сентря спускается, неаккуратно Вирдос как-то сам спускается. 56-44 зато по лимиту. Так, агрессивно Вирдос блинкается. ГГ, ребята, 4-2. Артемчик побеждает на данном турнире, и, соответственно, может теперь купить себе трусов на десяточку, даже модных каких-то, может, рубль выделить 10% призового. Вот. Так, сколько у нас там? 10 800. Первое место у вас последние секунды есть там до закрытия турнира, минуты, когда вы можете подержать турик данный. Также вы можете последнее... Вот. И мой канал можете последние секунды подержать. И помните, что в 11 часов утра будет у нас, соответственно, GSL. Может, Вирдос сейчас пойдет? Сейчас, да, Вирдос пишет. Давай. Так, здоров. Сейчас я, погоди, свернусь. Здоров. Слушай, ну, отличный турнир выдал. Слушай, ну, спасибо, что организовал. Вот. Да не за что обещал. Спасибо, ребят, вам. Вот хочу сказать зрителям, ну, что поддерживали, потому что призовые, я даже не ожидал, что такие будут в итоге. Вот, когда... Да, 21 тысяча призовой, это прям на уровне такого варди, там, финала каких-то, да? Да, да, как финала месяца примерно получается какие-то. Вот. То есть, ну, рассказывай, как турнирный путь ожидал, и что Блая, там, одолеешь финал. Вообще, я не думал, я не думал, что Блай играть в бой, и сказал, что он будет играть в бой. Да, Блай сам не говорил просто, что у него самолет, но оказалось, у него там с утра только, то есть, было время. Слушай, ну, я не знаю, что он там выспался, не выспался, но вчера должен был вернуться, как бы. Не знаю. Ну, понятно, после турниров ты не тренишься особо. Не факт, что он был такой уж прям ватный. Ну, да, ну, с другой стороны, когда столько Иланов объездил, там всегда много играешь. Слушай, ну, я тоже после Иланов, вот, приехал двух. Он-то после одного приехал, а я после двух считаю. Как бы, так что я думаю, что здесь в равных условиях игра была вместе с ним. Вот. Слушай, ну, я не ожидал, что выиграю, потому что я думал, что Блайл как раз садю, когда ну, сетку увидим. Ну, вот, ну, что-то Блайл выиграл, и там понеслась. Я Блайл полгода не выиграл, ну, как полгода, то есть я полгода назад к тренировкам вернулся, и с тех пор ни разу не выигрывал его так, ну, вот в бот-3, по-моему. Ну, короче, очень слабый винрейт у меня, в последнее время. Ну, вот, но в этот раз смог приломить эту тенденцию. Ну, да, слушай, ну, сейчас я сетку посмотрю быстренько, кто там еще шел-то по твоей сетке, получается. А, Братка ты выиграл. Да, кстати, все просили постримить матч, не получилось. Как там было с Братком? С Братком, ну, с Братком как-то легко получилось, то есть он пассивно сидел. А я просто в первой игре вышел в 3-3 грейда на 1-1, с 4 базы там на 2. Вот. Ну, знаешь, так пассивно с танками там что-то копился, готовил атаку, ну, у меня просто было больше. А во второй игре, короче, там он делал all-in мародера мариками жесткие, да, то есть вообще без битвлаков, без перспективы. Я отбился не очень, но за контр пушил с имморталами у меня уже чардж и блинг был, то есть и плюс иммортала 2 и филды, и я за контр атакал. Ну, как-то легко, короче, получилось, не знаю. Я даже не ожидал, что это будет. Знаешь, я не играю просто на Европе, я не знаю, кто как играет, что там, Браток, еще кто-нибудь, и я вообще просто, ну, даже с каждым сейчас играю, играешь, когда, то есть, я понятия не имею, как кто играет, и как, как бы мой уровень стоит относительно оппонентов. Ну, вот я скинул в чат, там моя статистика на Лигулаке вот последняя. Смотри, я ему сейчас сходюсь. Ну, да, тут прям вообще что-то матч. Ну, да, тут прям вообще что-то матч. Ну, вот здесь, как бы, здесь первая победа за долгое время получается. Так, что я хотел спросить-то, короче, у тебя... Смотри, короче, достаточно много прорегилось, прям зачекунилось 7 человек, во-первых. Меня так удивило это немножечко. Плюс, плюс, как мне кажется, уровень как-то в целом повысился в СНГ, то есть больше игроков, ну, конкуренция усилилась. То есть молодые подтягиваются, и, ну, прям, неожиданно результаты появляются. Ну, да, видишь, во-первых, он молодые, а во-вторых, те кто тренинг. То есть, например, вот если посмотреть на сетку, вот не родим, он молодой, да, там. Ну, он уже показывал какие-то результаты, что, в принципе, я не удивлён, что он в полуфинале, в принципе, у него сетка была не очень сложная, там, вроде димаги, чтобы никого не было. Ну, вот, например, Каскад Ваня, да, он активно тренируется, там, 6-200 ММР, то есть он лишь чуть не... ну, 1-20 в Рейзер, напряжённый. Вот, Лайвзерг тоже тренируется чуть-чуть, он не особо может. Вот, Люцифер, я не знаю, но он тоже тренируется, вот, за счёт этого смог револьвера обыграть и Айверсер. В общем, у всех, вот, все матчи, где напряжённо чувствовалось, или кто-то кого-то выиграл, вот, люди тренируются, а вот, например, Димага, Каск, Браток, то есть я считаю, что они проиграли, ну, здесь проиграли, ну, и вообще, как бы, почему они сейчас не на передовых позициях, даже вот этот, тот турнир, который был, там, да, в ультимой серии, они там тоже проявили суперрезультатов. В общем, это всё потому, что они, как бы, стримеры, в основном, то есть они, как бы, много играют, но они стримеры, там, 2 на 2 со зрителями, там, ну, и вообще, когда ты стример с комментариями, в принципе, невозможно развиваться, так как Рога, да и вообще на стримах сильно прогресс страдает, вот. Ну, да. Это очень плохо получается, что основной, как бы, заработок у игроков от стримов, да, там, в СНГ, а стримы, ну, они реально мешают тренировкам, то есть, как бы, ну, по моему опыту и по всем игрокам, могу сказать. Вот, и поэтому они проиграли здесь, то есть, как бы, такой более-менее закономерный результат. Ну, слушай, ну, получается, ну, выбора-то у них нет, как бы, то есть, ну, команда нет, плюс возраст всё-таки никак у молодых, то есть тут что-то стрим-то, он всё-таки постабильнее, да, получается, ну, хотя... Ну, стрим, да, там они стримят, им донатят, там, хотя бы, просто, может, ну, там, ФП иногда без комментов, потому что я знаю, что с комментами тяжело, как бы, и вообще... Нет, даже без комментов, ты, как бы, после игры, вот, ты без стрима, ты подумаешь о стратегии несколько раз лишних, сконцентрируешься, ну, допустим, ты снилась за низкой концентрацией катку, ты сконцентрируешься к следующей, если ты чуть устал, отдохнёшь, да, то есть много вариантов. Когда ты ФП, ты катаешь одна за одной игры, и даже если ты без комментов стримишь, всё равно качество падает с каждой игрой, да, то, что ты, как бы, ну, более-менее без перерыва играешь, ну, даже если делаешь, что маленький, да, приведёт, вот, и между играми ты смотришь, там, чат, ещё что-то, и, как бы, это всё тоже отвлекает, вот, например, Хилл Рейдер, он особо не стримит, поэтому, видишь, он тоже сейчас в топочке в СНГ, ну, даже не этот турнир брать, вот, он, я видел, там, в Блая шоу-матч выигрывал, вот, буквально месяц назад, и... Да, но у него и в Гоуфу СК там нормально обычно всё время. Да, да, то есть, вот он сейчас в СНГ, то есть, ну, 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 там, ПВП играли, тут, как бы, игры сами вы видели, да, то есть, это ПВП, но вообще, то есть, если брать другие матчат, то есть, вот, Силл Рейдер и Стрима, Тринс, в основном, и, в принципе, в топочке находится, и, я думаю, продолжит прогрессировать, а все, кто со Стримом, они будут всё, как бы, ниже и ниже падать в скиллет. Ну, да, да, ну, скилл просто не стоит на месте, ну, вот, как-то... Не знаю, к чему это приведёт, но после, вот, фри-ту-плей, особенно для СНГ, ну, то есть, как-то, немножечко оживление такое есть, может, временное, ну, то есть, люди начали трениться, как бы, и так, то есть, турик есть. Может быть, как-то и в СНГ что-то будет, ну, там, проходить какие-то турниры в перспективе, посмотрим, что из этого все будет. Вот, вот, я, насколько знаю, Аликс будет вторую лигу делать, то есть, этот, StarLadder, ещё какие-то турки. Там, кстати, это Машу Аликса, спроси, я не знаю, как-то там в отношении, там будет ещё турнир какой-то жёсткий, там, может, как-то, может, говорит, подстримить. Да, вряд ли там, ну, не знаю, может, посмотрим, как-то. Хотелось бы просто, чтобы ланы были какие-то вот у нас, как-то... Планы очень дорого, то есть, понимаешь, любая аренда в России, в частности, если лан проводит турнир в Москве, то есть, это очень дорого. То есть, это будет примерно так выглядеть, как последний лан в Москве прошёл, типа, 20 тысяч за первое место. Лучше уж тогда не лан, а онлайн какой-нибудь побольше призовой, чем такую херню проводить, как бы. Это, по-моему, не знаю. Ну, да, нет, призовой надо серьёзный, просто, как бы, ну, в основном, игроки-то в Москве могут что-то провести, мне просто тут Красти Крабс или их предлагают в медиамаркете что-то там придумать, как бы весной какой-нибудь ланчик на... Ну, то есть, лан прикольнее, что общение, как будто это всё, да. Ну, будет видно, короче, что там будет, на самом деле. Главное, чтобы уровень повышался у игроков. Ну, да. В общем, нормально турнир прошёл, про финал, что можно сказать, не знаю. Я, на самом деле, очень плохо играл, то есть, я много мискликал там на рабочих, попадал. Ну, я вообще плохо, в принципе, контролил всю серию. Не знаю, за счёт чего я победил. Ну, вот просто агрессивный стиль в PvP он получает более выгоднее, чем там, что-то пытаться, как бы, не знаю, придумывать, то есть, агрессивно не чаешь, там, это сильно решает. Ну, конечно, это всё можно принять, но это проблема. То есть, видишь, Hill Raider, он, как бы, после там первых двух-трёх игр, уже боялся призму, не ставил вторую базу, как бы. То есть, на самом деле, отбивается это всё. Ну, всё можно убить, да, то есть, вот это, агрессию сталкеры призма, но это надо контролить, как бы, а вишкиллрейдер уже там чуть подачковал, он пытался там в блинг пораньше выйти, ну, то есть, это не так делают. То есть, в PvP надо просто на контроле пытаться выиграть, прежде всего, а потом уже на стратегии. Ну, это да. Ну, какого стратегии? Нет, стратегия важна, но надо понимать, как там нейтрализовать, там очень такие ошибки, как, типа, как ты игру отдал, где там просто ему фокусил, там, когда одна в одну базу долго, как бы, было. А, да, 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 ну, там, бишь, да, ты решал эти пробки, он бы её... Ну, в любом случае, я просто не доконтроливал, на самом деле, ну, так нельзя, то есть, вторую базу не ставить, то есть, тогда надо самому аллынить, а он, получается, сам не аллынет, а вторую тоже, значит, как бы, боязнь, боязнь, боязнь и боязнь оставить, поэтому проиграл. Ну, короче, да, вот так вот сложилось. Ну, да, существуют вопросы, ну, про трусы, понятно, что купишь теперь. Вот, а этот, какие планы на ближайшие турики вообще, там вот люди спрашивают, мне тоже куда-то... Ну, я не знаю насчёт ближайших турниров, я сейчас навели, поэтому я пытаюсь решить эти вопросы, прежде всего. Вот сегодня начал первый шаг к решению. Ну, да, это важно. На самом деле, у меня дефицит бюджета более глубокий, вот, и до трусов ещё, чтобы трусы купить, это надо ещё сначала повыигрывать, то есть, несколько капчиков таких, и тогда потом уже можно, после других, как бы, необходимых трат уже на трусы спать. Это да, это да. Слушай, ну, поздравляйте ещё раз, время позднее, я думаю, закругляться пора. Вот, завтра ГСЛ ещё на 11 перенесли, поэтому надо пораньше лечь спать. Ну, ладно, в общем, давай, спасибо за кап, надеюсь, зрителям тоже понравилось, я там так много играл. Спасибо тебе за участие, да, за интервью, удачи там. Да, давайте, всем пока. Пока. Спасибо, короче, Артёму, что позвонил. Ребят, небольшое такое интервью в конце, в общем, сейчас будем стоп-старт делать, я не буду, короче, возвращаться к вам без задержки, это бессмысленно, ребят. Помните про то, что турик надо поддерживать, и все турики, этот уже поздно, наверное, поддерживать. Ну, и поддерживайте меня и мой канал обязательно, завтра в 11 утра, сегодня уже в 11 утра, то есть через 10 с небольшим часов будет GSL-чик, и, ну, будем мы его смотреть, соответственно. Вот, и увидимся, увидимся завтра, короче, ребят, сегодня, точнее. Все, всем пока. Запись эта будет на Ютубе, пока GG Player, записи все пропали, короче, которые были и сегодня, то есть ничего не будет, алимолитники, завтра, надеюсь, GSL можно будет записать на GG Player. Все, ребята, увидимся.